Накулапита сутта, Накулапита. СН 22.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в стране Бхагавсун-Зумарагири в роще Бхисакалы в оленьем парке. И тогда домохозяин Накулапита отправился к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Господин, я стар, отягощен годами, много прожил, дни мои подходят к концу, много у меня телесных недугов, часто болею. Редко мне удается повидать Благословенного и монахов, достойных почитания. Пусть Благословенный даст мне совет, господин, пусть он наставит меня, так чтобы это привело к моему благополучию и счастью на долгое время. Так оно, домохозяин, так оно. Это твое тело полно недугов, стало хрупким как яйцо, отягощенным. Если кто-нибудь с таким телом хоть на миг заявил бы о себе, что здоров, то разве не из-за глупости он поступил бы так? Поэтому, домохозяин, вот как ты должен тренировать себя, хоть тело мое поражено болезнью, ум не будет поражен болезнью. Так тебе следует тренировать себя. И тогда домохозяин Накулапита, восхитившись и обрадовавшись фразе Благословенного, поднялся со своего сиденья и, поклонившись Благословенному, обойдя его с правой стороны, отправился к достопочтенному Сарипуте. Поклонившись достопочтенному Сарипуте, он сел рядом, и тогда достопочтенный Сарипута сказал ему, домохозяин, ты умиротворен, черты твоего лица яркие и чистые. Должно быть, ты услышал беседу о Дхамме сегодня и в присутствии Благословенного? А как же иначе, достопочтенный? Только что я был помазан Благословенным Амброзией беседой о Дхамме. Каким же видом Амброзии беседы о Дхамме Благословенной помазал тебя, домохозяин? Достопочтенный, я подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, господин, я стар, отягощен годами, много прожил, дни мои подходят к концу, много у меня телесных недугов, часто болею. Редко мне удается повидать Благословенного и монахов, достойных почитания. Пусть Благословенный даст мне совет, господин, пусть он наставит меня, так чтобы это привело к моему благополучию и счастью на долгое время. Благословенный ответил, так оно, домохозяин, так оно. Это твое тело полно недугов, стало хрупким как лицо, отягощенным. Если кто-нибудь с таким телом хоть на миг заявил бы о себе, что здоров, то разве не из-за глупости он поступил бы так? Поэтому, домохозяин, вот как ты должен тренировать себя, хоть тело мое поражено болезнью, ум и не будет поражен болезнью. Так тебе следует тренировать себя. Вот какой амброзией беседы Дхамми Благословенный помазал меня. Не пришло ли тебе в голову, домохозяин, дали спросить у Благословенного о том, что значит иметь тело, пораженное болезнью, и ум, пораженный болезнью, и что значит иметь тело, пораженное болезнью, но не ум? Мы пришли сюда издалека, достопочтенный, чтобы получить разъяснение смысла этой фразы у достопочтенного Сарепуты. В самом деле, было бы хорошо, если бы достопочтенный Сарепута прояснил бы значение этого утверждения. Тогда слушай внимательно, домохозяин. Я буду говорить. Да, достопочтенный, ответил домохозяин на кулапито. Достопочтенный Сарепута сказал, и как, домохозяин, тело поражено болезнью, и ум поражен болезнью? Вот, домохозяин, не обученный заурядный человек, не навещающий благородных, не обученный в их дисциплине и их дхами, не навещающий чистых умом людей, не обученный в их дисциплине и их дхами, считает, что форма – это я, или что я владеет формой, или что форма находится внутри я, или что я находится в форме. Он живет, будучи охваченным идеями «Я» – это форма, форма – это мое. По мере того, как он живет, будучи охваченным этими идеями, эта его форма претерпевает изменения и перемены. С изменениями перемены в форме в нем возникает печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Он считает, что «чувство» – это я, или что я владею чувством, или что чувство находится внутри «я», или что я находится в чувстве. Он живет, будучи охваченным идеями, я – это чувство, чувство – это мое. По мере того, как он живет, будучи охваченным этими идеями, это его чувство претерпевает изменения и перемены. С изменениями и переменой в чувстве в нем возникает печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Восприятие – это я, или что я владеет восприятием, или что восприятие находится внутри я, или что я находится в восприятии. Он живет, будучи охваченным идеями, я – это восприятие, восприятие – это мое. По мере того, как он живет, будучи охваченным этими идеями, это его восприятие претерпевает изменения и перемены. С изменениями перемены восприятия в нем возникает печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Формация ума – это я, или что я владеет формациями, или что формации находятся внутри я, или что я находится в формациях. Он живет, будучи охваченным идеями, я – это формации, формации – это моё. По мере того, как он живет, будучи охваченным этими идеями, эти его формации претерпевают изменения и перемены. С изменениями и переменой в формациях в нем возникает печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Сознание – это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри я, или что я находится в сознании. Он живет, будучи охваченным идеями, я – это сознание, сознание – это мое. По мере того, как он живет, будучи охваченным этими идеями, это его сознание претерпевает изменения и перемены. С изменениями перемены в сознании в нем возникает печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Вот это, домохозяин, означает иметь тело, пораженное болезнью, и ум, пораженный болезнью. И что, домохозяин, означает иметь тело, пораженное болезнью, но не ум? Вот, домохозяин, обученный ученик благородных, навещающий благородных, обученный в их дисциплине и их дхами, навещающий чистых умом людей, обученный в их дисциплине и их дхами, не считает, что он не живет, будучи охваченным идеями, я – это форма, форма – это мое. По мере того, как он живет, будучи неохваченным этими идеями, это его форма претерпевает изменения и перемены. С изменениями переменной в форме в нем не возникает печаль, стинание, боль, горе и отчаяние. Он не считает, что он не живет, будучи охваченным идеями, я – это чувство, чувство – это мое. По мере того, как он живет, будучи неохваченным этими идеями, это его чувство претерпевает изменения и перемены. С изменениями переменной в чувстве в нем не возникает печаль, стинание, боль, горе и отчаяние. Он не живет, будучи охваченным идеями, Я – это восприятие, восприятие – это Майон. По мере того, как он живет, будучи неохваченным этими идеями, это его восприятие претерпевает изменения и перемены. С изменениями перемены восприятия в нем не возникает печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Он не живет, будучи охваченным идеями, Я – это формации, формации – это Майон. По мере того, как он живет, будучи неохваченным этими идеями, эти его формации претерпевают изменения и перемены. С изменениями перемены в формациях в нем не возникает печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Он не живет, будучи охваченным идеями, я – это сознание, сознание – это мое. По мере того, как он живет, будучи неохваченным этими идеями, это его сознание претерпевает изменения и перемены. С изменениями и переменой в сознании в нем не возникает печаль, стинание, боль, горе и отчаяние. Вот это, домохозяин, означает иметь тело, пораженное болезнью, но не ум. Так сказал достопочтенный Сарипута. Вдохновленный, домохозяин Накулапита восхитился его словами. Дивадаха сутта, у Дивадахи. СН 22.2. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в стране Сакьев, где был город Сакьев под названием Дивадаха. И тогда группа монахов западных рубежей отправилась к благословенному и по прибытии, поклонившись ему. Они сели рядом и сказали, учитель, мы бы хотели отправиться в западную провинцию, чтобы поселиться там, один. Вы получили согласие на отбытие у Сарипуты, монахи? Нет, учитель. Тогда получите согласие на отбытие у Сарипуты, монахи. Сарипута мудр, он тот, кто помогает своим товарищам по святой жизни. Да, учитель, ответили те монахи. В то время достопочтенный Сарипута сидел неподалеку от благословенного в беседке из кустарника Кассии, 2. И те монахи, восхитившись и возрадовавшись словам благословенного, поднялись со своих сидений, поклонились ему и, обойдя его с правой стороны, отправились к достопочтенному Сарипуте. Подойдя, они обменялись вежливыми приветствиями с достопочтенным Сарипутой, и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями они сели рядом и сказали, «Друг Сарипута, мы хотели бы отправиться в западную провинцию, чтобы поселиться там. Мы просим учительского разрешения. Друзья, мудрые воины, мудрые брахманы, мудрые домохозяева, мудрые отшельники будут расспрашивать монаха, который пришел из другого царства, поскольку, друзья, мудрые люди любознательны, что говорит ваш учитель, чему он учит? Я надеюсь, что вы, почтенные, хорошо освоили учения, хорошо ухватили их, хорошо уделили им внимание, хорошо рассмотрели их, хорошо проникли в них своей мудростью, так чтобы когда вы будете отвечать, вы скажете так, как это было сказано благословенным, и не сказите им сказанное так, что это было бы противоположным действительности, надеюсь, что вы объясните в соответствии с Дхамой, так чтобы ваши утверждения не повлекли бы за собой уместной почвы для критики. Мы прибыли издалека, друг, чтобы выяснить значение этого утверждения у достопочтенного сарепуты. В самом деле, было бы хорошо, если бы достопочтенный сарепута прояснил смысл этого утверждения. Тогда слушайте внимательно, друзья. Я буду говорить. Да, друг, ответили те монахи. Достопочтенный сарепута сказал так, друзья, мудрые воины, мудрые брахманы, мудрые домохозяева, мудрые отшельники будут расспрашивать монаха, который пришел из другого царства, поскольку, друзья, мудрые люди любознательны, что говорит ваш учитель, чему он учит? Когда вас так спросят, друзья, вам следует ответить, наш учитель, друзья, учат устранению желания и жажды. Когда вы так ответите, друзья, мудрые воины, мудрые брахманы, мудрые домохозяева, мудрые отшельники могут спросить вас далее, поскольку, друзья, мудрые люди любознательны, в отношении чего ваш учитель учит устранению желания и жажды. Когда вас так спросят, друзья, вам следует ответить, наш учитель, друзья, учит устранению желания и жажды к форме, устранению желания и жажды к чувству, восприятию, формациям ума, сознанию. Когда вы так ответите, друзья, мудрые воины, мудрые брахманы, мудрые домохозяева, мудрые отшельники могут спросить вас далее, поскольку, друзья, мудрые люди любознательны, увидев опасность в чем, ваш учитель учит устранению желания и жажды к форме, чувству, восприятию, формациям, сознанию. Когда вас так спросят, друзья, вам следует ответить, если, друзья, человек не лишен жажды, желания, привязанности, страсти, стремления в отношении формы, то тогда с изменением и с переменами формы в нем возникает печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Если, друзья, человек не лишен жажды, желания, привязанности, страсти, стремления в отношении чувства, восприятия, формации, сознания, то тогда с изменением и с переменами сознания в нем возникает печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Увидев эту опасность, наш учитель учит устранению желания и жажды к чувству, восприятию, формациям, сознанию. Когда вы так ответите, друзья, мудрые воины, мудрые брахманы, мудрые домохозяева, мудрые отшельники могут спросить вас далее, поскольку, друзья, мудрые люди любознательны, увидев преимущество в чем, ваш учитель учит устранению желания и жажды к форме, чувству, восприятию, формациям, сознанию. Когда вас так спросят, друзья, вам следует ответить, если, друзья, человек лишен жажды, желания, привязанности, страсти, стремления в отношении формы, то тогда с изменением и с переменами формы в нем не возникает печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Если, друзья, человек лишен жажды, желания, привязанности, страсти, стремления в отношении чувства, восприятия, формациям, сознанию, то тогда с изменением и с переменами сознания в нем не возникает печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Увидев это преимущество, наш учитель учит устранению желания и жажды к чувству, восприятию, формациям, сознанию. Если, друзья, три, человек, который входит и пребывает в неблагих состояниях ума, мог бы жить счастливо в этой самой жизни, без неприятностей, отчаяния и волнения, и если, после распада тела, после смерти, он мог бы ожидать перерождения в благом уделе, то тогда благословенный не восхвалял бы отбрасывание неблагих состояний. Но поскольку тот, кто входит и пребывает в неблагих состояниях, живет в страдании в этой самой жизни, с неприятностями, отчаянием и волнением, и поскольку он может ожидать перерождения в плохом уделе после распада тела, после смерти, благословенный восхваляет отбрасывание неблагих состояний. Если, друзья, человек, который входит и пребывает в благих состояниях ума, мог бы жить в страдании в этой самой жизни, с неприятностями, отчаянием и волнением, и, если бы после распада тела, после смерти, он мог бы ожидать перерождения в плохом уделе, то тогда благословенный не восхвалял бы обретение благих состояний. Но поскольку тот, кто входит и пребывает в благих состояниях, живет счастливо в этой самой жизни, без неприятностей, отчаяния и волнения, и поскольку он может ожидать перерождения в благом уделе после распада тела, после смерти, благословенный восхваляет обретение благих состояний. Так сказал достопочтенный Сурипута. Вдохновленные, монахи восхитились словами достопочтенного Сурипуты. 1. Согласно комментарию, речь шла о проведении сезона дождей в этой области. 2. Этот куст растет там, где постоянно течет вода. Люди сделали беседку на четырех столбах, а кустарник обвел ее, сформировав павильон. В нижней части они сделали кирпичное сидение. Это было прохладным местом со свежающим дуновением со стороны ручья. 3. Согласно комментарию, данный фрагмент имеет прямую связь с предыдущими и означает, что тот, кто входит и пребывает в неблагих состояниях, это тот, кто не отбросил влечения и жажды к пяти совокупностям, и наоборот, тот, кто входит в умелые состояния, тот отбросил таковую жажду. 3. Подхама Халикдакани сутта, Халикдакани 1. СН 22.3. Так я слышал. Однажды достопочтенный Махакачина пребывал в стране Аванте на горе Попата, что возле Кураракхары. И тогда домохозяин Халикдакани подошел к достопочтенному Махакачине, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Достопочтенный, вот как было сказано благословенным в вопросах Магандиева Тхакавагги, 1, покинув дом, чтобы странствовать без обиталища, в деревне мудрец не связан ни с чем, лишенный чувственных услад, и не имея ожиданий, он не пускается ни в диспуты, ни в споры». Как, достопочтенный, следует понимать подробные значения этого, сказанного благословенным вкратце? Элемент формы, домохозяин, это дом для сознания. Того, чье сознание приковано жаждой к элементу формы, называют тем, кто странствует с домом. Элемент чувства, это дом для сознания, элемент восприятия, это дом для сознания, элемент формации ума, это дом для сознания. Того, чье сознание приковано жаждой к элементу формации, называют тем, кто странствует с домом. Вот таким образом человек странствует с домом, 2. И что означает, домохозяин, когда человек странствует без дома? Желание, жажда, восхищение и влечение, зацепление и удержание, умственные позиции, приверженности, вскрытые склонности в отношении элемента формы, все это было отброшено Татхагатой, вырвано с корнем, сделано подобным обрубку пальмы, уничтожено так, что больше не может возникнуть в будущем. Поэтому Татхагата зовется тем, кто странствует без дома. Желание, жажда, восхищение и влечение, зацепление и удержание, умственные позиции, приверженности, вскрытые склонности в отношении элемента чувства, элемента восприятия, элемента формации, элемента сознания, 3. Все это было отброшено Татхагатой, вырвано с корнем, сделано подобным обрубку пальмы, уничтожено так, что больше не может возникнуть в будущем. Поэтому Татхагата зовется тем, кто странствует без дома. Вот как человек странствует без дома. И что означает, домохозяин, странствовать с обиталищем? Посредством рассеивания и заключения в обиталище, что состоит из образа форм, человека зовут тем, кто странствует с обиталищем. 4. Посредством рассеивания и заключения в обиталище, что состоит из образа звуков, образа запахов, образа вкусов, образа тактильных ощущений, образа ментальных феноменов, человека зовут тем, кто странствует с обиталищем. И как, домохозяин, человек странствует без обиталища? Рассеивание заключения в обиталище, состоящее в образе форм – всё это было отброшено Татхагатой, вырвано с корнем, сделано подобным обрубку пальмы, уничтожено так, что больше не может возникнуть в будущем. Поэтому Татхагата зовётся тем, кто странствует без обиталища. Рассеивание и заключение в обиталище, состоящее в образе звуков, образе запахов, образе вкусов, образе тактильных ощущений, образе ментальных феноменов, все это было отброшено Татхагатой, вырвано с корнем, сделано подобным обрубку пальмы, уничтожено так, что больше не может возникнуть в будущем. Поэтому Татхагата зовется тем, кто странствует без обиталища. Вот как человек странствует без обиталища, 5. И как, домохозяин, человек в деревне не связан ни с чем? Вот, домохозяин, монах не живет в общении с мирскими людьми. Он не радуется вместе с ними, не печалится вместе с ними, он не счастлив, когда счастливы они, и не грустит, когда грустят они, и он не ввязывается в их дело и обязанности. Вот как человек в деревне не связан ни с чем. И как, домохозяин, человек лишен чувственных услад? Вот, домохозяин, человек лишен жажды, желания, влечения, страсти и цепляния в отношении чувственных удовольствий. Вот как он лишен чувственных услад? И как, домохозяин, человек имеет ожидания? Вот, домохозяин, человек думает, пусть у меня будет такая-то форма в будущем. Пусть у меня будет такое-то чувство в будущем. Пусть у меня будет такое-то восприятие в будущем. Пусть у меня будут такие-то формации ума в будущем. Пусть у меня будет такое-то сознание в будущем. Вот как человек имеет ожидания. И как, домохозяин, человек не имеет ожиданий. Вот, домохозяин, человек не думает, пусть у меня будет такая-то форма, чувства, восприятия, формации, сознания в будущем. Вот как человек не имеет ожиданий. И как, домохозяин, человек пускается в диспуты и споры. Вот, домохозяин, человек пускается в такие разговоры, ты не понимаешь эту тхаму и винаю. Я понимаю эту тхаму и винаю. Что бы ты понимал в этой Дхамме и Винае? Ты практикуешь неправильно, я практикую правильно. То, что нужно было сказать вначале, ты сказал потом. То, что нужно было сказать после, ты сказал вначале. Я последователен, а ты не последователен. То, на чем ты так долго размышлял, несостоятельно. Твой тезис опровергнут. Попробуй, докажи состоятельность своего тезиса, так как ты побежден, или распутайся сам, если сможешь. Вот как человек пускается в диспуты и споры. И как, домохозяин, человек не пускается в диспуты и споры. Вот, домохозяин, человек не пускается в такие разговоры, ты не понимаешь эту Дхамму, распутайся сам, если сможешь. Вот как человек не пускается в диспуты и споры. Так, домохозяин, когда это было сказано благословенным в вопросах Магандиева Тхакавагги, он не пускается ни в диспуты, ни в споры, то вот так следует понимать подробные значения этого, сказанного благословенным вкратце. 1. Это отсылка к субтонепате 844. В анализе первой строки этих строф Махакачина не просто объясняет дословные значения слов, которые в прямом смысле достаточно хорошо читаются, но объясняет термины в качестве метафор. Далее он выводит эти значения, помещая термины в техническую систему толкования текста, которая не видна в самих строфах. Такой подход к истолкованию стал чертой появившихся позже комментариев. 2. Комментарий. Почему здесь не упомянуто сознание? Чтобы избежать путаницы, так как под термином «дом» здесь подразумевается условие «поча». Более раннее коммическое сознание является условием для более позднего коммического сознания, а также для результатного сознания, и раннее результатное сознание, для позднего результатного сознания, позднего коммического сознания. Поэтому может возникнуть путаница, какой вид сознания здесь подразумевается. Чтобы избежать путаницы, сознание не упоминается. Далее, четыре совокупности как объекты, или базы, являются опорами для коммически-продуктивного сознания, Абхисингхарвининатхития, и, чтобы показать этот аспект в отношении четырех совокупностей, сознание здесь не перечисляется. Три, комментарий, почему здесь сознание теперь уже упомянуто? Чтобы показать оставление загрязнений. Загрязнения считаются полностью отброшенными только в случае всех пяти совокупностей, а не только четырех. Четыре, комментарий, форма сама по себе является образом, не мета, в том смысле, что она является условием для возникновения загрязнений, и обиталище, состоящее, из образа форм, является таковым в смысле места пребывания, что есть акт объектификации. Под двумя терминами рассеивания и заключений, Виссаровини Брдха, подразумевается разрастание загрязнений и их ограничивающая, сковывающая, природа. Поэтому полное значение фразы таково, путем рассеивания загрязнений и сковывания загрязнениями, что возникают с обиталищем, состоящим, из образа форм. Тот, кто странствует с обиталищем, означает тот, кто странствует с обиталищем, за счет сотворения, форм, в качестве объекта. Пять, комментарий, почему пять совокупностей называются домом, око, а шесть объектов чувств, обиталищем, не кето? Из-за силы и слабости в желании и жажде к ним соответственно. Хотя эти понятия схожи, все же дом означает место, где человек проживает постоянно, это чье-либо жилище, тогда как обиталище, это место, в котором человек пребывает с некой целью, например, это может быть парк и так далее. Желание и жажда сильны в отношении дома, так как там есть жена, дети, богатство, имущество, и, аналогичным образом, жажда сильна к пяти совокупностям. Но желание и жажда слабеет к таким местам, как парк и так далее, и точно так же оно и в отношении шести объектов чувств. Дутия Халиддакани Сутта, Халиддакани 2. СН 22.4. Так я слышал. Однажды достопочтенный Махакачина пребывал в стране Авантина Гарри Попата, что возле Кураракхары. И тогда домохозяин Халиддакани подошел к достопочтенному Махакачине, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Господин, вот как было сказано благословенным в вопросах Сакки, один, те жрецы и отшельники, которые освобождены в уничтожении жажды, которые достигли высочайшего окончания, высочайшей защиты от подневольности, высочайшей святой жизни, высочайшей цели, лучшей среди божеств и людей». Как, господин, следует понимать подробные значения этого, сказанного благословенным вкратце? Домохозяин, посредством уничтожения, угасания, прекращения, оставления, отбрасывания желания, жажды, восхищения и влечения, зацепления и удержания, умственных позиций, приверженности, вскрытых склонностей в отношении элемента формы, сказано, что ум хорошо освобожден. Посредством уничтожения, угасания, прекращения, оставления, отбрасывания желания, жажды, восхищения и влечения, зацепления и удержания, умственных позиций, приверженности, вскрытых склонностей в отношении элемента чувства, элемента восприятия, элемента формации ума, элемента сознания, сказано, что ум хорошо освобожден. Так, домохозяин, когда это было сказано благословенным в вопросах Сакки, те жрецы и отшельники, которые освобождены в уничтожении жажды, которые достигли высочайшего окончания, высочайшей защиты от подневольности, высочайшей святой жизни, высочайшей цели, лучшей среди божеств и людей, то вот так следует понимать подробные значения этого, сказанного благословенным вкратце. Один, это цитата из Диен-2, 283, 9-13. Однако здесь нет фразы сеттхадэваманусаном. Тем не менее, есть схожая параллель с утверждением, адресованным царю богов Сакки ВМН 1, 252, 3-5. САМАДХИ СУТТА СОСРЕДОТОЧЕНИИ СН22.5 В САВАДХИ И тогда благословенный сказал так, Монахи, развивайте сосредоточение. Монах, который сосредоточен, понимает в соответствии с действительностью. И что он понимает в соответствии с действительностью? Происхождение и исчезновение формы, происхождение и исчезновение чувства, происхождение и исчезновение восприятия, происхождение и исчезновение информации ума, происхождение и исчезновение сознания. И что такое, монахи, происхождение формы? Что такое происхождение чувства? Что такое происхождение восприятия? Что такое происхождение информации? Что такое происхождение сознания? Вот, монахи, человек ищет наслаждение, приветствует, продолжает удерживать. И в чем он ищет наслаждение, что он приветствует, что продолжает удерживать. Он ищет наслаждение в форме, приветствует ее, продолжает удерживать. В результате возникает наслаждение. Наслаждение формой является цеплянием. Имея цепляние в качестве условия, возникает существование. Имея существование в качестве условия, возникает рождение. Имея рождение в качестве условия, возникает старение и смерть, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Таково возникновение всей этой груды страдания. Он ищет наслаждение в чувстве, в восприятии, в формациях, в сознании, приветствует его, продолжает удерживать. В результате возникает наслаждение. Наслаждение сознанием является цеплянием. Имея цепляние в качестве условия, возникает существование. Имея существование в качестве условия, возникает рождение. Имея рождение в качестве условия, возникает старение и смерть, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Таково возникновение всей этой груды страдания. Таково, монахи, происхождение формы. Таково происхождение чувства. Таково происхождение восприятия. Таково происхождение информации. Таково происхождение сознания. И что такое, монахи, исчезновение формы? Что такое исчезновение чувства? Что такое исчезновение восприятия? Что такое исчезновение формации? Что такое исчезновение сознания? Вот, монахи, человек не ищет наслаждения, не приветствует, не продолжает удерживать. И в чем он не ищет наслаждения, что он не приветствует, что не продолжает удерживать? Он не ищет наслаждения в форме, не приветствует ее, не продолжает удерживать. В результате наслаждение формой прекращается. С прекращением наслаждения прекращается цепляние. С прекращением цепляние прекращается будущее существование. С прекращением существования прекращается рождение. С прекращением рождения прекращается старение и смерть, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Таково прекращение всей этой груды страдания. Он не ищет наслаждения в чувстве, восприятии, формациях, сознании, не приветствует его, не продолжает удерживать. В результате наслаждение сознанием прекращается. С прекращением наслаждения прекращается цепляние. С прекращением цепляние прекращается будущее существование. С прекращением существования прекращается рождение. С прекращением рождения прекращается старение и смерть, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Таково прекращение всей этой груды страдания. Таково, монахи, исчезновение формы. Таково исчезновение чувства. Таково исчезновение восприятия. Таково исчезновение формации. Таково исчезновение сознания. Патисаллана сутта «Затворничество». СН 22.6 Сутта в точности идентична СН 22.5, за исключением небольшой вводной части, в Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, прилагайте усердие к затворничеству, один. Уединенный монах понимает вещи в соответствии с действительностью. Один, согласно комментарию, Будда увидел, что монахи стали пренебрегать физическим уединением, Каевивика, и призвал их к соблюдению затворничества, так как видел, что только в этом случае они преуспеют в медитации. Патхамаупада Паритасана сутта «Волнение и зацепление» 1. СН 22.7 В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я научу вас волнению и зацеплении и отсутствию волнения из-за отсутствия цепления. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал, и когда, монахи, есть волнение и зацеплении, я? Вот, монахи, не обученный заурядный человек, не навещающий благородных, не обученный в их дисциплине и их Дхамме, не навещающий чистых умом людей, не обученный в их дисциплине и их Дхамме, считает, что «Форма – это я, или что я владеет формой, или что форма находится внутри я, или что я находится в форме». Эта его форма претерпевает изменения и перемены. С изменением и переменой формы его ум становится озабоченным изменением формы. Волнение и образование умственных состояний, рожденных озабоченностью изменением формы, охватывают его ум. Поскольку его ум охвачен, он напуган, обеспокоен, встревожен, и из-за цепляния он становится взволнованным. Он считает, что чувство – это я. Он считает, что восприятие – это я. Он считает, что формация ума – это я. Он считает, что сознание – это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри я, или что я находится в сознании. Это его сознание претерпевает изменения и перемены. С изменением и переменой сознания его ум становится озабоченным изменением сознания. Волнение и образование умственных состояний, рожденных озабоченностью изменением сознания, охватывают его ум. Поскольку его ум охвачен, он напуган, обеспокоен, встревожен и из-за цепляния он становится взволнованным. Вот так, монахи, есть волнение из-за цепляния. И когда, монахи, нет волнений за отсутствие цепляния? Вот, монахи, обученный ученик благородных, навещающий благородных, обученный в их дисциплине Ихдхамме, навещающий чистых умом людей, обученный в их дисциплине Ихдхамме, не считает, что форма – это я, или что я владеет формой, или что форма находится внутри я, или что я находится в форме. Эта его форма претерпевает изменения и перемены. С изменением и переменой формы его ум не становится озабоченным изменением формы. У него нет волнения и образования умственных состояний, рожденных озабоченностью и изменением формы, что охватывали бы его ум. Поскольку его ум не охвачен, он не напуган, не обеспокоен, не встревожен, и из-за отсутствия цепляния он не становится взволнованным. Он не считает, что чувство, восприятие, формации, сознание – это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри я, или что я находится в сознании. Это его сознание претерпевает изменения и перемены. С изменением и переменой сознания его ум не становится озабоченным изменением сознания. У него нет волнения и образования умственных состояний, рожденных озабоченностью и изменением сознания, что охватывали бы его ум. Поскольку его ум не охвачен, он не напуган, не обеспокоен, не встревожен и из-за отсутствия цепляния он не становится взволнованным. Вот так, монахи, нет волнения из-за отсутствия цепляния. Дутия Упада Паритасана сутта «Волнение и зацепляние» 2. СН 22.8. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я научу вас волнению и зацепляния и отсутствию волнения из-за отсутствия цепляния. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал, и когда, монахи, есть волнение и зацепляния? Вот, монахи, не обученный заурядный человек относятся к форме так, это моё, я таков, это моё я, один. Это его форма претерпевает изменения и перемены. С изменением и переменной формы в нём возникает грусть, стенание, боль, недовольство и отчаяние. Он относится к чувству. К восприятию, к формациям, к сознанию так, это моё, я таков, это моё я. Это его сознание претерпевает изменения и перемены. С изменением и переменной сознания в нём возникает грусть, стенание, боль, недовольство и отчаяние. Вот так, монахи, есть волнение из-за цепляния. И когда, монахи, нет волнения из-за отсутствия цепляния, вот, монахи, обученный ученик благородных не относится к форме «так, это мое, я таков, это мое я». Эта его форма претерпевает изменения и перемены. С изменением и переменной формы в нем не возникает грусть, стенание, боль, недовольство и отчаяние. Он не относится к чувству, к восприятию, к формациям, к сознанию «так, это мое, я таков, это мое я». Это его сознание претерпевает изменения и перемены. С изменением и переменной сознания в нем не возникает грусть, стенание, боль, недовольство и отчаяние. Вот так, монахи, нет волнения из-за отсутствия цепляния. Один, это так называемые три схватывания, гаха, это мое, етенмама, это схватывание жажды. Я таков, есахамасме, это схватывание самомнения. Это мое я, это схватывание воззрений. Калатэя Нича Сутта Непостоянство в трех временах. С.Н. 22.9 В Саваттхе Благословенный сказал, монахи, форма непостоянна, как прошлое, так и будущее, не говоря уже о настоящей. Видя это так, монахи, обученный ученик благородных безразличен к прошлой форме, он не ищет удовлетворения в будущей форме, он практикует ради устранения очаровности по отношению к настоящей форме, ради ее угасания и прекращения. Калатэя Духа Сутта Сутта Страдательность в трех временах. СН-22-11. Сутта в точности идентична СН-22-9, только вместо «непостоянно» идёт слово «безличностно». Аничья сутта – «непостоянство». СН-22-12. Так я слышал. В Саваттхе. Там благословенный сказал так, монахи, форма непостоянна, чувство непостоянно, восприятие непостоянно, формации непостоянны, сознание непостоянно. Видя так, монахи, обученный ученик благородных испытывает разочарование в форме, разочарование в чувстве, разочарование в восприятии, разочарование в формациях, разочарование в сознании. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобождается. Когда он освободился, то возникает знание, он освобождён. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. ДУКХА СУТТА СТРАДАТЕЛЬНОСТЬ СН-22-13 СУТТА В ТОЧНОСТИ ИДЕНТИЧНО СН-22-12 Только вместо «НЕ ПОСТОЯННО» идёт слово «страдательно». АНАТТА СУТТА БЕЗЛИЧНОСТЬ СН-22-14 СУТТА В ТОЧНОСТИ ИДЕНТИЧНО СН-22-12 Только вместо «НЕ ПОСТОЯННО» идёт слово «БЕЗЛИЧНОСТНО». ЯДЕНИЧИ СУТТА – ТО, ЧТО НЕ ПОСТОЯННО СН-22-15 В САВАТТХЕ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ СКАЗАЛ, МОНАХИ, ФОРМА НЕ ПОСТОЯННО. ТО, ЧТО НЕ ПОСТОЯННО, СТРАДАТЕЛЬНО. ТО, ЧТО СТРАДАТЕЛЬНО, ТО БЕЗЛИЧНОСТНО. БЕЗЛИЧНОСТНОЕ следует видеть в соответствии с действительностью посредством правильной мудрости. Это не моё, я не таков, это не моё я. ЧУВСТВО НЕ ПОСТОЯННО. ВОСПРИЯТИЕ НЕ ПОСТОЯННО. ФОРМАЦИИ УМА НЕ ПОСТОЯННЫ. СОЗНАНИЕ НЕ ПОСТОЯННО. ТО, ЧТО НЕ ПОСТОЯННО – СТРАДАТЕЛЬНО. ТО, ЧТО СТРАДАТЕЛЬНО, ТО БЕЗЛИЧНОСТНО. БЕЗЛИЧНОСТНОЕ следует видеть в соответствии с действительностью посредством правильной мудрости. Разочарований в чувстве, разочарований в восприятии, разочарований в формациях, разочарований в сознании. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобождается. Когда он освободился, то возникает знание, он освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Индукха сутта, то, что страдательно. СН 22.16. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, форма страдательна. То, что страдательно, то безличностно. Безличностное следует видеть в соответствии с действительностью посредством правильной мудрости. Это не мое, я не таков, это не мое я. Чувство страдательно. Восприятие страдательно. Формации ума страдательны. Сознание страдательно. То, что страдательно, то безличностно. Безличностное следует видеть в соответствии с действительностью посредством правильной мудрости. Это не мое, я не таков, это не мое я. Видя так, монахи, обученный ученик благородных испытывает разочарование в форме, разочарование в чувстве, разочарование в восприятии, разочарование в информациях, разочарование в сознании. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобождается. Когда он освободился, то возникает знание, он освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Еданатта сутта, то, что безличностно. СН 22.17. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, форма безличностна. Безличностную следует видеть в соответствии с действительностью посредством правильной мудрости, это не мое, я не таков, это не мое я. Чувство безличностно. Восприятие безличностно. Формации ума безличностны. Сознание безличностно. Безличностное следует видеть в соответствии с действительностью посредством правильной мудрости, это не мое, я не таков, это не мое я. Видя так, монахи, обученный ученик благородных испытывает разочарование в форме, разочарование в чувстве, разочарование в восприятии, разочарование в формациях, разочарований в сознании. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобождается. Когда он освободился, то возникает знание, он освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Сахетуаничи сутта, непостоянно имеет причину. СН 22.18. В Саваддхе. Благословенный сказал, монахи, форма непостоянна. Причина, условия для происхождения формы также непостоянна. Поскольку форма возникла из того, что непостоянна, как она может быть постоянной? Чувство непостоянно. Восприятие непостоянно. Формации ума непостоянны. Сознание непостоянно. Причина, условия для происхождения сознания также непостоянна. Поскольку сознание возникло из того, что непостоянно, как оно может быть постоянным? Видя так, монахи, обученный ученик благородных испытывает разочарование в форме, разочарование в чувстве, разочарование в восприятии, разочарование в формациях, разочарование в сознании. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобождается. Когда он освободился, то возникает знание, он освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Сахетудукха сутта, страдательная имеет причину. СН 22.19. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, форма страдательна. Причина, условие для происхождения формы также страдательна. Поскольку форма возникла из того, что страдательна, как она может быть счастьем? Чувство страдательна. Восприятие страдательна. Формации ума страдательны. Сознание страдательна. Причина, условие для происхождения сознания также страдательна. Поскольку сознание возникло из того, что страдательна, как оно может быть счастьем? Видя так, монахи, обученный ученик благородных испытывает разочарование в форме, разочарование в чувстве, разочарование в восприятии, разочарование в формациях, разочарование в сознании. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобождается. Когда он освободился, то возникает знание, он освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Сахеттонатта сутта, безличностно имеет причину. СН 22.20. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, форма безличностна. Причина, условия для происхождения формы также безличностна. Поскольку форма возникла из того, что безличностна, как она может быть я? Чувство безличностно. Восприятие безличностно. Формации ума безличностны. Сознание безличностно. Причина, условия для происхождения сознания также безличностна. Поскольку сознание возникло из того, что безличностно, как оно может быть я? Видя так, монахи, обученный ученик благородных испытывает разочарование в форме, разочарование в чувстве, разочарование в восприятии, разочарование в формациях, разочарование в сознании. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобождается. Когда он освободился, то возникает знание, он освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Ананда сутта, Ананда. СН 22.21. В Саваттхе. И тогда достопочтенный Ананда подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, Учитель, так говорят, прекращение, прекращение. Посредством прекращения чего говорится о прекращении? Ананда, форма непостоянна, обусловлена, возникла зависима, подвержена разрушению, угасанию, прекращению. Посредством ее прекращения говорится о прекращении. Чувство непостоянно. Восприятие непостоянно. Формации ума непостоянны. Сознание непостоянно, обусловлено, возникло зависима, подвержено разрушению, – угасанию, прекращению. Посредством его прекращения говорится о прекращении. Именно посредством прекращения этих вещей, Ананда, говорится о прекращении. Тхарасутта – тяжкий груз. СН 22.22. В Саваттхе. Там благословенный сказал так, монахи, я научу вас тяжкому грузу, несущему тяжкий груз, подбиранию тяжкого груза, сбрасыванию тяжкого груза. Слушайте. И что такое, монахи, тяжкий груз? Следует на этот счет сказать так, пять совокупностей, подверженных цеплянью. Какие пять? Форма как совокупность, подверженная цеплянью, чувство как совокупность, подверженная цеплянью, восприятие как совокупность, подверженная цеплянью, формация ума как совокупность, подверженная цеплянью, сознание как совокупность, подверженная цеплянью. Это называется тяжким грузом. И кто такой, монахи, несущий тяжкий груз? Следует на этот счет сказать так, это человек, такой-то почтенный под таким-то именем из такого-то клана. Вот кто такой несущий тяжкий груз, один. И что такое, монахи, подбирание тяжкого груза? Это жажда, которая ищет новое существование, сопровождаемое наслаждением, и страсть, ищущая наслаждение тут и там, то есть, жажда к чувственным удовольствиям, жажда к существованию, жажда к несуществованию. Вот что называется подбиранием тяжкого груза. И что такое, монахи, сбрасывание тяжкого груза? Это безостаточное угасание и прекращение этой самой жажды, оставление и покидание ее, освобождение от нее, отсутствие зависимости от нее. Вот что называется сбрасыванием тяжкого груза. Так сказал благословенный. И сказав так, счастливейший, учитель, далее добавил, пять совокупностей воистину тяжелый груз, и человек, его носитель, подхватывание груза суд страданий в мире, а оставление его блаженно. Откинув тяжесть, положив, не подбирая новый, вырвав сам корень жажды, два, угасший человек свободен от желания. Один, древнеиндийские и буддийские школы Пуггалавады, школа личности, считали этот фрагмент доказательством того, что существует личность Пуггала, как реальная сущность, которая не является пятью совокупностями, но и не отлично от них. По их утверждению, Пуггала не меняется, проходит перерождение, постепенно достигает небабаны. Подобную точку зрения решительно порицали другие буддийские школы, которые видели в такой доктрине замаскированную версию атмана, самости вне буддийских философских системах, и утверждали, что личность в данном случае всего лишь концепция, понятие, и условность, упадая, ярлык, обозначающий пять совокупностей, а не некая субстанциональная реальность. Аналогичного мнения, о том, что личность здесь, это просто условный ярлык, придерживается и тхировадинский комментарий на эту субсту. Два, согласно комментарию, под корнем жажды здесь имеется в виду невежество, а вид же. Паринья субта, полное понимание. СН 22.23. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я научу вас вещам, которые следует полностью понять, а также полному пониманию. Слушайте. И что такое, монахи, вещи, которые следует полностью понять? Форма, монахи, это вещь, которую следует полностью понять. Чувство, монахи, это вещь, которую следует полностью понять. Восприятие, монахи, это вещь, которую следует полностью понять. Формация ума, монахи, это вещь, которую следует полностью понять. Сознание, монахи, это вещь, которую следует полностью понять. Все это называется вещами, которые следует полностью понять. И что такое, монахи, полное понимание, уничтожение жажды, уничтожение злобы, уничтожение заблуждения. Это называется полным пониманием. Абхиджана сутта «Зная напрямую» СН 22.24 В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, если не знать напрямую и не полностью понимать форму, если не становиться беспристрастным по отношению к ней и если не отбрасывать ее, то нет возможности уничтожить страдания. Если не знать напрямую и не полностью понимать чувства, восприятия, формации ума, сознания, если не становиться беспристрастным по отношению к нему и если не отбрасывать его, то нет возможности уничтожить страдания. Монахи, напрямую зная и полностью понимая форму, становясь беспристрастным по отношению к ней, отбрасывая ее, есть возможность уничтожить страдания. Напрямую зная и полностью понимая чувства, восприятия, формации, сознания, жизни, становясь беспристрастным по отношению к нему, отбрасывая его, есть возможность уничтожить страдания. Один, в МН1 сказано, что ученик, Секха, напрямую познал, Абиньяй, каждую из двадцать четыре сфер измышления, но всё ещё должен практиковать далее, чтобы полностью понять их, Париньянтаса. Только Арахант, который не ученик, а Секха, как сказано, полностью понял, Париньянт Абиньянтаса. Чандарага сутта, желание и жажда. СН 22.25. В Саваттхе. Благословенный сказал, «Монахи, отбросьте желание и жажду к форме. Так, эта форма будет оставлена, отрезана под корень, сделана подобная обрубка пальмы, уничтожена, не способная болей появиться в будущем. Отбросьте желание и жажду к чувству, восприятию, формациям ума, сознанию. Так, это сознание будет оставлено, отрезано под корнем, сделано подобным обрубку пальмы, уничтожено, не способно и болей появиться в будущем». Ассада сутта, привлекательность. СН 22.26. В Саваттхе. Благословенный сказал, «Монахи, до моего просветления, пока я всё ещё был бодхисаттой, ещё не полностью просветлённым, мысль пришла ко мне, в чём заключается привлекательность, опасность и спасение в отношении формы? В чём заключается привлекательность, опасность, спасение в отношении чувства, восприятия, формация ума, сознания? И тогда, монахи, мысль пришла ко мне, удовольствие и радость, которые возникают в зависимости от формы, вот что является привлекательностью формы. Эта форма не постоянно, страдательно, подвержена изменению, вот что является опасностью формы. Устранение и оставление желания и жажды к форме, вот что является спасением от формы. ... «Усранение и оставление желаний и жажды к сознанию, вот что является спасением – от Lust Dual可以 позже. И это Сознание не постоянно, страдательно, подвержено изменению, вот что является опасностью сознания. … Устранение и оставление желаний и жажды к сознанию, вот что является спасением от сознания. ... Покуда, монахи, я напрямую не узнал в соответствии с действительностью привлекательность, опасность и спасение в отношении этих пяти совокупностей, подверженных цеплянию, я не заявлял о том, что пробудился в непревзойденное и совершенное просветление в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей. Но когда я напрямую узнал в соответствии с действительностью привлекательность, опасность и спасение в отношении этих пяти совокупностей, подверженных цеплянию, я заявил о том, что пробудился в непревзойденное и совершенное просветление в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей. Знания и видения возникли во мне, непоколебимо освобождение моего ума. Это мое последнее рождение. Не будет больше нового существования. Дутия Сада Сутта, Привлекательность 2. СН 22.27. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я отправился на поиски привлекательности формы. Какая бы привлекательность формы не существовала, ее я открыл. Я четко увидел мудростью то, насколько далеко простирается привлекательность формы. Монахи, я отправился на поиски опасности формы. Какая бы опасность формы не существовала, ее я открыл. Я четко увидел мудростью то, насколько далеко простирается опасность формы. Монахи, я отправился на поиски спасения от формы. Какое бы спасение от формы не существовало, его я открыл. Я четко увидел мудростью то, насколько далеко простирается спасение от формы. Монахи, я отправился на поиски привлекательности, опасности, спасения чувства, восприятия, формации ума. Сознание. Какое бы спасение от сознания не существовало, его я открыл. Я четко увидел мудростью то, насколько далеко простирается спасение от сознания. Покуда, монахи, я напрямую не узнал в соответствии с действительностью привлекательность, опасность, и спасение в отношении этих пяти совокупностей, пяти, подверженных цеплянию, я не заявлял о том, что пробудился в непревзойденное и совершенное просветление в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей. Но когда я напрямую узнал в соответствии с действительностью привлекательность, опасность и спасение в отношении этих пяти совокупностей, подверженных цеплянию, я заявил о том, что пробудился в непревзойденное и совершенное просветление в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов отшельников, богов и людей. Знания и видения возникли во мне, непоколебимое освобождение моего ума. Это мое последнее рождение. Не будет больше нового существования. Татья-с-сада сутта, привлекательность 3. СН 22.28. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, если бы не было привлекательности в форме, то существа не могли бы очароваться ей. Но поскольку существует привлекательность в форме, существа становятся очарованными ею. Если бы не было опасности в форме, то существа не могли бы ощутить разочарование в отношении нее. Но поскольку существует опасность в форме, существа испытывают разочарование в отношении нее. Если бы не было спасения от формы, то существа не могли бы спастись от нее. Но поскольку существует спасение от формы, существа спасаются от нее. Монахи, если бы не было привлекательности – в чувстве. Монахи, если бы не было привлекательности – в восприятии. Монахи, если бы не было привлекательности – в формациях ума. Монахи, если бы не было привлекательности в сознании, то существа не могли бы очароваться им. Но поскольку существует привлекательность в сознании, то существа становятся очарованными им. Если бы не было опасности в сознании, то существа не могли бы ощутить разочарование в отношении него. Но поскольку существует опасность в сознании, существа испытывают разочарование в отношении него. Если бы не было спасения от сознания, то существа не могли бы спастись от него. Но поскольку существует спасение от сознания, существа спасаются от него. Покуда, монахи, существа напрямую не узнали в соответствии с действительностью привлекательность как привлекательность, опасность как опасность, спасение как спасение и в отношении этих пяти совокупностей, подверженных цеплянию, они не спаслись от этого мира с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников. богов и людей. Они не отделились от него, не освободились от него, не пребывают с умом, лишенным преград. Но когда они напрямую узнали все это в соответствии с действительностью, то они спаслись от этого мира с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей. Они отделились от него, освободились от него, пребывают с умом, лишенным преград. 1.1. Преграды, Марияда. Согласно комментарию, преграды двояки, это загрязнение в уме и круговерть перерождений. Абхинандана сутта «Наслаждений». СН 22.29. В Саваддхе. Благословенный сказал, монахи, тот, кто ищет наслаждение в форме, тот ищет наслаждение в страдании. Тот, кто ищет наслаждение в страдании, тот, я говорю вам, не свободен от страдания. Тот, кто ищет наслаждение в чувстве, восприятии, формациях ума, сознании, тот ищет наслаждение в страдании. Тот, кто ищет наслаждение в страдании, тот, я говорю вам, не свободен от страдания. Тот, кто не ищет наслаждение в форме, чувстве, восприятии, формациях, сознании, тот не ищет наслаждение в страдании. Тот, кто не ищет наслаждение в страдании, тот, я говорю вам, свободен от страдания. Упада сутта «Возникновение». СН 22.30. В Саваддхе. Монахи, возникновение, продолжительность, образование и проявление формы является также возникновением, продолжительностью и проявлением старения и смерти. Возникновение, продолжительность, образование и проявление чувства, восприятия, формации ума. Сознание является также возникновением, продолжительностью и проявлением старения и смерти. Прекращение, угасание, исчезновение формы, чувства, восприятия, формации, сознание является также прекращением страдания, угасанием болезни, исчезновением старения и смерти. Акхамула сутта, корень мучения СН 22.31. В Саваттхе. Монахи, я научу вас мучению и корню мучения. Слушайте. И что такое, монахи, мучение? Форма, это мучение. Чувство, это мучение. Восприятие, это мучение. Формация ума, это мучение. Сознание, это мучение. Это называется мучением. И что такое, монахи, корень мучения? Это самая жажда, что ведет к новому существованию, сопровождаемая наслаждением и страстью, ищущая наслаждение тут и там. То есть, жажда к чувственным удовольствиям, жажда к существованию, жажда к несуществованию. Это называется корнем мучения. Папхангу сутта, хрупкая. СН 22.32. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я научу вас хрупкому и нехрупкому. Слушайте. И что такое, монахи, хрупкое, и что такое нехрупкое? Форма, это хрупкое. Ее прекращение, затихание, угасание, это нехрупкое. Чувство, это хрупкое. Восприятие, это хрупкое. Формация ума, это хрупкое. Сознание, это хрупкое. Его прекращение, затихание, угасание, это нехрупкое. Подхаманатумхака сутта, не ваши один. СН 22.33. В Саватхе. Благословенный сказал, монахи, то, что не является вашим, отпустите это. Это отпускание станет причиной вашего счастья и благополучия. И что не является вашим? Форма не является вашей, отпустите ее. Это отпускание станет причиной вашего длительного счастья и благополучия. Чувство не является вашим. Восприятие не является вашим. Формация не является вашим. являются вашими. Сознание не является вашим, отпустите его. Это отпускание станет причиной вашего длительного счастья и благополучия. Как вы думаете, монахи, если бы кто-нибудь собирал бы или сжигал бы или делал что пожелает с этой травой, ветками, хворостом и листьями в этой роще джеты, могли бы вы подумать так, это нас это человек собирает, сжигает, делает что пожелает? Нет, учитель. И почему? Потому что всё это, это не мы, и это не наше. Точно так же, монахи, всё, что не является вашим, отпустите это. Это отпускание станет причиной вашего длительного счастья и благополучия. И что не является вашим? Форма не является вашей. Чувство не является вашим. Восприятие не является вашим. Формация не являются вашими. Сознание не является вашим, отпустите его. Это отпускание станет причиной вашего счастья и благополучия. Дутияна Тумхака сутта, не ваши два. СН-22-34. Сутта в точности идентична СН-22-33, но только здесь нет примера с ветками-листьями. Аньитара Пхикху сутта, один монах один. СН-22-35. В Саваттхе. И тогда один монах подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, было бы хорошо, если бы Благословенный вкратце научил бы меня Дхаме так, чтобы я пребывал бы один, в уединении, будучи прилежным, старательным, решительным». Монах, если у человека есть скрытая склонность к чему-либо, то он не рассматривается в этих рамках, один. Если у него нет скрытой склонности к чему-либо, то он не рассматривается в этих рамках. Понятно, Благословенный. Понятно, Счастливый. Как же ты, монах, понял в подробностях значение того, что было сказано мной вкратце? Если, учитель, у человека имеется скрытая склонность к форме, то он рассматривается в рамках формы. Если у него есть скрытая склонность к чувству, то он рассматривается в рамках чувства. Если у него есть скрытая склонность к восприятию, то он рассматривается в рамках восприятия. Если у него есть скрытая склонность к формациям ума, то он рассматривается в рамках формаций. Если у него есть скрытая склонность к сознанию, то он рассматривается в рамках сознания. Если, учитель, у человека нет скрытой склонности к форме, чувству, восприятию, формациям, сознанию, то он не рассматривается в рамках этого. Вот так, учитель, я понял в подробностях значение того, что было сказано благословенным в Крадзе. Хорошо, хорошо, монах. Хорошо, что ты так понял в подробностях значения того, что было сказано мной в Крадзе. Если, монах, у человека имеется скрытая склонность к форме, то он рассматривается в рамках формы. Если у него есть скрытая склонность к чувству, то он рассматривается в рамках чувства. Если у него есть скрытая склонность к восприятию, то он рассматривается в рамках восприятия. Если у него есть скрытая склонность к формациям ума, то он рассматривается в рамках формаций. Если у него есть скрытая склонность к сознанию, то он рассматривается в рамках сознания. Если у человека нет скрытой склонности к форме, чувству, восприятию, формациям, сознанию, то он не рассматривается в рамках этого. Вот как следует понимать в подробностях значение того, что было сказано мною вкратце. И затем тот монах, возрадовавшись и восхитившись утверждению благословенного, поднялся со своего сиденья, поклонился благословенному и, обойдя его с правой стороны, ушел. И затем, пребывая в одиночестве, в уединении, будучи старательным, бдительным, решительным, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас он вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Так тот монах стал одним из арахантов. Один, три скрытые тенденции или склонности – это жажда, злоба, невежество. Согласно комментарию, если у человека есть скрытая склонность к форме посредством чувственной жажды и так далее, то он рассматривается, описывается, в рамках этой самой скрытой склонности как похотливый, злобный, заблуждающийся. Но когда такой тенденции в человеке нет, то он не считается таковым. В хикху-бодхе мы можем предположить, что человек описывается таким образом не только посредством загрязнений, но и более явным образом посредством того, какой из пяти совокупностей он более предрасположен. Например, тот, кто больше склонен к форме, тот считается физической личностью. Тот, кто склонен к чувству, тот считается гедонистом. Тот, кто к восприятию, тот считается эстетом. Тот, кто склонен к волевым формациям, тот считается человеком действия. Тот, кто склонен к сознанию, считается мыслителем и тому подобное. Дутиуэнни-тарабхикху сутта, 1 монах 2. СН 22.36. Сутта в точности идентична СН 22.35, за исключением того, что вместо фразы рассматривается в рамках, здесь идет фраза измеряется в соответствии. 1. Аномиэтия, измерять. В известном фрагменте из Маджхи Маникая Мн 1, 487-88, сказано, что Татхагата свободен от рассмотрения в рамках формы, рупасангхавимута, чувства, восприятия, формации, сознания, и является неизмеримым, аппамия, как океан. Ананда сутта, Ананда 1. СН 22.37. В Саватхе. И тогда Достопочтенный Ананда подошел к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем Благословенный сказал Достопочтенному Ананде, пока тот сидел рядом, если, Ананда, тебя спросили бы, друг Ананда, каков и вещи, в отношении которых можно различить возникновение, можно различить исчезновение, можно различить изменение того, что устойчиво? То, будучи спрошенным так, как бы ты ответил? Один, учитель, если бы меня так спросили, я бы ответил, друзья, с формой можно различить возникновение, различить исчезновение, различить изменение того, что устойчиво. С чувством, с восприятием, с формациями ума, с сознанием можно различить возникновение, различить исчезновение, различить изменение того, что устойчиво. Таковы, друзья, вещи, в отношении которых которых можно различить возникновение, можно различить исчезновение, можно различить изменение того, что устойчиво. Хорошо, хорошо, Ананда. С формой, Ананда, можно различить возникновение, можно различить исчезновение, можно различить изменение того, что устойчиво. С чувством, с восприятием, с формациями, с сознанием, можно различить изменение того, что устойчиво. Таковы, Ананда, эти вещи, в отношении которых можно различить исчезновение, изменение того, что устойчиво. Будучи спрошенным так, Ананда, именно так тебе и следует ответить. Один, примечание переводчика СВ, согласно комментарию, здесь речь идет о кратчайших моментах возникновения, продолжительности, исчезновения Дхамы. Однако, если мы посмотрим и СН-22-5, то увидим, что происхождение и исчезновение пяти совокупностей объясняются будто иначе, а именно, как весьма продолжительные по времени явления, которые возникают и исчезают в соответствии со схемой зависимого возникновения, пятичаса мукпада, при рассмотрении периода длиной в минимум две жизни, это жизни следующей, а не как моментность Дхам, как-то трактует комментарий. Дутио-Ананда сутта, Ананда-2. СН-22-38. В Саваддхе. И тогда Достопочтенный Ананда подошел к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Благословенный затем сказал Достопочтенному Ананде, пока тот сидел рядом, если, Ананда, тебя спросили, друг Ананда, каковы вещи, в отношении которых можно было различить возникновение, можно было различить исчезновение, можно было различить изменение того, что устойчиво? Каковы вещи, в отношении которых можно будет различить возникновение, можно будет различить исчезновение, можно будет различить изменение того, что устойчиво? Каковы вещи, в отношении которых можно различить возникновение, можно различить исчезновение, можно различить изменение того, что устойчиво, то, будучи спрошенным так, как бы ты ответил? Учитель, если бы меня так спросили, я бы ответил, друзья, с формой, которая прошла, прекратилась, изменилась, можно было различить возникновение, можно было различить исчезновение, можно было различить изменение того, что устойчиво. С чувством, с восприятием, с формациями, с сознанием, которое прошло, прекратилось, изменилось, можно было различить возникновение, можно было различить исчезновение, можно было различить изменение того, что устойчиво. В отношении этих вещей, друзья, можно было различить возникновение, изменение того, что устойчиво. Друзья, с формой, которая еще не родилась, не проявилась, можно будет различить возникновение, можно будет различить исчезновение, можно будет различить изменение того, что устойчиво. С чувством, с восприятием, с формациями, с сознанием, которое еще не родилось, не проявилось, можно будет различить возникновение, можно будет различить исчезновение, можно будет различить изменение того, что устойчиво. В отношении этих вещей, друзья, можно будет различить возникновение, изменение того, что устойчиво. Друзья, с формой, которая родилась, проявилась, можно различить возникновение, можно различить исчезновение, можно различить изменение того, что устойчиво. С чувством, с восприятием, с формациями, с сознанием, которое родилось, проявилось, можно различить возникновение, можно различить исчезновение, можно различить изменение того, что устойчиво. В отношении этих вещей, друзья, можно различить возникновение, изменение того, что устойчиво. Будучи спрошенным так, учитель, вот как я бы ответил. Хорошо, хорошо, Ананда. С формой, Ананда, которая прошла, прекратилась, изменилась, можно было различить возникновение. С сознанием, которое родилось, проявилось, можно различить возникновение, можно различить исчезновение, можно различить изменение того, что устойчиво. Будучи спрошенным так, Ананда, именно так тебе и следует ответить. Анатхамма сутта, в соответствии с Дхаммой 1 СН 22.39 В Саваттхе Благословенный сказал, монахи, когда монах практикуют в соответствии с Дхаммой, то вот что согласуется с Дхаммой, он должен пребывать, будучи поглощенным в разочаровании по отношению к форме, чувству, восприятию, формациям ума, сознанию. Тот, кто пребывает, будучи поглощенным в разочаровании по отношению к форме, чувству, восприятию, формациям, сознанию, полностью понимает форму, чувства, восприятия, формации, сознании. Тот, кто полностью понимает форму, чувство, восприятие, формации, сознании, тот свободен от формы, чувства, восприятия, формации, сознания. Он освобожден от рождения, старения, смерти. Освобожден от печали, стенания, боли, неудовольствия и отчаяния. Он освобожден от страдания, я говорю вам. Дутиуэнна Дхамма Сутта, в соответствии с Дхаммой 2. СН 22.40. Сутта в точности аналогична СН 22.39, но только вместо фразы пребывая, будучи поглощенным в разочаровании здесь идёт пребывая в созерцании непостоянства. Татиуэнна Дхамма Сутта, в соответствии с Дхаммой 3. СН 22.41. Сутта в точности аналогична СН 22.39, но только вместо фразы пребывая, будучи поглощенным в разочаровании здесь идёт пребывая в созерцании страдания. Читуттханудхамма сутта, в соответствии с Дхаммой 4. СН 22.42 Сутта в точности аналогична СН 22.39, но только вместо фразы «пребывая», будучи поглощенным в разочаровании здесь идет пребывая в созерцании безличности. От Тадипа сутта, «Будьте сами себе островом». СН 22.43 В Саваттхе. Благословенный сказал, «Монахи, будьте сами себе островом, сами себе прибежищем, не имея иного прибежища, живите с Дхаммой в качестве острова, с Дхаммой в качестве прибежища, не имея иного прибежища». Когда вы будете сами себе островом, с Дхаммой в качестве прибежища, не имея иного прибежища, то само это основание следует изучать так, из чего рождаются печаль, стинание, боль, горе и отчаяние. Как они возникают? И, монахи, из чего рождаются печаль, стинание, боль, горе и отчаяние? Как они возникают? Вот, монахи, не обученный заурядный человек, не навещающий благородных, не обученный в их дисциплине и их Дхамме, не навещающий чистых умом людей, не обученный в их дисциплине и их Дхамме, считает, что «Форма – это я, или что я владеет формой, или что форма находится внутри я, или что я находится в форме». Эта его форма претерпевает изменения и перемены. С изменением и переменной формы в нем возникает печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Он считает, что чувство, восприятие, формация ума, сознание – это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри я, или что я находится в сознании. Это его сознание претерпевает изменения и перемены. С изменением и переменной сознания в нем возникает печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Но, монахи, когда человек понял непостоянство формы, ее изменений, угасаний, прекращений, когда он увидел в соответствии с действительностью за счет правильной мудрости, в прошлом и также и сейчас в настоящем всякая форма непостоянна, страдательна, подвержена изменению, то тогда печаль, стенание, боль, горе и отчаяние отбрасываются. С их отбрасыванием он не становится взволнованным. Будучи невзволнованным, он пребывает счастливым. Про монаха, который пребывает счастливым, говорится, что он угас в этом отношении, один. Когда он понял непостоянство чувства, восприятия, формации, сознания, его изменений, угасаний, прекращений, когда он увидел в соответствии с действительностью за счет правильной мудрости, в прошлом и также и сейчас в настоящем всякое сознание непостоянно, страдательно, подвержено изменению, то тогда печаль, стенание, боль, горе и отчаяние отбрасываются. С их отбрасыванием он не становится взволнованным. Будучи невзволнованным, он пребывает счастливым. Про монаха, который пребывает счастливым, говорится, что он угас в этом отношении. Один, Таданга Нигбута Тивучатя. Хотя Нигбута является причастием прошедшего времени, используемой для описания того, кто достиг Нигбаны, приставка Таданга придает ное значение, то есть, что он еще на самом деле не достиг Нигбаны, но приблизил ее достижение. То есть, можно считать это выражение и тот, кто достиг Нигбаны в этом отношении только как обретение определенной, но не полной, свободы. Патипада сутта «Путь» СН 22.44. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я научу вас пути, ведущему к возникновению самоопределения и пути, ведущему к прекращению самоопределения. Слушайте. И каков, монахи, путь, ведущий к возникновению самоопределения? Вот, монахи, не обученный заурядный человек, не навещающий благородных, не обученный в их дисциплине и их Дхамме, не навещающий чистых умом людей, не обученный в их дисциплине и их Дхамме, считает, что форма – это я, или что я владеет формой, или что форма находится внутри я, или что я находится в форме. Он считает, что чувство, восприятие, формация ума, сознание – это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри «я», или что «я» находится в сознании. Это, монахи, называется путем, ведущим к возникновению самоопределения. Когда сказано «путь, ведущий к возникновению самоопределения», то значение здесь таково – это способ отношения к вещам, который приводит к возникновению страдания. И каков, монахи, путь, ведущий к прекращению самоопределения? Вот, монахи, обученный ученик благородных, навещающий благородных, обученный в их дисциплине Ихдхамме, навещающий чистых умом людей, обученный в их дисциплине Ихдхамме, не считает, что форма – это я, или что я владеет формой, или что форма находится внутри я, или что я находится в форме. Он не считает, что чувство, восприятие, формации, сознание – это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри я, или что я находится в сознании. Это, монахи, называется путем, ведущим к прекращению самоопределения. Когда сказано «путь, ведущий к прекращению самоопределения», то значение здесь таково – это способ отношения к вещам, который приводит к прекращению страдания. Патхама Аничья Сутта – непостоянная 1. СН 22.45. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи – форма непостоянна. То, что непостоянна – страдательна. То, что страдательна, то безличностна. Безличностное следует видеть в соответствии с действительностью посредством правильной мудрости. Это не мое, я не таков, это не мое я. Когда человек видит в соответствии с действительностью посредством правильной мудрости, его ум становится беспристрастным и освобожденным от пятен загрязнений ума за счет отсутствия цепляния. Чувство непостоянно, восприятие непостоянно, формация ума непостоянны, сознание непостоянно. То, что непостоянно – страдательна. То, что страдательно, то безличностно. Безличностное следует видеть в соответствии с действительностью посредством правильной мудрости. Это не мое, я не таков, это не мое я. Когда человек видит в соответствии с действительностью посредством правильной мудрости, ум становится беспристрастным и освобожденным от пятен загрязнений ума из-за отсутствия цепляния. Если, монахи, ум монаха стал беспристрастным по отношению к элементу формы, то он освобожден от пятен загрязнений ума за счет отсутствия цепляния. Если его ум стал беспристрастным по отношению к элементу чувства, элементу восприятия, элементу формации, элементу сознания, то он освобожден от пятен загрязнения ума за счет отсутствия цепляния. Будучи освобожденным, он устойчив. Будучи устойчивым, он удовлетворен. Будучи удовлетворенным, он невзволнован. Будучи невзволнованным, монах лично достигает небабаны. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Дутиуя Ничи Сутта, Непостоянные 2. СН 22.46. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, форма непостоянна, чувство непостоянно, восприятие непостоянно, формация ума непостоянны, сознание непостоянно. То, что непостоянно, страдательно. То, что страдательно, то безличностно. Безличностно следует видеть в соответствии с действительностью посредством правильной мудрости. Это не мое, я не таков, это не мое я. Когда человек видит в соответствии с действительностью посредством правильной мудрости, он более не имеет воззрений в отношении прошлого. Когда он более не имеет воззрений в отношении прошлого, он более не имеет воззрений в отношении будущего. Когда он более не имеет воззрений в отношении будущего, он более не имеет упертого цепляния, один. Когда он более не имеет упертого цепляния, его ум становится беспристрастным по отношению к форме, чувству, восприятию, формациям, сознанию, и он освобожден от пятен загрязнений ума за счет отсутствия цепляния. Будучи освобожденным, он устойчив. Будучи устойчивым, он удовлетворен. Будучи удовлетворенным, он невзволнован. Будучи невзволнованным, монах лично достигает небыбаны. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Один, взгляды о прошлом, пупбарантанудитхе, и о будущем, аппарантанудитхе, совершенно точно относятся к Брахмаджала-суте, ДН1, которая описывает 62 спекулятивных воззрения, 18 о прошлом и 44 о будущем. Комментарий подтверждает эту точку зрения и поясняет также, что на этом этапе возникает первый путь. Подкомментарий поясняет, что это происходит с полным отбрасыванием этих воззрений. Следующий же фрагмент говорит о трех следующих, более высоких путях и плодах. Что касается упертого цепляния, то комментарий поясняет, что под этим подразумевается упрямство в отношении воззрений, дитхитхамаса, и цепляние к воззрениям, дитхипарамаса. Саманпасана сутта, способ отношения к вещам. СН 22.47. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, те жрецы и отшельники, которые различными способами считают что-либо своим я, все они считают своим я пять совокупностей, подверженных цеплянию, или одну из них. Какие пять? Вот, монахи, не обученный заурядный человек, не навещающий благородных, не обученный в их дисциплине и их дхами, не навещающий чистых умом людей, не обученный в их дисциплине и их дхами, считают, что форма – это я, или что я владеет формой, или что форма находится внутри я, или что я находится в форме. Он считает чувства, восприятие, формации ума. Сознание – это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри я, или что я находится в сознании. Таким образом, этот способ отношения к вещам и идея – я есть, не устранены в нем. Поскольку, я есть, не устранено, то имеет место нисхождение пяти качеств органов чувств – качество глаза, качество уха, качество носа, качество языка, качество тела. 1. Есть, монахи, ум, есть ментальные феномены, есть элемент невежества. Когда необученный заурядный человек испытывает контакт посредством чувства, рожденного невежественным контактом, то в нем возникает идея – я есть, я есть это, я буду существовать, я не буду существовать, я буду состоять из формы, я буду бесформенным, я буду иметь восприятие, я не буду иметь восприятие, я не буду, не буду иметь восприятие. 2. Пять качеств органов чувств остаются, монахи, но в отношении них обученный ученик благородных отбрасывает невежество и пробуждает истинное знание. С укасанием невежества и возникновением истинного знания в нем не возникает идея «я есть, я есть это». Я не буду, не буду иметь восприятие. Все это не возникает в нем. 1. Согласно Пхикху Бодхе, здесь речь идет о процессе перерождения, который основан на заблуждении в отношении личностной самости. В других суттах слово «нисхождение», о ваканте, например, сознание или имени и формы, подразумевает начало нового существования, например, в СН 1239, 58, 59, согласно комментарию, когда имеется данная группа загрязнений, то имеет место возникновение пяти качеств, органов чувств, обусловленных загрязнениями и каммой. 2. Согласно Пхикху Бодхе, здесь речь идет о том, как новая каммически активная фаза существования запускается благодаря возобновленному восприятию в рамках идеи «я есть и воззрение самости». Комментарий поясняет, что ум, мана, здесь является каммическим сознанием, каммамана, и ментальными феноменами, пхамма, в качестве объекта. Или же, как вариант, что первое, это пхаванга и обращающиеся сознание. Невежественный контакт, авиджасамбхаса, это контакт. Связанный с неведением. Неведение является наиболее фундаментальной причиной, которая лежит в основе всего процесса, и когда она активируется чувством, то возникает идея «я есть», как проявление жажды и самомнения. Идея «я есть» – это возникает после, когда уже появилась идея «я есть», на основании той или иной из пяти совокупностей. В конечном счете, полные терналистические или аннигилиционистические воззрения возникают, когда воображаемое «я» считается либо переживающим момент смерти, либо уничтожающимся в момент смерти. Таким образом, данный отрывок предлагает альтернативную версию зависимого возникновения, где способ отношения к вещам и идея «я есть» относится к причинно-активной стороне прошлой жизни. Пять совокупностей – к результатной стороне нынешней жизни. Повторное возникновение идеи «я есть» к причинной стороне нынешней жизни. Это, в свою очередь, продуцирует новое существование, жизнь, в будущем. Пхантха-сутта «Совокупности» СН 22.48 В Саваттхе Благословенный сказал, «Монахи, я научу вас пяти совокупностям и пяти совокупностям, подверженным цеплянью. Слушайте! И что такое, монахи, пять совокупностей?» Любой вид формы – прошлой, настоящей, будущей, внутренней или внешней, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой – это называется совокупностью формы. Любовь и чувства. Любой вид восприятия. Любой вид формации ума. Любой вид сознания – прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого – это называется совокупностью сознания. Это, монахи, называется пятью совокупностями. И что такое, монахи, пять совокупностей, подверженные цеплянью? Любой вид формы – прошлой, настоящей, будущей, внутренней или внешней, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, которая запятнана, и которой можно прицепиться, вот что называется совокупностью формы, подверженной цеплянью. Любой вид сознания – прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, которая запятнана, и которому можно прицепиться, вот что называется совокупностью сознания, подверженной цеплянью. Это, монахи, называется пятью совокупностями, подверженным цеплянью, один. Один, по словам достопочтенного Бодхи, может показаться, что в случае с просто совокупностями имеются в виду совокупности араханта, не запятнанные, к которым нельзя прицепиться. Однако, как он отмечает далее, согласно комментарию, таковыми являются лишь четыре умственных совокупности араханта в момент сверхмерских путей и плодов. Остальные же совокупности относятся к запятнанным совокупностям, подверженным цеплянью, поскольку они являются подходящими объектами для того, чтобы к ним возникла привязанность и цеплянии. В этом смысле и совокупности араханта, за исключением вышеуказанных, являются запятнанными и подверженными цеплянью, так как другие существа могут испытать привязанность к ним. Примечание переводчика СВ, однако, если следовать трактовке комментария, остается непонятным, почему Будда говорит о возможности существования незапятнанной формы, к которой нет цепляния. Сона сутта, Сона. СН 2249. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. И тогда Сона, сын домохозяина, подошел к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем Благословенный обратился к Соне, сыну домохозяина, Сона, когда какие-либо жрецы и отшельники на основании формы, которой они постоянно, страдательны и подвержены изменениям, считают себя таковыми, я лучше или я такой же или я хуже, то не от того ли это, что они не видят вещи в соответствии с действительностью? Когда какие-либо жрецы и отшельники на основании чувства, восприятия, формации ума, сознания, которые не постоянно, страдательны и подвержены изменениям, считают себя таковыми, я лучше или я такой же или я хуже, то не от того ли это, что они не видят вещи в соответствии с действительностью? Когда какие-либо жрецы и отшельники на основании формы, чувства, восприятия, формации ума, сознания, которые не постоянно, страдательны и подвержены изменениям, не считают себя таковыми, я лучше или я такой же или я хуже, то не от того ли это, что они видят вещи в соответствии с действительностью? Как ты думаешь, сона, постоянно ли форма или непостоянно? Непостоянно, господин. А то, что непостоянно, то является страданием или счастьем? Страданием, господин. А то, что непостоянно и страдательно, подвержено изменению, может ли считаться таковым, это мое, я таков, это мое я? Нет, господин. Чувства постоянно или непостоянно. Восприятие постоянно или непостоянно. Формации постоянно или непостоянны. Сознание постоянно или непостоянно? Непостоянно, господин. А то, что непостоянно и страдательно, подвержено изменению, может ли считаться таковым? Это мое, я таков, это мое я. Поэтому, сона, любой вид формы, прошлой, настоящей, будущей, внутренней или внешней, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, всякую форму следует видеть в соответствии с действительностью и правильной мудростью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Любой вид чувства, любой вид восприятия, любой вид формации, любой вид сознания, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, всякое сознание следует видеть в соответствии с действительностью и правильной мудростью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Видя так, сона, обученный ученик благородных испытывает разочарование в отношении формы, чувства, восприятия, формаций, сознания. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобожден. Когда он освобожден, приходит знание, освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Дутие Сона Сутта, Сона 2. СН 22.50. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе в Бамбуковой роще в Беличьем святилище. И тогда Сона, сын домохозяина, подошел к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем Благословенный обратился к Соне, сыну домохозяина, Сона, те жрецы и отшельники, которые не понимают формы, ее происхождения, ее исчезновения, и пути, ведущего к ее исчезновению, не понимая чувства, восприятия, формации, сознания, его происхождения, его исчезновения, и пути, ведущего к его исчезновению, таких я не считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, и эти почтенные не входят, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, и не пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Но, Сона, те жрецы и отшельники, которые понимают форму, ее происхождение, ее исчезновение, и путь, ведущий к ее исчезновению, понимая чувства, восприятия, формации, сознания, его происхождение, его исчезновение, и путь, ведущий к его исчезновению, тех я считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, и эти почтенные, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, входят и пребывают в цели отшельничества или в цели жречества». Нандикхая сутта Уничтожение наслаждения 1 СН 22.51 В Саватхе Благословенный сказал, «Монахи, вот монах видит непостоянную форму, которая действительно непостоянна, это его правильное воззрение. Видя правильно, он ощущает разочарование. С уничтожением наслаждения наступает уничтожение жажды. С уничтожением жажды наступает уничтожение наслаждения. С уничтожением наслаждения и жажды ум освобожденный говорится, что он хорошо освобожден, один. Монах, который видит непостоянным чувства, восприятие, формации, сознание, которое действительно непостоянно, это его правильное воззрение. Видя правильно, он ощущает разочарование. С уничтожением наслаждения наступает уничтожение жажды. С уничтожением жажды наступает уничтожение наслаждения. С уничтожением наслаждения и жажды ум освобожденный говорится, что он хорошо освобожден. Один, согласно комментарию, здесь утверждается взаимное уничтожение и наслаждение, Нанди, и жажды, Рага, для того, чтобы показать, что между ними нет никакого существенного отличия, то есть что это синонимы. Или же, как вариант, наслаждение отбрасывается посредством разочарования, которое происходит в практике созерцания отвратительности, Ниббедану Пассана. Жажда отбрасывается при становлении беспристрастным, которое происходит посредством созерцания беспристрастности, верган Пассана. Таким образом, фраза с уничтожением жажды происходит уничтожение наслаждения обозначает путь. А фраза с уничтожением наслаждения происходит уничтожение жажды обозначает плод. Дутия-надикхая сутта «Уничтожение наслаждения 2» СН 252. В Саваддхе Благословенный сказал, монахи, внимательно рассматривайте форму. Распознавайте непостоянство формы в соответствии с действительностью. Когда монах внимательно рассматривает форму и распознает непостоянство формы в соответствии с действительностью, то он ощущает разочарование в форме. С уничтожением наслаждения наступает уничтожение жажды. С уничтожением жажды наступает уничтожение наслаждения. С уничтожением наслаждения и жажда ум освобожден и говорится, что он хорошо освобожден. Монахи, внимательно рассматривайте чувства. Восприятие, формации, сознание, с уничтожением наслаждения и жажда ум освобождённый говорится, что он хорошо освобождён. Упая сутта «Вовлечённость» СН 22.53 В Саваттхе Благословенный сказал, монахи, тот, кто вовлечён, один, тот не освобождён. Тот, кто не вовлечён, тот освобождён. Сознание, монахи, основываясь, может основываться, будучи вовлечённым формой. Опираясь на форму, утверждаясь на форме, окроплённой наслаждением, оно может прийти к возрастанию, увеличению, расширению. Или же, сознание, основываясь, может основываться, будучи вовлечённым чувством, восприятием, формациями ума. Опираясь на формации, утверждаясь на формациях, окроплённой наслаждением, оно может прийти к возрастанию, увеличению, расширению. Монахи, хотя кто-то может сказать, помимо формы, помимо чувства, помимо восприятия, помимо формации я объявлю о появлении движения сознания, его смерти-перерождении, его возрастании, увеличении, расширении, такое в реальности невозможно. Монахи, если монах отбросил жажду к элементу формы, то с отбросыванием жажды отсекается основа, нет поддержки для утверждения сознания, 2. Если он отбросил жажду к элементу чувства, элементу восприятия, элементу формации, элементу сознания, то с отбросыванием жажды отсекается основа, нет поддержки для утверждения сознания. Когда это сознание не утверждено, не приходит к возрастанию, непродуцируемо, 3. Оно освобождено. Будучи освобожденным, оно устойчиво. Будучи устойчивым, оно удовлетворено. Будучи удовлетворенным, монах невзволнован. Будучи невзволнованным, он лично достигает неббаны. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. 1. Согласно комментарию, вовлечен, упая, это когда кто-либо подошел, упагато, к пяти совокупностям посредством жажды, самомнения, воззрений. 2. Согласно комментарию, основа, или объект, отсекается, поскольку нет возможности для перерождения. Согласно под комментарию, нет камы, которая продуцирует перерождение. 3. Анатхи-сангхачавимутам. Непродуцируемое сознание, это сознание, которое не порождает волевых формирователей, сангхар. Согласно комментарию, оно является освобожденным, так как не продуцирует перерождение. Биджи-сутта, семена. СН 22.54. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, есть пять видов семян, один. Какие пять? Корневые семена, стеблевые семена, узловые семена, отростковые семена, и, как пятые, семена завязи. Если эти пять видов семян не разбиты, не испорчены, не повреждены ветром и солнцем, плодородные, бережно выращены, но нет ни земли, ни воды, то могут ли эти пять видов семян прийти к возрастанию, увеличению, расширению? Нет, учитель. Если эти пять видов семян разбиты, испорчены, повреждены ветром и солнцем, не плодородные, небрежно выращены, но есть земля и вода, то могут ли эти пять видов семян прийти к возрастанию, увеличению, расширению? Если эти пять видов семян не разбиты, не испорчены, не повреждены ветром и солнцем, плодородные, бережно выращены, и есть земля и вода, то могут ли эти пять видов семян прийти к возрастанию, увеличению, расширению? Да, учитель. Монахи, эти четыре основания сознания следует рассматривать так же, как элемент земли. Наслаждение и жажду следует рассматривать так же, как элемент воды. Сознание вместе с его питанием следует рассматривать как пять видов семян. 2. Сознание, монахи, основываясь, может основываться, будучи вовлеченным формой. Опираясь на форму, утверждаясь на форме, окропленное наслаждением, оно может прийти к возрастанию, увеличению, расширению. 3. Или же, сознание, основываясь, может основываться, будучи вовлеченным чувством, восприятием, формациями ума. Опираясь на формации, утверждаясь на формациях, окропленное наслаждением, оно может прийти к возрастанию, увеличению, расширению. 4. Монахи, хотя кто-то может сказать, помимо формы, помимо чувства, помимо восприятия, помимо формации я объявлю появление и движение сознания, его смерть и перерождение, его возрастание, увеличение, расширение, такое в реальности невозможно. 5. Монахи, если монах отбросил жажду к элементу формы, то с отбросыванием жажды отсекается основа, нет поддержки для утверждения сознания. 6. Если он отбросил жажду к элементу чувства, элементу восприятия, элементу формации, элементу сознания, то с отбросыванием жажды отсекается основа, нет поддержки для утверждения сознания. 7. Когда это сознание не утверждено, не приходит к возрастанию, непродуцируемо, оно освобождено. Будучи освобожденным, оно устойчиво. Будучи устойчивым, оно удовлетворено. Будучи удовлетворенным, монах невзволнован. Будучи невзволнованным, он лично достигает неббаны. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. 1. Имеются в виду способы размножения растений. 2. Примечание переводчика СВ. Таким образом, Земля в примере – это четыре совокупности из пяти, то есть имя и форма, наморупа, в суттах сознания, виньяна, всегда рассматривается отдельно от намы и определяется тремя совокупностями чувства, восприятия, формации. Вода отвечает за жажду. Семенем выступает сознание. Согласно этой, а также ряду других сутт, сознание всегда опирается на Землю, то есть на наморупу, и не может существовать само по себе. Как показывает метафора в данной сути, если нет воды и Земли, то сознание прекратится. Таким образом разъясняется схема ряда звеньев зависимого возникновения, потечесам упада. С прекращением невежества и жажды, что достигается в момент араханства, прекращаются формирователи, которые создают будущее имя и форму следующей жизни. А если не будет имени и формы, то не будет и сознания, таким образом прекращается существование и навсегда завершаются страдания. Эта схема также рассматривается в многочисленных суттах СН-12. У дана сутта, сказанная из «Вдохновения» СН-22-55 в Саваттхе. И тогда благословенный вдохновенно произнес это изречение «Этого могло бы не быть, и этого могло бы не быть у меня. Этого не будет, и этого не будет у меня». Настроившись так, монах может отбросить нижние оковы. Один когда так было сказано, один монах обратился к благословенному, но как, учитель, может монах, настроившись, «Этого могло бы не быть, и этого могло бы не быть у меня. Этого не будет, и этого не будет у меня». Отбросить нижние оковы? Не обученный заурядный человек Вот, монах, не обученный заурядный человек, не навещающий благородных, не обученный в их дисциплине и их дхами, не навещающий чистых умом людей, не обученный в их дисциплине и их дхами, считает, что форма – это я, или что я владеет формой, или что форма находится внутри я, или что я находится в форме. Он считает, что чувство, восприятие, формация ума, сознание, это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри я, или что я находится в сознании. Он не понимает в соответствии с действительностью непостоянную форму как непостоянную форму, непостоянное чувство как непостоянное чувство, непостоянное восприятие как непостоянное восприятие, непостоянные формации как непостоянные формации, непостоянное сознание как непостоянное сознание. Он не понимает в соответствии с действительностью болезненную форму как болезненную форму, болезненное чувство, болезненное восприятие, болезненные формации, болезненное сознание как болезненное сознание. Он не понимает в соответствии с действительностью безличностную форму как безличностную форму, безличностное чувство, безличностные восприятие, безличностные формации, безличностное сознание как безличностное сознание. Он не понимает в соответствии с действительностью обусловленную форму как обусловленную форму, обусловленное чувство, обусловленное восприятие, обусловленное формацией, обусловленное сознание как обусловленное сознание. Он не понимает в соответствии с действительностью, форма будет уничтожена. Чувство будет уничтожено. Восприятие будет уничтожено. Формации будут уничтожены. Сознание будет уничтожено. Обученный ученик благородных. Обученный ученик благородных, навещающий благородных, обученный в их дисциплине и их дхаме, навещающий чистых умом людей, обученный в их дисциплине и их дхаме, не считает, что, он не считает, что чувства, восприятие, формации ума. Сознание – это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри я, или что я находится в сознании. Он понимает в соответствии с действительностью непостоянную форму как непостоянную форму, непостоянное чувство как непостоянное чувство, непостоянное восприятие как непостоянное восприятие, непостоянные формации как непостоянные формации, непостоянные сознания как непостоянные сознания. Он понимает в соответствии с действительностью болезненную форму как болезненную форму, болезненное чувство, болезненное восприятие, болезненные формации, болезненное сознание как болезненное сознание. Он понимает в соответствии с действительностью безличностную форму как безличностную форму, безличностное чувство, безличностные восприятия, безличностные формации, безличностные сознания как безличностные сознания. Он понимает в соответствии с действительностью обусловленную форму как обусловленную форму, обусловленное чувство, обусловленное восприятие, обусловленные формации, обусловленное сознание как обусловленное сознание. Он понимает в соответствии с действительностью, форма будет уничтожена, чувство будет уничтожено, восприятие будет уничтожено, формации будут уничтожены, сознание будет уничтожено. С уничтожением формы, чувства, восприятия, формаций, сознания этот монах, настроившись так, этого могло бы не быть, и это могло бы не быть у меня. Этого не будет, и этого не будет у меня, может отбросить нижние оковы. Знание и видение и настроившись так, учитель, монах может отбросить нижние оковы. Но как следует знать, как следует видеть, чтобы произошло незамедлительное уничтожение пятен загрязнений ума? Монах, вот необученный заурядный человек становится напуганным тем, чего не следует пугаться. Поскольку это пугает необученного заурядного человека, этого могло бы не быть, и этого могло бы не быть у меня. Этого не будет, и этого не будет у меня. Но обученный ученик благородных не становится напуганным тем, чего не следует пугаться. Поскольку это не пугает ученика благородных, этого могло бы не быть, и этого могло бы не быть у меня. Этого не будет, и этого не будет у меня. В сознании, монах, основываясь, может основываться, будучи вовлеченным формой. Опираясь на форму, утверждаясь на форме, окропленной наслаждением, оно может прийти к возрастанию, увеличению, расширению. Или же, сознание, основываясь, может основываться, будучи вовлеченным чувством, восприятием, формациями ума. Опираясь на формации, утверждаясь на формациях, окропленной наслаждением, оно может прийти к возрастанию, увеличению, расширению. Монах, хотя кто-то может сказать, помимо формы, помимо чувства, помимо восприятия, помимо формации я раскрою появление движения сознания, его исчезновение и перерождение, его возрастание, увеличение, расширение, в реальности такое невозможно. Монах, если монах отбросил жажду к элементу формы, то с отбросыванием жажды отсекается основа, нет поддержки для утверждения сознания. Если он отбросил жажду к элементу чувства, элементу восприятия, элементу формации, элементу сознания, то с отбросыванием жажды отсекается основа, нет поддержки для утверждения сознания. Когда это сознание не утверждено, не приходит к возрастанию, непродуцируемо, оно освобождено. Будучи освобожденным, оно устойчиво. Будучи устойчивым, оно удовлетворено. Будучи удовлетворенным, монах не взволнован. Будучи невзволнованным, он лично достигает Неббаны. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Монах, именно у того, кто знает так, именно у того, кто видит так, происходит незамедлительное уничтожение пятен загрязнений ума. Один, согласно комментарию, Благословенный произнес это высказывание, поскольку был охвачен неимоверным восторгом от пересмотра освобождающей природы Дхаммы. Пять нижних оков – это воззрение Я, сомнение, цепление к правилам и предписаниям, чувственное желание, недоброжелательность. Согласно Пхикху Бодхе, данная формула, которую рекомендует Будда, встречается в каноне в двух видах. Одна из них является воззрением аннигилицианистов, а другая представляет собой переделку Будда этого воззрения на правильный лад. Две формулировки отличаются только лишь двумя формами глаголов, их иногда путают в разных редакциях. Судя по заметкам комментариев, эта путаница началась еще до периода составления комментариев. Разночтения также присутствуют в разных редакциях одного и того же текста. Лично я предпочитаю ланкистскую версию, хотя в данной сути ланкистская версия придерживается заметок комментариев, которые заместили первую часть фразы вариантом аннигилицианистов, хотя и не поясняют, что это именно он. Вероятно, данная ошибка была уже в тексте, с которым работали комментаторы. Аннигилицианистическая, учихи дадетхе, версия, которая совершенно четко обозначается таковой в СН-22-81 и классифицируется как неправильное воззрение в СН-22, 153 и 24-4, звучит так, но часом ночи амесия, на бхависаминаме бхависати. Ван 10.29, пункт 8, Будда заявляет, что это высочайшее среди воззрений не буддистов, это Дагамбахераканам дитхи-гатанам. Причина заключается в том, что тот, кто соглашается с таким воззрением, не будет стремиться к существованию, а также не будет испытывать отвращение к прекращению существования. Не совсем ясно, как следует толковать аптативное наклонение в аннигилицианистической версии. Вероятно, его следует понимать так, что самосное существование вместе с переживаемым, этой самостью, миром является случайностью, я мог бы не быть, этого могло бы не быть у меня. Будущее время четко говорит о том, что личное существование с переживаемым его миром будет уничтожено в момент смерти. Будда преобразовал эту формулу в тему для рассмотрения в соответствии со своим учением, заменив глаголы от первого лица на третье лицо, на часа ночами сия, на бхависсати на мебхависсати. Изменение лица с первого на третье переводит ударение с воззрения я, которое явно выражено в аннигилицианистической версии, я буду уничтожен, на безличностную перспективу, которая согласуется с учением о безличностности, анатта. В данной сути настроенность, адхимучамана, на эту формулу, как сказано, ведет к уничтожению пяти нижних оков, то есть к уровню невозвращения, а на гамета. В других суттах к этой формуле есть дополнение, я тадхи ямбхутам тампаджахами, существующий, возникшее, это я отбрасываю. Сказано, что рассмотрение этой формулы ведет к непоколебимости. В МН 2, 264, 29-265-20 говорится, что практика в соответствии с полной формулой, вместе с дополнением, ведет к рождению в бесформенном мире невосприятия ни невосприятия, в том случае, если медитирующий привязывается к непоколебимости, или, к никбани, если у него не остается привязанности к непоколебимости. В МН 7, 55 сказано, что настроенность на эту формулу, опять-таки вместе с ее дополнением, ведет к одному из пяти уровней невозвращения или караханству. В Удании 78, 2, 3 эта формула в более коротком виде применяется к осознанности к телу. Тот, кто практикует таким образом, постепенно преодолевает привязанность, то есть достигает араханства. Упадана-Парипаватта-сутта, фазы совокупностей, подверженных цеплянью. СН 22, 56. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять совокупностей, подверженных цеплянью. Какие пять? Форма как совокупность, подверженная цеплянью, чувство как совокупность, подверженная цеплянью, восприятие как совокупность, подверженная цеплянью, формация ума как совокупность, подверженная цеплянью, сознание как совокупность, подверженная цеплянью. Покуда я напрямую не познал в соответствии с действительностью эти пять совокупностей, подверженных цеплянью, в четырех фазах, я не заявлял о том, что пробудился в непревзойденное совершенное просветление в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей. Но когда я напрямую познал их в соответствии с действительностью, то тогда я заявил о том, что пробудился в непревзойденное совершенное просветление в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей. И каков и, монахи, эти четыре фазы? Я напрямую познал форму, ее происхождение, ее исчезновение, и путь, ведущий к ее исчезновению. Я напрямую познал чувства, восприятие, формации, сознание, его происхождение, его исчезновение, и путь, ведущий к его исчезновению. Один, и что такое, монахи, форма? Четыре великих элемента и форма, основанная на этих четырех элементах, вот что называется формой. С возникновением питания возникает форма. С прекращением питания прекращается форма. Этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению формы, то есть, правильное воззрение, правильное сосредоточение. Любые жрецы и отшельники, таким образом напрямую познавшие форму, ее происхождение, ее исчезновение и путь, ведущие к ее исчезновению, практикуют с целью разочарования в форме, ее угасания и прекращения, и они практикуют хорошо. Те, кто практикуют хорошо, обрели опору в этой Дхамме и Винае. Любые жрецы и отшельники, таким образом напрямую познавшие форму, ее происхождение, ее исчезновение и путь, ведущие к ее исчезновению, освобождены из-за отсутствия цепляния, и они хорошо освобождены. Те, кто хорошо освобождены, являются совершенными. В отношении совершенных нет круговерти, с помощью которой их можно было бы описать один. Два, и что такое, монахи, чувства? Есть шесть видов чувства. Чувства, рождённые контактом глаза, чувства, рождённые контактом уха, чувства, рождённые контактом носа, чувства, рождённые контактом языка, чувства, Рожденное контактом тело Чувство, рожденное контактом ума Это называется чувством С возникновением контакта возникает чувство С прекращением контакта Прекращается чувство Этот самый благородный восьмеричный путь Ивляется путем, ведущим к прекращению чувства То есть, правильное воззрение Правильное сосредоточение Любые жрецы и отшельники Таким образом напрямую познавшие чувство Практикуют хорошо Те, кто практикуют хорошо Обрели опору в этой Дхамме и Виной и. Любые жрецы и отшельники, таким образом напрямую познавшие чувства, хорошо освобождены. Те, кто хорошо освобождены, являются совершенными. В отношении совершенных нет круговерти, с помощью которой их можно было бы описать. Три, и что такое, монахи, восприятие? Есть шесть видов восприятия, восприятие форм, восприятие звуков, восприятие запахов, восприятие вкусов, восприятие тактильных ощущений, восприятие ментальных феноменов. Это называется восприятием. С возникновением контакта возникает восприятие. С прекращением контакта прекращается восприятие. Этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению восприятия, то есть, правильное воззрение, правильное сосредоточение. Любые жрецы и отшельники, таким образом напрямую познавшие восприятие, практикуют хорошо. Те, кто практикуют хорошо, обрели опор в этой дхаме и винае. Любые жрецы и отшельники, таким образом напрямую познавшие восприятие, хорошо освобождены. Те, кто хорошо освобождены, являются совершенными. В отношении совершенных нет круговерти, с помощью которой их можно было бы описать. Четыре. И что такое, монахи, формации? Есть шесть видов волевых намерений. Два. Намерений по отношению к формам. Намерений по отношению к звукам. Намерений по отношению к запахам. Намерений по отношению к вкусам. Намерений по отношению к тактильным ощущениям. Намерений по отношению к ментальным феноменам. Это называется формациями. С возникновением контакта возникают формации. С прекращением контакта прекращаются формации. Этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению формации, то есть, правильное воззрение, правильное сосредоточение. Любые жрецы и отшельники, таким образом напрямую познавшие формации, практикуют хорошо. Те, кто практикуют хорошо, обрели опор в этой дхаме и винае. Любые жрецы и отшельники, таким образом напрямую познавшие формации, хорошо освобождены. Те, кто хорошо освобождены, являются совершенными. В отношении совершенных нет круговерти, с помощью которой их можно было бы описать. 5. И что такое, монахи, сознание? Есть шесть видов сознания, сознание глаза, сознание уха, сознание носа, сознание языка, сознание тела, сознание ума. Это называется сознанием. С возникновением имени и формы возникает сознание. С прекращением имени и формы прекращается сознание. 3. Этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению сознания, то есть, правильное воззрение, правильное сосредоточение. Любые жрецы и отшельники, таким образом напрямую познавшие сознание. Практикуют хорошо. Те, кто практикуют хорошо, обрели опору в этой Дхамме и Винае. Любые жрецы и отшельники, таким образом напрямую познавшие сознание. Хорошо освобождены. Те, кто хорошо освобождены, являются совершенными. В отношении совершенных нет круговертия, с помощью которой их можно было бы описать. Один, согласно комментарию, у Араханта нет остаточной круговертия, перерождений, с помощью которой его можно было бы описать. Или же круговерть может означать основу, Корана, то есть нет основы для описания. Тот факт, что есть разница между названием совокупности и термином, ее объясняющим, санчитана, указывает на то, что эта совокупность шире, чем остальные. В Абхидхамме и комментариях эта совокупность объясняется как включающая в себя все умственные факторы кроме чувства и восприятия. Намерение, воля, упоминается просто как наиболее значимый фактор в этой совокупности, но не как единственная составляющая. Три, довольно значимо то, что в случае с предыдущими четырьмя совокупностями условием для их возникновения является контакт, тогда как в случае с сознанием вся имя и форма во всей полноте является условием для происхождения сознания. Здесь проходит параллель с утверждением в СН 22.3, где сказано, что четыре совокупности являются домом для сознания. САПТЭТТХАНА СУТТА, СЕМЬ ОСНОВАНИЙ СН 22.57 Я слышал, что однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И там он обратился к монахам, монахи. Да, учитель, отвечали монахи благословенному. Благословенный сказал, монахи, тот монах, который освоил умения в семи основаниях и выполнил и полностью завершил три вида исследования в этой тхаме Винае, является наивысшей личностью. И каким образом он освоил умения в семи основаниях? Вот монах распознает 1, форму, 2, происхождение формы, 3, прекращение формы, 4, путь практики, ведущий к прекращению формы, 5, привлекательность формы, 6, изъян формы, 7, избавление от формы. Он распознает чувства, происхождение чувства. Он распознает восприятие, происхождение восприятия. Он распознает формирователи, возникновение формирователей. Он распознает сознание, происхождение сознания, прекращение сознания, путь практики, ведущий к прекращению сознания. Он распознает привлекательность сознания, изъян сознания, избавление от сознания. Форма. И что такое форма? Четыре великих элемента и производная от них форма, это называется формой. С возникновением питания происходит происхождение формы. С прекращением питания происходит прекращение формы. И именно этот самый благородный восьмеричный путь является путем практики, ведущим к прекращению формы, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильное усилие, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Тот факт, что в зависимости от формы появляются удовольствия и счастье, является привлекательностью формы. Тот факт, что форма непостоянна, неудовлетворительна, подвержена изменению, является изъяном формы. Ослабление желания и страсти к форме, оставление желания и страсти к форме, является избавлением от формы. Любые жрецы и отшельники, напрямую зная форму таким образом, напрямую зная происхождение формы таким образом, напрямую зная прекращение формы таким образом, напрямую зная путь практики, ведущий к прекращению формы таким образом, напрямую зная привлекательность формы таким образом, напрямую зная изъян формы таким образом, напрямую зная избавление от формы таким образом, практикуют ради устранения очарованности, бесстрастия, прекращения по отношению к форме, и они практикуют правильно. Те, кто практикуют правильно, прочно утверждены в этой Дхамме и Винае. И любые жрецы и отшельники, которые напрямую знают форму таким образом, возникновение, прекращение, путь, привлекательность, изъян, избавление от формы таким образом, благодаря устранению очарованности, бесстрастию, прекращению, отсутствию цепляния по отношению к форме, освобождены, хорошо освобождены. А хорошо освобожденные являются полностью совершенными. А в случае с полностью совершенными ничего-либо, с помощью чего их можно было бы описать. Чувства. И что такое чувства? Есть шесть групп чувств. Чувство, рожденное контактом глаза, чувство, рожденное контактом уха, чувство, рожденное контактом носа, чувство, рожденное контактом языка, чувство, рожденное контактом тела, чувство, рожденное контактом ума. Это называется чувством. С возникновением контакта происходит происхождение чувства. С прекращением контакта происходит прекращение чувства. И именно этот самый благородный восьмеричный путь является путем практики, ведущим к прекращению чувства. Тот факт, что в зависимости от чувства появляются удовольствия и счастье, является привлекательностью чувства. Тот факт, что что чувство непостоянно, неудовлетворительно, подвержено изменению, является изъяном чувства. Ослабление желания и страсти к чувству, оставление желания и страсти к чувству, является избавлением от чувства. Восприятие. И что такое восприятие? Есть шесть видов восприятия. Восприятие формы, восприятие звука, восприятие запаха, восприятие вкуса, восприятие тактильного ощущения, восприятие ментальных феноменов. Это называется восприятием. С возникновением контакта происходит происхождение восприятия. С прекращением контакта происходит прекращение восприятия. И именно этот самый благородный восьмеричный путь является путем практики, ведущим к прекращению восприятия. Тот факт, что в зависимости от восприятия появляются удовольствия и счастье, является привлекательностью восприятия. Тот факт, что восприятие непостоянно, неудовлетворительно, подвержена изменению, является изъяном восприятия. Ослабление желания и страсти к восприятию, оставление желания и страсти к восприятию, является избавлением от восприятия. Формации. И что такое формации? Есть шесть видов намерений. Намерений по отношению к форме, намерений по отношению к звуку, намерений по отношению к запаху, намерений по отношению к вкусу, намерений по отношению к тактильному ощущению, намерений по отношению к ментальным феноменам. Это называется формацией. С возникновением контакта происходит происхождение формации. С прекращением контакта происходит прекращение формации. И именно этот самый благородный восьмеричный путь является путем практики, ведущим к прекращению формации. Тот факт, что в зависимости от формации появляются удовольствия и счастье, является привлекательностью формации. Тот факт, что формации непостоянны, неудовлетворительны, подвержены изменению, является изъяном формации. Ослабление желания и страсти к формациям Оставление желания и страсти к формациям Является избавлением от формаций Сознание И что такое сознание? Есть шесть видов сознания Сознание глаза, сознание уха, сознание носа, сознание языка, сознание тела, сознание ума Это называется сознанием С возникновением имени и формы происходит происхождение сознания С прекращением имени и формы происходит прекращение сознания И именно этот самый благородный восьмеричный путь является путем практики, ведущим к прекращению сознания. Тот факт, что в зависимости от сознания появляются удовольствия и счастье, является привлекательностью сознания. Тот факт, что сознание непостоянно, неудовлетворительно, подвержено изменению, является изъяном сознания. Ослабление желания и страсти к сознанию, оставление желания и страсти к сознанию, является избавлением от сознания. Любые жрецы и отшельники, напрямую зная о сознании таким образом, напрямую зная происхождение сознания таким образом, напрямую зная прекращение сознания таким образом, напрямую зная путь практики, ведущий к прекращению сознания таким образом, напрямую зная привлекательность сознания таким образом, напрямую зная изъян сознания таким образом, напрямую зная избавление от сознания таким образом, практикуют радиоустранение очаровности, бесстрастия, прекращение по отношению к сознанию, и они практикуют правильно. Те, кто практикуют правильно, прочно утверждены в этой Дхамме и Винае. И любые жрецы и отшельники, которые напрямую знают сознание таким образом, возникновение, прекращение, путь, привлекательность, изъян, избавление от сознания таким образом, благодаря устранению очарованности, бесстрастию, прекращению, отсутствию цепляния по отношению к сознанию, освобождены, хорошо освобождены. А хорошо освобожденные являются полностью совершенными. А в случае с полностью совершенными ничего-либо, с помощью чего их можно было бы описать. Вот как монах освоил умения в семи основаниях. И как монах выполняет три вида исследования. Вот монах исследует в отношении свойств, исследует в отношении сфер чувств, исследует в отношении зависимого возникновения. Так монах выполняет три вида исследования. Тот монах, который освоил умения в семи основаниях и выполнил и полностью завершил три вида исследования в этой Дхамме и Винае, является наивысшей личностью. Самма-самбудха-сутта, Будда. СН 22.58. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, Татхагата, Арахант, полностью просветленный, освобожденный посредством нецепляния через разочарование и форме, посредством ее угасания и прекращения, зовется полностью просветленным. Монах, освобожденный мудростью, освобожденный посредством нецепляния через разочарование и форме, посредством ее угасания и прекращения, зовется освобожденным мудростью. Татхагата, арахант, полностью просветленный, освобожденный посредством нецепляния через разочарование в чувстве, восприятии, формациях, сознании, посредством его угасания и прекращения, зовется полностью просветленным. Монах, освобожденный мудростью, освобожденный посредством нецепляния через разочарование в чувстве, восприятии, формациях, сознании, посредством его угасания и прекращения, зовется освобожденным мудростью. Так, монахи, в чем же отличие, в чем же несоответствие между Татхагатой, Арахантом, полностью просветленным, и монахом, освобожденным мудростью? Учитель, наши учения укоренены в благословенном, направляемы благословенным, находит пристанище в благословенном. Было бы хорошо, если бы благословенный сам прояснил значение этого утверждения. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Тогда слушайте внимательно, монахи. Я буду говорить. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, Татхагата, монахи, Арахант, полностью просветленный, зачинатель не возникшего прежде пути, прокладчик не проложенного прежде пути, объявитель не объявленного прежде пути. Он знаток пути, открыватель пути, мастер пути. И его ученики теперь пребывают в следовании по этому пути и овладевают им после. В этом, монахи, отличие, несоответствие, разница между Татхагатой, Арахантом, полностью просветленным, и монахом, освобожденным мудростью. Анатта Ларкхана Сутта, характеристика безличности. СН 22.59. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Воронайсе в оленьем парке у Сипатаны. Один. Там Благословенный обратился к пяти монахам так, монахи. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, форма безличностна. Если бы, монахи, форма была бы я, то эта форма не приводила бы к недугу, и была бы возможность повелевать формой, пусть моя форма будет такой. Пусть моя форма не будет такой. Но поскольку форма безличностна, форма приводит к недугу, и нет возможности повелевать формой, пусть моя форма будет такой. Пусть моя форма не будет такой. Чувство безличностна, восприятие безличностна, формации безличностны, сознание безличностна. Если бы, монахи, сознание было бы я, то сознание не приводило бы к недугу, и была бы возможность повелевать сознанием, пусть мое сознание будет таким. Пусть оно не будет таким. Но поскольку сознание безличностно, сознание приводит к недугу, и нет возможности повелевать сознанием, пусть мое сознание будет таким. Пусть оно не будет таким. Как вы думаете, монахи, форма постоянно или непостоянно? Непостоянно, учитель. А то, что непостоянно, является счастьем или страданием? Страданием, учитель. Можно ли то, что непостоянно, страдательно, подвержено изменению, считать таковым, это мое, таков я, это мое я? Нет, учитель. Чувство постоянно или непостоянно? Восприятие постоянно или непостоянно? Формации постоянно или непостоянны? Сознание постоянно или непостоянно? Непостоянно, учитель. Поэтому, монахи, любой вид формы, прошлой, настоящей, будущей, внутренней или внешней, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, всякую форму следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Любой вид чувства, любой вид восприятия, любой вид формации, любой вид сознания, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, всякое сознание следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Видя так, монахи, обученный ученик благородных испытывает разочарование в отношении формы, чувства, восприятия, формации, сознания. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобожден. Когда он освобожден, приходит знание, освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Так сказал благословенный. Водушевленные, монахи восхитились словами благословенного. И во время этой беседы ума этих пяти монахов освободились от загрязнений посредством отсутствия цепляния. Один, это вторая по счету проповедь Будды, как сказано в Винае 13.14. Пять монахов в сутте, это первые пять учеников, которые к этому моменту все еще были учениками, секха. В конце беседы они достигают араханства, то есть становятся не учениками, а секха. Махали сутта, Махали. СН 22.60. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Висали в Великом лесу в остроконечном павильоне. И тогда Махали из клана Личхави отправился к благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем он обратился к благословенному, господин, Куранакасапа говорит так, нет причины или условия для загрязнения существ. Существа загрязняются без причины или условия. Нет причины или условия для очищения существ. Существа очищаются без причины или условия. Что благословенный скажет на это? Махали, есть причины и условия для загрязнения существ. Существа загрязняются благодаря причине и условию. Есть причины и условия для очищения существ. Существа очищаются благодаря причине и условию. Но, господин, какова причина и условия для загрязнения существ? Как так, что существа загрязняются благодаря причине и условию? Если, Махали, эта форма была бы всецело страдательной, погруженной в страдания, пропитанной страданием, и если бы она не была также пропитана удовольствием, то существа не очаровывались бы ей. Но поскольку форма также приятна, погружена в удовольствие, пропитана удовольствием и не пропитана только лишь страданием, то существа очаровываются ей. Будучи очарованными ей, они захвачены ей. Будучи захваченными ей, они загрязняются. Вот в чем заключается, махали, причина и условия для загрязнения существ. Именно так существа загрязняются благодаря причине и условию. Если, махали, это чувство, это восприятие, эти формации ума, это сознание было бы всецело страдательным, погруженным в страдания, пропитанным страданием, и если бы оно не было также пропитано удовольствием, то существа не очаровывались бы им. Но поскольку сознание также приятно, погружено в удовольствие, пропитано удовольствием и не пропитано только лишь страданием, то существа очаровываются им. Будучи очарованными им, они захвачены им. Будучи захваченными им, они загрязняются. В этом также, махали, заключается причиной и условий для загрязнения существ. Именно так существа загрязняются благодаря причине и условию. Но, господин, какова причина и условия для очищения существ? Как так, что существа очищаются благодаря причине и условию? Если, махали, эта форма была бы всецелоприятной. Чувство. Восприятие. Формации. Если бы это сознание было бы всецелоприятным, погруженным в удовольствие, пропитанным удовольствием, и если бы оно не было также пропитано страданием, то существа не испытывали бы разочарования в нем. Но поскольку сознание также страдательно, погружено в страдание, пропитано страданием и не пропитано только лишь удовольствием, то существа испытывают разочарование в нем. Испытывая разочарование, они становятся беспристрастными. Посредством беспристрастия они очищаются. В этом также, махали, заключается причиной и условий для очищения существ. Именно так существа очищаются благодаря причине и условию. Аддитта сутта, Гарит. СН 2261. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, форма горит, чувство горит, восприятие горит, формации горят, сознание горит. Видя так, монахи, обученный ученик благородных испытывает разочарование в форме, разочарование в чувстве, разочарование в формациях, разочарование в сознании. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобожден. Когда он освобожден, возникает знание, освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Нирутипадха-сутта, способы именования. СН 2262. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, есть эти три способа именования, способы обозначения, способы описания, которые не смешаны, никогда не смешивались, не смешиваются, не будут смешиваться, и которые не отрицаются мудрыми жрецами и отшельниками. Какие три? Ярлык, обозначение будет применимо к ней, но не термин есть и не термин была. Любое чувство, любое восприятие, любые формации, любое сознание, которое не родилось, не проявилось, термин, ярлык, обозначение будет применимо к нему, но не термин есть и не термин было. 3. Любая форма, монахи, которая родилась, проявилась, термин, ярлык, обозначение есть применимо к ней, но не термин была и не термин будет. Любое чувство, любое восприятие, любые формации, любое сознание, которое родилось, проявилась, термин, ярлык, обозначение есть применимо к нему, но не термин была и не термин будет. Таковы, монахи, три способы именования, способы обозначения, способы описания, которые не смешаны, никогда не смешивались, не смешиваются, не будут смешиваться, и которые не отрицаются мудрыми жрецами и отшельниками. Монахи, даже вассы и бань неизукалы, приверженцы отсутствия причинности, отсутствия результативности действия, нигилизма, не считали, что эти три способы именования, способы обозначения, способы описания следует порицать или отвергать. И почему? Потому что они боялись обвинений, нападок, осуждений. У падиямана сутта, при наличии цепляния. С.Н. 22.63 Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анадхай Пиндике. И тогда один монах подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, Учитель, было бы хорошо, если бы Благословенный вкратце научил бы меня Дхаме так, чтобы я пребывал бы один, в уединении, будучи прилежным, старательным, решительным. Монах, при цеплянии, один, человек схвачен марой. При отсутствии цепляния он освобожден от злого мары. Понятно, Благословенный. Понятно, Счастливый. Как же ты, монах, понял в подробностях значение того, что было сказано мной вкратце? При цеплянии к форме, Учитель, человек схвачен марой. При отсутствии цепляния к форме он освобожден от злого. При цеплянии к чувству, восприятию, формациям, сознанию, человек схвачен марой. При отсутствии цепляния к сознанию он освобожден от злого. Вот так, Учитель, я понял в подробностях значение того, что было сказано Благословенным вкратце. Хорошо, хорошо, монах. Хорошо, что ты так понял в подробностях значения того, что было сказано мной вкратце. При цеплянии к форме, чувству, восприятию, формациям, сознанию, человек схвачен марой. При отсутствии цепляния к сознанию он освобожден от злого. Вот как следует понимать в подробностях значение того, что было сказано мной вкратце. И затем тот монах, возрадовавшись и восхитившись утверждению благословенного, поднялся со своего сиденья, поклонился благословенному, обойдя его с правой стороны, ушел. И затем, пребывая в одиночестве, в уединении, будучи старательным, бдительным, решительным, реализовав это для себя посредством прямого знания, он здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Так тот монах стал одним из арахантов. Один, согласно комментариям, здесь, и далее также, речь идет об охваченности жаждой, воззрениями и самомнением. Маннимана сутта, при наличии измышления. СН 22.64 Сутта в точности аналогична СН 22.63, но здесь вместо фразы при цеплянии идет фраза при измышлении. Абхинандамана сутта, при наличии поиска наслаждения. СН 22.65 Сутта в точности аналогична СН 22.63, но здесь вместо фразы при цеплянии идет фраза при поиске наслаждения. Аничья сутта, непостоянная. СН 22.66. В Саваттхе. И тогда один монах подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, было бы хорошо, если бы Благословенный вкратце научил бы меня Дхаме так, чтобы я пребывал бы один, в уединении, будучи прилежным, старательным, решительным. Монах, ты должен оставить желание к тому, что непостоянно. Понятно, Благословенный. Понятно, счастливый. Как же ты, монах, понял в подробностях значение того, что было сказано мной вкратце? Учитель, форма непостоянна. Мне следует оставить желание к ней. Чувство непостоянно, восприятие непостоянно, формации непостоянны, сознание непостоянно. Мне следует оставить желание к нему. Вот так, учитель, я понял в подробностях значение того, что было сказано Благословенным вкрадзе. Хорошо, хорошо, монах. Хорошо, что ты так понял в подробностях значения того, что было сказано мною вкрадзе. Форма, чувство, восприятие, формации, сознание непостоянно. Тебе следует оставить желание к нему. Вот как следует понимать в подробностях значения того, что было сказано мною вкрадзе. И затем тот монах, возрадовавшись и восхитившись утверждению благословенного, поднялся со своего сиденья, поклонился благословенному, обойдя его с правой стороны. ушел. И далее, пребывая в одиночестве, в уединении, будучи старательным, бдительным, решительным, реализовав это для себя посредством прямого знания, он здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяину и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Так тот монах стал одним из арахантов. Сутты СН-22-67-70 Сутты в точности идентичны СН-22-66, за исключением одной небольшой фразы, ты должен оставить желание к тому, что страдательно. СН-22-67, ты должен оставить желание к тому, что безличностно. СН-22-68, ты должен оставить желание к тому, что не принадлежит я. СН-22-69, ты должен оставить желание к тому, что представляет самучительным. СН-2270. Радха-сутта, Радха. СН-2271. В Саваттхе. И тогда и достопочтенный Радха подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, Учитель, как следует знать, как следует видеть в отношении этого тела с его сознанием и в отношении всех внешних образов, так чтобы сотворение я и сотворение моего и скрытая склонность к самомнению более не проявлялись. Любой вид формы, Радха, прошлый, настоящий, будущий, внутренний или внешний, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, всякую форму следует видеть правильной мудростью в соответствии с действительностью, это не мое, я не таков, это не мое я. Любой вид чувства, любой вид восприятия, любой вид формации, любой вид сознания, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, всякое сознание следует видеть правильной мудростью в соответствии с действительностью, это не мое, я не таков, это не мое я. Когда человек видит и знает так, Радха, в отношении этого тела с его сознанием и в отношении всех внешних образов, сотворение я и сотворение моего и скрытая склонность к самомнению более не проявляются в нем. И затем Радха, возрадовавшись и восхитившись утверждению благословенного, поднялся со своего сиденья, поклонился благословенному и, обойдя его с правой стороны, ушел. И затем, пребывая в одиночестве, в уединении, будучи старательным, бдительным, решительным, реализовав это для себя посредством прямого знания, он здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Так достопочтенный Радха стал одним из арахантов. Сурадха сутта, Сурадха. СН 22.72. В Савадхе. И тогда и достопочтенный Сурадха подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, учитель, как следует знать, как следует видеть в отношении этого тела с его сознанием и в отношении всех внешних образов, так чтобы ум избавился от сотворения я, сотворения моего и самомнение, преодолел разграничений, стал умиротворенным и хорошо освобожденным. Любой вид формы, Сурадха, прошлый, настоящий, будущий, внутренний или внешний, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, увидев всякую форму правильной мудростью в соответствии с действительностью, это не мое, я не таков, это не мое я. Человек освобожден посредством отсутствия цепляния. Любой вид чувства. Любой вид восприятия. Любой вид формации. Любой вид сознания, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, увидев всякое сознание и правильной мудростью в соответствии с действительностью, это не мое, я не таков, это не мое я. Человек освобожден посредством отсутствия цепляния. Когда человек так видит и знает, Сурадха, в отношении этого тела с его сознанием и в отношении всех внешних образов, ум избавляется от сотворения я, сотворения моего и самомнения, преодолевает разграничения, становится умиротворенным и хорошо освобожденным. И затем Сурадха, возрадовавшись и восхитившись утверждению благословенного, поднялся со своего сиденья, поклонился благословенному и, обойдя его с правой стороны, ушел. И затем, пребывая в одиночестве, в уединении, будучи старательным, бдительным, решительным, реализовав это для себя посредством прямого знания, он здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Так достопочтенный Суратха стал одним из арахантов. Ассада сутта «Привлекательность» СН 2273 В Саваттхе Благословенный сказал, «Монахи, необученный заурядный человек не понимает в соответствии с действительностью привлекательности, опасности, и спасения в отношениях формы, чувства, восприятия, формации ума, сознания. Но, монахи, обученный ученик благородных понимает в соответствии с действительностью привлекательность, опасность, и спасение в отношениях формы, чувства, восприятия, формации ума, сознания». Патхама Самудая Сутта «Возникновение 1» СН 2274 В Саваттхе Благословенный сказал, «Монахи, необученный заурядный человек не понимает в соответствии с действительностью происхождения исчезновения, привлекательности, опасности, и спасения в отношении формы, чувства, восприятия, формации ума, сознания. Но, монахи, обученный ученик благородных понимает в соответствии с действительностью происхождения исчезновения, привлекательность, опасность, и спасение в отношении формы, чувства, восприятия, формации ума, сознания». Дутия Самудая Сутта «Возникновение 2» СН 2275 В Саваттхе Благословенный сказал, «Монахи, обученный ученик благородных понимает в соответствии с действительностью происхождения исчезновения, привлекательность, опасность, и спасение в отношении формы, чувства, восприятия, формации ума, сознания». Патхама Араханта Сутта «Араханты 1» СН 2276 В Саваттхе Благословенный сказал, «Монахи, форма непостоянна. То, что непостоянна, является страданием. То, что является страданием, безличностно. Безличностное следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью, «Это не мое, я не таков, это не мое я». Чувство непостоянно. Восприятие непостоянно. Формации непостоянны. Сознание непостоянно. То, что непостоянно, является страданием. То, что является страданием, безличностно. Безличностное следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью, «Это не мое, я не таков, это не мое я». Видя так, монахи, обученный ученик благородных испытывает разочарование в форме, разочарование в чувстве, разочарование в формациях, разочарование в сознании. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобождается. Когда он освобождён, приходит знание, освобождён. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Докуда бы ни простирались, монахи, обители существ, даже вплоть до самой вершины существования, один, эти существа считаются наивысшими в мире, эти существа считаются наилучшими в мире, араханты. Так сказал Благословенный. И сказав так, счастливейший учитель, далее добавил, воистину, счастливы они, араханты. Ведь не найти в них жажды. И самомнение я есть отрезано, разрублено на части сеть невежества. Достигли неподвижности они, прозрачной их умы. Беспятен в этом мире, святые, не имеют загрязнений. Пять совокупностей поняв всецело, добравшись до семи хороших качеств. Два, эти достойные великие мужи, являются сынами Будды. И наделенные семью жемчужинами, тройное обучение прошедшее. Три, эти великие герои странствуют, отбросив всякий страх и трепетание. И наделенные десятью факторами. Четыре, они сосредоточены, как наги величавые, и в целом мире они лучше всех, поскольку жажды в них не обнаружить. Мудрое знание и возникло в них, ношу последнее я тело. И в самой сердцевине святой жизни они не опираются ни на кого. Неколебимы в развлечении. Пять, они свободны от перерождения, достигнув состояния усмирения, они суть те, кто победили мир. Вверху, внизу, по сторонам, в них не найти услады больше. Их звучит грозный львиный рык, араханты, лучшие на целом свете. Один, в Абхидхамме, Вибханге, и комментариях под этим термином понимается высочайший мир существования, сфера невосприятия, не невосприятия. Два, согласно комментарию, это вера, стыд, боязнь совершить проступок, изучение Дхаммы, усердие, осознанность, мудрость. Три, дословно, семь драгоценных камней, саптаратана. Это семь факторов просветления, сматрисн 46-42, тройное обучение, это практика высшей нравственности, сосредоточения, мудрости. Четыре, десять факторов, это благородный восьмеричный путь с двумя плодами, правильным знанием и правильным освобождением, которые являются характерными для арахантов. Пять, согласно комментарию, это три вида развлечения, связанных с самомнением, я лучше, я такой же, я хуже. Дутье Араханта сутта, Арахант 2. СН 2277. Сутта в точности идентична СН 2276, но здесь в самом конце сутты отсутствуют стихотворные строфы. Сиха сутта, Лев. СН 2278. В Саваттхе. Благословенный сказал, Монахи, вечером лев, царь зверей, выходит из своего логова. Выйдя, он подтягивается, осматривается в направлении всех четырех сторон и рычит своим львиным рыком три раза. Затем он отправляется в поисках игры. Когда лев, царь зверей, рычит, то любые животные, услышавшие этот звук, в большинстве своем пугаются, ощущают беспокойство и трепет. Те, кто живут в норе, заползают в норы. Те, кто живут в воде, погружаются в воду. Те, кто живут в лесу, убегают в лес. Птицы взлетают в небо. Даже те царские большие слоны, привязанные прочными ремнями в деревнях, городах и столицах, срываются и разрывают свои путы на куски. Испугавшись, они мочатся и испражняются, ищут убежище здесь и там. Настолько могущественен, монахи, лев, царь зверей среди животных, такой грандиозный и величественный. Точно так же, монахи, когда Татхагата появляется в мире, арахант, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный, он обучает Тхамме так, такова форма, таково ее происхождение, таково ее исчезновение. Таково чувство, таково восприятие, таковы формации ума, таково сознание, таково его происхождение, таково его исчезновение. И тогда, монахи, когда эти дэвы, обладающие длительным сроком жизни, красотой, пребывающие в счастье, проживающие длительное время в величественных дворцах, слышат, как Татхагата обучает этой Дхамме, то в большинстве своем они пугаются, ощущают беспокойство и трепет. Так выходит, господин, что мы непостоянны, хотя мы считали себя постоянными. Так выходит, господин, что мы неустойчивы, хотя считали себя устойчивыми. Так выходит, господин, что мы не вечны, хотя считали себя вечными. Так выходит, господин, что мы непостоянны, неустойчивы, не вечны, и входим в самоопределение. один. Настолько могущественен, монахи, Татхагата, в этом мире с его дэвами, такой грандиозный и величественный. Так сказал благословенный. И сказав так, счастливейший, учитель, далее добавил, как только Будда, благодаря прямому знанию, в движение привел колесо Дхаммы, так этот мир его небожители послания узнали несравненного учителя, вот прекращение самоопределения, а вот его источник, таков путь благородный восьмеричный, ведущий к утолению страдания. И дэвы те, с огромным сроком жизни, красивые и лучезарные, страхом поражены и трепетанием, словно животные, услышавший львиный рык. Самоопределение не оставили, похоже, господин, мы неустойчивы, так говорят они и послание услышав от стойкого, освобожденного, Архата. Один, согласно комментарию, имеется в виду, что они состоят из пяти совокупностей. Будда учит тому, что пять совокупностей непостоянны, и божества, считавшие иначе, пугаются этого. Кхаджанио сутта, поражен. СН 22.79. В Савадхи. Монахи, какие бы жрецы и отшельники не вспоминали бы свои множественные прошлые жизни, все они вспоминают пять совокупностей, подверженных цеплянию, или одну из них. Какие пять? Вспоминая, я имел такую-то форму в прошлом, он вспоминает лишь форму. Вспоминая, я был тем, кто испытывал такое-то чувство в прошлом, он вспоминает лишь чувство. Или вспоминая, я был тем, у кого было такое-то восприятие в прошлом, он вспоминает лишь восприятие. Или вспоминая, я был тем, с такими-то формациями ума в прошлом, он вспоминает лишь формации. Или вспоминая, я был тем, с таким-то сознанием в прошлом, он вспоминает лишь сознание. Форма. И почему это называется формой? Потому что, монахи, оно подвержено, один, вот почему это называется формой. Подвержено чему? Подвержена жаре и холоду, жажде и голоду, укусам мошек, комаров и пресмыкающихся, ветру и солнцу. Поскольку это подвержено, это называется формой. Чувство. И почему это называется чувством? Потому что, монахи, оно чувствует, вот почему это называется чувством. Что оно чувствует? Оно чувствует удовольствие, оно чувствует боль, оно чувствует ни удовольствие, ни боль. Поскольку оно чувствует, оно называется чувством. Восприятие. И почему это называется восприятием? Потому что, монахи, оно воспринимает, вот почему это называется восприятием. Что оно воспринимает? Оно воспринимает голубое, оно воспринимает желтое, оно воспринимает красное, оно воспринимает белое. Поскольку оно воспринимает, оно называется восприятием формирователя. И почему это называется формирователями? Потому что, монахи, они формируют сформированные вещи, вот почему они называются формирователями, два. И что они формируют как сформированные вещи? Ради формности они формируют форму как сформированную вещь. Ради чувствования они формируют чувство как сформированную вещь. Ради воспринимания они формируют восприятие как сформированную вещь. Ради формирования они формируют формирователя как сформированную вещь. Ради осознавания они формируют сознание как сформированную вещь. Поскольку они формируют сформированные вещи, они называются формирователями сознания. И почему это называется сознанием? Потому что оно познает, вот почему оно называется сознанием. И что оно познает? Оно познает то, что кислый, острый, сладкий, щелочное, нещелочное, соленое и несоленое. Поскольку оно познает, оно называется сознанием. 3. Оставление пяти совокупностей. Так, обученный ученик благородных созерцает таким образом, сейчас я поражен формой. Но в прошлом я тоже был поражен формой точно таким же образом, как и поражен нынешней формой сейчас в настоящем. И если я буду восторгаться будущей формой, то в будущем я буду поражен формой точно таким же образом, как поражен нынешней формой сейчас в настоящем. Созерцая так, он становится равнодушным к форме, не восторгается будущей формой и практикует ради устранения очарованности, ради бесстрастия, ради прекращения по отношению к форме, имеющейся сейчас в настоящем. Он созерцает, «Сейчас я поражен чувством, восприятием, формациями, сознанием. Но в прошлом я тоже был поражен сознанием точно таким же образом, как и поражен нынешним сознанием сейчас в настоящем. И если я буду восторгаться будущим сознанием, то в будущем я буду поражен сознанием точно таким же образом, как поражен нынешним сознанием сейчас в настоящем». Созерцая так, он становится равнодушным к сознанию, не восторгается будущим сознанием и практикует ради устранения очарованности, ради бесстрастия, ради прекращения по отношению к сознанию, имеющемуся сейчас в настоящем. Как вы думаете, монахи, форма постоянно или не постоянно? Не постоянно, учитель. А то, что не постоянно, то успокаивающе или болезненно? Болезненно, учитель. И правильно ли относиться к тому, что не постоянно, болезненно, и что подвержено изменениям? Таким образом, это мое я таков. Это мое я? Нет, учитель. Как вы думаете, монахи, чувство постоянно или не постоянно? Не постоянно, учитель. Восприятие постоянно или не постоянно? Формации постоянно или не постоянно? Не постоянно, учитель. Как вы думаете, монахи – сознание постоянно или непостоянно? Непостоянно – учитель. Поэтому, монахи – любую форму, прошлую, будущую или настоящую, внутреннюю или внешнюю, грубую или утонченную, обычную или возвышенную, далекую или близкую, всякую форму следует видеть в соответствии с действительностью за счет правильной мудрости так, это не мое. Я не таков. Это не мое «я». Любое чувство, любое восприятие, любые информации, любое сознание, прошлое, будущее или настоящее, внутреннее или внешнее, грубое или утонченное, обычное или возвышенное, далекое и близкое, всякое сознание следует видеть в соответствии с действительностью за счет правильной мудрости, так, это не мое. Я не таков. Это не мое «я». Таков, монахи, ученик благородных, который разрушает и не выстраивает, который отпускает и не цепляется, который отбрасывает и не собирает, который рассеивает и не сгребает. И что он разрушает, а не выстраивает? Он разрушает форму и не выстраивает ее. Он разрушает чувство, восприятие, формации, сознание и не выстраивает его. И что он отпускает и к чему не цепляется? Он отпускает форму и не цепляется к ней. Он отпускает чувство, восприятие, формации, сознание и не цепляется к нему. И что он отбрасывает и не собирает? Он отбрасывает форму и не собирает ее. Он отбрасывает чувство, восприятие, формации, сознание и не собирает его. И что он рассеивает и не сгребает? Он рассеивает форму и не сгребает ее. Он рассеивает чувства, восприятия, формации, сознания и не сгребает его. Видя это таким образом, обученный ученик благородных все больше разочаровывается в форме, в чувстве, в восприятии, в формациях, в сознании. Устранив очарованность, он становится бесстрастным. Через бесстрастие он полностью освобождается. Полностью освободившись, он знает, полностью освобожден. Он распознает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Таков, монахи, ученик благородных, который не разрушает, не выстраивает, являясь тем, кто разрушил, который не отпускает, не цепляется, являясь тем, кто отпустил, который не отбрасывает, не собирает, являясь тем, кто отбросил, который не рассеивает, не сгребает, являясь тем, кто рассеял, и что он не разрушает, не выстраивает, являясь тем, кто разрушил, он не разрушает, не выстраивает форму, являясь тем, кто ее разрушил, он не разрушает, не выстраивая чувства, восприятия, формации, сознания, являясь тем, кто его разрушил, и что он не отпускает, и к чему не цепляется, являясь тем, кто отпустил, он не отпускает форму и не цепляется к ней, являясь тем, кто ее отпустил, он не отпускает чувства, восприятия, формации, сознания и не цепляется к нему, являясь тем, кто его отпустил. И что он не отбрасывает, не собирает, являясь тем, кто отбросил? Он не отбрасывает, не собирает форму, являясь тем, кто отбросил ее. Он не отбрасывает, не собирая чувства, восприятия, формации, сознания, являясь тем, кто отбросил его. И что он не рассеивает, не сгребает, являясь тем, кто рассеял? Он не рассеивает, не сгребает форму, являясь тем, кто рассеял ее. Он не рассеивает, не сгребая чувства, восприятия, формации, сознания, являясь тем, кто рассеял его. И монаху, ум которого освобожден таким образом, дэвы, вместе с Индрой, Брахма и Паджапати выражают почтение даже издалека. Почтение вам, облагородный человек. Почтение вам, а высочайший человек, вам, про кого не может даже мы сказать на что настроен его ум. Один, здесь идет игра слов на Пали. Форма, Рупа, подвержена, Рупати. По примечанию Достопочтенного Аналая, эти слова не связаны темологически, но звучат схожи. Два, Сангхатанатхи Сангхарантитипхикхавитасма Сангхарантивучанти, на Пали. В английском переводе Достопочтенного Тханиссара, с которого и сделан перевод этой суты, эта фраза звучит так, because they fabricated fabricated sins, thus they are called fabrications. Заметка Достопочтенного Бодхи к этому фрагменту суты, чтобы смоделировать то, как это звучит на языке Пали. Можно произнести это так, они конструируют сконструированные, вот почему они называются волевыми конструкциями. Чтобы уловить несколько нюансов палийского глагола Бодхи Сангхаранти, можно было бы воспользоваться двумя глаголами, порождать to generate, чтобы уловить идею, что волевые формирователи создают другие совокупности, и формировать ту форм, которая показывает очевидную связь с существительным формацией формations. Примечание переводчика СВ, на русский я перевожу используемое здесь слово Сангхара в зависимости от контекста. Как замечает Достопочтенный Бодхи, у этого слова есть пассивный и активный смысл, поэтому иногда я перевожу как формации, пассивный вариант, а иногда как формирователи, активный вариант. Подробнее смотри. Статью Достопочтенного Бодхи непостоянны все Сангхары. 3. Согласно комментарию, восприятие анализируется здесь посредством двери глаза, поскольку оно более очевидно в схватывании внешнего облика объекта. Сознание анализируется через двери языка, поскольку оно может ухватить различия в объекте даже при отсутствии видимой формы или внешнего облика. Пиндория Сутта, Собиратель Подаяний СН 22.80. Однажды благословенный пребывал в стране Сакьи в Капилаваттву в парке Нингродхи. И тогда благословенный, распустив монахов по некой причине, один, утром оделся, взял чаш в верхнее одеяние и вошел в Капилаваттву собирать подаяние. Когда он собрал подаяние в Капилаваттву и вернулся с хождением за подаяниями, то, после принятия пищи, он отправился в Великий Лес, чтобы провести там остаток дня. Войдя в Великий Лес, он сел у подножия молодого дерева Белувы, чтобы побыть здесь в течение дня. И тогда, по мере того, как благословенный пребывал уединенным в затворничестве, следующее раздумье пришло к нему, и распустил Сангху монахов. В ней есть монахи, которые совсем недавно получили посвящение, совсем недавно ушли в бездомную жизнь, совсем недавно пришли в эту Дхамму и Винаю. Если они меня не увидят, то в них могут произойти некоторые изменения и перемены. Подобно тому, как молодой теленок не видит свою мать, и в нем могут произойти некоторые изменения и перемены, то точно так же там есть монахи, которые совсем недавно получили посвящение, совсем недавно ушли в бездомную жизнь, совсем недавно пришли в эту Дхамму и Винаю. Если они меня не увидят, то в них могут произойти некоторые изменения и перемены. Подобно тому, как если не поливать молодые побеги, то в них могут произойти изменения и перемены, то, точно так же, там есть монахи, которые совсем недавно получили посвящение, совсем недавно ушли в бездомную жизнь, совсем недавно пришли в эту Дхамму и Винаю. Если они меня не увидят, то в них могут произойти некоторые изменения и перемены. Сейчас мне нужно посодействовать сангхе монахов точно так же, как я содействовал ей в прошлом. И тогда Брахма Сахампати, познав своим умом раздумья в уме Благословенного, так же быстро, как сильный человек мог бы распрямить свою согнутую руку или согнуть распрямленную, исчез из мира Брахма и появился перед Благословенным. Он закинул свое верхнее одеяние за плечо, сложил ладони в почтительном приветствии Благословенного и сказал, «Так оно, Благословенный! Так оно, а счастливый!» Сангха монахов распущена Благословенным. В ней есть монахи, которые совсем недавно получили посвящение, совсем недавно ушли в бездомную жизнь, совсем недавно пришли в эту Дхамму и Винаю. Если они его не увидят, то в них могут произойти некоторые изменения и перемены. Подобно тому, как молодой теленок не видит свою мать, и в нем могут произойти некоторые изменения и перемены. Пусть Благословенный посодействует Сангха монахов сейчас, точно так же, как он содействовал ей в прошлом. Благословенный молча согласился. И тогда Брахма Сахампати, осознав согласие Благословенного, поклонился ему и, обойдя его с правой стороны, исчез. И тогда, вечером, Благословенный вышел из затворничества и отправился в парк Негротхи. Он сел на подготовленное для него сидение и посредством сверхъестественных сил сделал так, что монахи приходили к нему застенчиво, поодиночке или парами, два. Подойдя, они кланились Благословенному и садились рядом. Затем Благословенный сказал им, монахи, это низший способ добывания средств к существованию, сбор подаяний. В мире обычно говорят в качестве оскорбления, ты ходишь как попрошайка с чашей в руке. И, все же, благоразумные сыны из хороших семей начинают вести так свою жизнь, имея на то серьезную причину. Их не принуждают к этому насильно ни цари, ни разбойники, ни тяготы долгов, ни страх, ни потеря прежних средств к существованию. Но они делают так с этой мыслью. Мы осаждены рождением, старением и смертью, печалями, стенаниями, болью, беспокойствами и отчаянием, осаждены страданиями, одолены страданиями. Ох, нужно узнать, как положить конец этой груди страданий. Вот так, монахи, этот человек уходит жить бездомной жизнью. Но, приняв такой образ жизни, он алчный, сгорает от жажды к чувственным удовольствиям, имеет недоброжелательный ум, искаженный злоб и намерения, замутненный ум, он небдительный, несосредоточенный, с рассеянным умом и распущенными органами чувств. Подобно полену из погребального костра, обожженному с обоих концов, а в середине измазанному нечистотами, которое нельзя использовать как древесину ни в деревне, ни в лесу, я говорю вам, именно таков и это человек. Он упустил радости жизни домохозяина и не исполнил цели отшельничества. 3. Монахи, есть три вида неблагих мыслей. Мысли, основанные на чувственности, мысли, основанные на недоброжелательности, мысли о причинении вреда. И где, монахи, эти три неблагих мысли прекращаются без остатка? В том, кто пребывает с умом, хорошо утвержденным в четырех основах осознанности или в том, кто развивает беспредметное сосредоточение. Это достаточная причина, монахи, для того, чтобы развивать беспредметное сосредоточение. Когда беспредметное сосредоточение взращено и развито, монахи, оно приносит великий плод и благо. Монахи, есть два вида воззрений, воззрение о существовании и воззрение о несуществовании. 4. Поэтому, монахи, обученный ученик благородных, размышляет так, есть ли что-либо в мире, к чему бы я мог прицепиться, не будучи порицаемым? Он понимает, нет ничего в этом мире, к чему бы я мог прицепиться, не будучи порицаемым. Если бы я прицепился, то только к форме я бы мог прицепиться, только к чувству я бы мог прицепиться, только к восприятию я бы мог прицепиться, только к формациям я бы мог прицепиться, только к сознанию я бы мог прицепиться. Имея такое цепляние в качестве причины, возникло бы существование. Имея существование в качестве причины, возникло бы рождение. Имея рождение в качестве причины, возникло бы старение и смерть, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Таково возникновение всей этой груди-страдания. Как вы думаете, монахи, форма постоянно или непостоянно? Чувство, восприятие, формации, сознание постоянно или непостоянно? Непостоянно, учитель. А то, что непостоянно, то является страданием или счастьем? Страданием, учитель. А может ли то, что непостоянно, страдательно, подвержено изменениям, считаться таковым, это мое, я таков, это мое я? Нет, учитель. Видя так, монахи, обученный ученик благородных испытывает разочарование в отношении формы, чувства, восприятия, формации, сознания. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобожден. Когда он освобожден, приходит знание, освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. 1. Согласно комментарию, Будда прибыл с большой группы монахов из Саваддхи. Встретившие их с Акьей приготовили множество даров, и среди прибывших монахов разразилась ссора из-за того, что они не могли поделить между собой подношения. 2. Согласно комментарию, почему Будда поступил так? Из-за желания их благополучия. Если бы они приходили к нему группами, они бы не выразили ему почтение и не смогли бы получить наставление по Дхамме. Но когда они приходили смиренно, стыдливо и поодиночке или парами, они выражали почтение и могли получить наставление по Дхамме. 3. Этот фрагмент целиком дублируется в эти вот-таки 3.42. 4. Согласно комментарию, Воззрение о существовании, Вхавадиктхе – это этернализм, соссатадидхе. Воззрение о несуществовании, ведь Вхавадиктхе – это аннигилиционизм, учхидадиктхе. Этот отрывок показывает, что беспредметное сосредоточение устраняет не только три вида неблагих мыслей, но и эти два воззрения. Парилея сутта, Парилея. СН-22-81. Однажды Благословенный пребывал в Касамбе в парке Кхаситы. И тогда, утром, Благословенный, одевшийся и взяв чашу и верхние одеяния, вошел к Касамбе собирать подаяния. Когда он собрал подаяния в Касамбе и вернулся с хождения за подаяниями, то, после принятия пищи, он сам привел в порядок свое жилище, взял свою чашу и одеяние, не уведомив своих прислужников, не уведомив сангху монахов, отправился в путешествие самостоятельно, без спутников, один. И тогда, вскоре после того, как Благословенный отбыл, один монах подошел к достопочтенному Ананде и сказал ему, друг Ананда, Благословенный сам привел в порядок свое жилище, взял свою чашу и одеяние, не уведомив своих прислужников, не уведомив сангху монахов, отправился в путешествие самостоятельно, без спутников. Друг, когда Благословенный отбывает подобным образом, он желает побыть в одиночестве. В таком случае никому не следует идти за Благословенным. И тогда Благословенный, совершив несколько пеших переходов, со временем прибыл в Парилейку. Там в Парилейке Благословенный пребывал у подножья солового дерева удача, два. И тогда группа монахов подошла к достопочтенному Ананде и обменялась с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями они сели рядом и сказали достопочтенному Ананде, три, друг Ананда, уже давно мы не слышали беседы от Хамя в присутствии Благословенного. Мы бы хотели услышать такую беседу, друг Ананда. И тогда достопочтенный Ананда отправился вместе с теми монахами к Благословенному в Парилейку к подножью солового дерева удачи. Подойдя, они поклонились Благословенному и сели рядом. Благословенный их наставлял, воодушевлял, вдохновлял и радовал беседой от Хамя. И тогда раздумье пришло к одному монаху, как следует знать, как следует видеть, чтобы произошло незамедлительное уничтожение пятен загрязнений ума. Благословенный, напрямую познав своим умом раздумьевыми того монаха, обратился к монахам так, «Монахи, я научил этой Дхаме различительно. Я научил четырем основам осознанности различительно. Я научил четырем правильным стараниям, четырем основам сверхъестественных сил, пяти качествам, пяти силам, семи факторам просветления. Благородному восьмеричному пути различительно. Монахи, в отношении Дхаммы, которой я научил различительно, раздумье возникло в уме одного монаха, как следует знать, как следует видеть, чтобы произошло незамедлительное уничтожение пятен. И как, монахи, следует знать, как следует видеть, чтобы произошло незамедлительное уничтожение пятен? Вот, монахи, не обученный заурядный человек, не навещающий благородных, не обученный в их дисциплине Дхамме, не навещающий чистых умом людей, не обученный в их дисциплине Дхамме, считает, что форма – это я. Такое отношение, монахи, является формацией. И что касается этой формации, каков ее источник, каково ее происхождение, откуда она взялась и произвелась? Когда не обученный заурядный человек встречается с чувством, рожденным невежественным контактом, в нем возникает жажда, вот откуда берется эта формация. Поэтому, монахи, эта формация не постоянно, обусловлена, возникла зависимо. Эта жажда не постоянно, обусловлена, возникла зависимо. Это чувство не постоянно, обусловлено, возникло зависимо. Этот контакт непостоянен, обусловлен, возник зависимо. Это невежество непостоянно, обусловлено, возникло зависимо. Когда человек видит и знает так, монахи, происходит незамедлительное уничтожение пятен загрязнений ума. Он может не считать форму своим «я», но он может считать, что его «я» владеет формой. Такое отношение, монахи, является формацией. Незамедлительное уничтожение пятен. Он может не считать форму своим «я», или что «я» владеет формой, но он может считать, что форма находится внутри его «я». Такое отношение, монахи, является формацией. Незамедлительное уничтожение пятен. Он может не считать форму своим «я», или что «я» владеет формой, или что форма находится внутри его «я», но он может считать, что «я» находится внутри формы. Такое отношение, монахи, является формацией. Незамедлительное уничтожение пятен. Он может не считать форму своим «я», или что «я» находится внутри формы, но он может считать чувство, восприятие, формации, сознание своим «я», или что «я» находится внутри сознания. Такое отношение, монахи, является формацией. Незамедлительное уничтожение пятен. Он может не считать форму своим «я», или что «я» находится внутри сознания, но он может иметь такое воззрение, этот мир – это «я». После смерти я буду постоянным, устойчивым, вечным, неизменным. 4. Это терналистическое воззрение является формацией. Незамедлительное уничтожение пятен. Он может не считать форму своим «я», или придерживаться такого терналистического воззрения, но он может иметь такое воззрение «я мог бы не быть, этого могло бы не быть у меня». Я не буду, и этого не будет у меня. 5. Это аннигилиционистическое воззрение является формацией. Незамедлительное уничтожение пятен. Он может не считать форму своим «я», или придерживаться такого аннигилиционистического воззрения, но он запутан, пребывает в сомнениях, нерешителен в отношении истинной Дхаммы. 6. Это запутанность, сомнение, нерешительность в отношении истинной Дхаммы является формацией. И что касается этой формации, каков ее источник, каково ее происхождение, откуда она взялась и произвелась? 7. Когда необученный заурядный человек встречается с чувством, рожденным невежественным контактом, в нем возникает жажда, вот откуда берется эта формация. Поэтому, монахи, эта формация непостоянна, обусловлена, возникла зависима. Эта жажда непостоянна, обусловлена, возникла зависима. Это чувство непостоянна, обусловлено, возникла зависима. Этот контакт непостоянен, обусловлен, возникла зависима. Это невежество непостоянна, обусловлено, возникла зависима. Когда человек видит и знает так, монахи, происходит незамедлительное уничтожение пятен загрязнений ума. 1. Комментарий приписывает события этой сутты к моменту известной ссоры монахов в Касамбе. После того как Будда безуспешно пытался помирить противоборствующие стороны, он решил отправиться в путешествие в одиночку. 2. Комментарий. Жители Парилейки построили для благословенного залу из листвы выхраняемой рощи рядом с городом. Там росло соловое дерево удача, в Хадда. Благословенный жил под этим деревом рядом с этой травяной хижиной. Комментарий также поясняет, что здесь ему прислуживал большой слон. 3. Согласно комментарию, эти монахи прибыли недавно и не были замешаны в ссоре. 4. Скорее всего это воззрение из древних вед. Любопытно, что комментарий никак не проясняет этот фрагмент. 5. Смотри примечания в СН 22-55. 5. Пуннамма сутта, ночь в полнолунии. СН 22-82. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в восточном парке в особняке матери Амигару вместе с Большой Сангхой монахов. И тогда, в пятнадцатый день, в Упасатху, ночью в полнолунии, Благословенный сидел на открытой местности в окружении Сангхи монахов. Затем один монах поднялся со своего сиденья, закинул свое верхнее одеяние за плечо, сложил ладони в почтительном приветствии Благословенного и сказал ему, «Учитель, я бы хотел спросить Благословенного об одной вещи, если бы Благословенный соизволил ответить на мой вопрос. Что же, монах, садись на свое сиденье и спрашивай то, что хочешь». «Да, учитель», — ответил тот монах. Затем он сел на свое сиденье и сказал Благословенному. Один, не являются ли эти пять совокупностей подверженными цеплянию, учитель? То есть, форма как совокупность, подверженная цеплянию, чувство, восприятие, формации, сознание как совокупность, подверженная цеплянию? Эти пять совокупностей, монах, подвержены цеплянию, то есть, форма, чувство, восприятие, формации, сознание как совокупность, подверженная цеплянию. Сказав хорошо, учитель, тот монах восхитился и возрадовался словам Благословенного. Затем он задал Благословенному следующий вопрос. 2. Но, учитель, в чем укоренены эти пять совокупностей, подверженные цеплянию? Эти пять совокупностей, подверженные цеплянию, укоренены в желании. 3. Учитель, это цепляние является тем же самым, что эти пять совокупностей, подверженные цеплянию, или же цеплянии, это одно, а пять совокупностей, подверженные цеплянию, это другое. Монах, это цепляние не то же самое, что и пять совокупностей, подверженные цеплянию, не отдельные от пяти совокупностей, подверженных цеплянию. Но желание и жажда к ним, вот где здесь цеплянии. 4. Но, учитель, может ли быть многообразие в желании и жажде к пяти совокупностям, подверженным цеплянью? Может, монах, ответил благословенный. Вот, монах, мысль приходит к кому-либо, пусть у меня будет такая форма в будущем. Пусть у меня будет такое чувство в будущем. Пусть у меня будет такое восприятие в будущем. Пусть у меня будут такие формации в будущем. Пусть у меня будет такое сознание в будущем. Так, монах, может быть многообразие в желании и жажде к пяти совокупностям, подверженным цеплянью. 5. Учитель, каким образом обозначение совокупности применимо к совокупностям? Монах, любой вид формы, прошлой, настоящей, будущей, внутренней или внешней, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, это называется совокупностью формы. Любой вид чувства, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, это называется совокупностью чувства. Любой вид восприятия, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, это называется совокупностью восприятия. Любой вид формаций – прошлых, настоящих, будущих, внутренних или внешних, грубых или утонченных, низших или возвышенных, далеких или близких – это называется совокупностью формаций. Любой вид сознания – прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого – это называется совокупностью сознания. Вот каким образом обозначение совокупности применимо к совокупностям. 6. В чем причина и условия, учитель, проявление совокупности формы? В чем причина и условия проявления совокупности чувства? В чем причина и условия проявления совокупности восприятия? В чем причина и условия проявления совокупности формации? В чем причина и условия проявления совокупности сознания? 4 великих элемента, монах, являются причиной и условием для проявления совокупности формы. Контакт является причиной и условием для проявления совокупности чувства. Контакт является причиной и условием для проявления совокупности восприятия. Контакт является причиной и условием для проявления совокупности формаций. Имя и форма являются причиной и условием для проявления совокупности сознания. 7. Учитель, как возникает воззрение аят? Монах, вот необученный заурядный человек, не навещающий благородных, не обученный в их дисциплине и их дхами, не навещающий чистых умом людей, не обученный в их дисциплине и их дхами, считает, что форма – это я, или что я владеет формой, или что форма находится внутри я, или что я находится внутри формы. Он считает, что чувство, восприятие, формации, сознание – это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри я, или что я находится внутри сознания. Вот как возникает воззрение я. 8. Но, учитель, как воззрение я не возникает? Монах, вот обученный ученик благородных, навещающий благородных, обученный в их дисциплине Ихдхамме, навещающий чистых умом людей, обученный в их дисциплине Ихдхамме, не считает, что форма – это я, или что я владеет формой, или что форма находится внутри я, или что я находится внутри формы. Он не считает, что чувство, восприятие, формации, сознание – это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри я, или что я находится внутри сознания. Вот как не возникает воззрения я. 9. Учитель. Какова привлекательность, опасность и спасение в отношении формы? Какова привлекательность, опасность и спасение в отношении чувства, восприятия, формации, сознания? Удовольствие и радость, монах, которые возникают в зависимости от формы, это является привлекательностью формы. Эта форма непостоянна, страдательна, подвержена изменению, вот что является опасностью формы. Устранение и оставление желания и жажды к форме, вот что является спасением от формы. Удовольствие и радость, которые возникают в зависимости от чувства, в зависимости от восприятия, в зависимости от формации, в зависимости от сознания, вот что является привлекательностью сознания. Это сознание непостоянно, страдательно, подвержено изменению, вот что является опасностью сознания. Устранение и оставление желания и жажды к сознанию, вот что является спасением от сознания. 10. Учитель, как следует знать, как следует видеть в отношении этого тела с его сознанием и в отношении всех внешних образов, так чтобы сотворение «я», сотворение моего и самомнения больше не происходило? Любой вид формы, монах, прошлый, настоящий, будущий, внутренний или внешний, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, всякую форму следует видеть правильной мудростью в соответствии с действительностью, это не мое, я не таков, это не мое «я». Любой вид чувства, любой вид восприятия, любой вид формации, любой вид сознания, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, всякое сознание следует видеть правильной мудростью в соответствии с действительностью, это не мое, я не таков, это не мое «я». Когда человек видит и знает так, монах, в отношении этого тела с его сознанием и в отношении всех внешних образов, сотворение «я», сотворение моего и самомнения больше не происходит. И тогда некое раздумье возникло в уме одного монаха, так выходит, что форма безличностна, чувство безличностна, восприятие безличностна, формации безличностны, сознание безличностна. Так на какое же «я» окажут влияние те поступки, что совершены тем, что безличностна? И тогда благословенный, напрямую познав это раздумья в уме того монаха, обратился к монахам так, бывает так, монахи, когда некий никчемный человек, тупой и невежественный, с умом, охваченным жаждой, может посчитать, что способен превзойти учение учителя вот таким образом, так выходит, что форма безличностна, чувство безличностна, восприятие безличностна, формации безличностны, сознание безличностна. Так на какое же «я» окажут влияние те поступки, что совершены тем, что безличностна? Монахи, вы обучались мною посредством различных расспросов отношений разносторонних учений, один. Как вы думаете, монахи, постоянно ли форма или непостоянна? Непостоянна, учитель. А то, что непостоянна, то является страданием или счастьем? Страданием, учитель. А то, что непостоянна и страдательна, подвержена изменению, может ли считаться таковым, это мое, я таков, это мое я? Нет, учитель. Чувство постоянно или непостоянно. Восприятие постоянно или непостоянно. Формации постоянно или непостоянны. Сознание постоянно или непостоянно. Непостоянно, учитель. Поэтому, монахи, любой вид формы, прошлой, настоящей, будущей, внутренней или внешней, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, всякую форму следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Любой вид чувства, любой вид восприятия, любой вид формации, любой вид сознания, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, всякое сознание следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Видя так, монахи, обученный ученик благородных испытывает разочарование в отношении формы, чувства, восприятия, формации, сознания. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобожден. Когда он освобожден, приходит знание, освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Монах пришел спросить десять вопросов этих, пару, о совокупностях. О том, такими же могут ли быть, причина, наименование. И два о самости. По одному об удовольствии, и этом теле с сознанием его. Два. Один, по мнению Пхикху Бодхе, данный метод расспроса в отношении разносторонних учений как раз так и излагается ниже в сути. Два, данная сути идентична МН 109, за исключением того, что в последнем нет этого небольшого стихотворения о содержимом сути, а вместо него идет фрагмент о том, что шестьдесят монахов после прослушивания сути достигли араханства. Примечание переводчика СВ. Очевидно, этот стих был добавлен редакторами канона для более легкого запоминания текста. Ананда сутта, Ананда. СН 22.83. В Саваттхе. Там Достопочтенный Ананда обратился к монахам, друзья монахи. Друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный Ананда сказал, друзья, Достопочтенный Пунна Монтонипута был очень полезен нам, когда мы только получили монашеское посвящение. Он наставлял нас следующим наставлением. Именно благодаря цеплянию, Ананда, происходит идея я есть, не без цепляния она происходит. Из-за цепляния к чему происходит идея я есть, а не без цепляния. Из-за цепляния к форме происходит идея я есть, а не без цепляния к ней. Из-за цепляния к чувству, восприятию, формациям, сознанию происходит идея я есть, а не без цепляния к нему. Представь, друг Ананда, юношу или девушку, юную, наслаждающуюся украшениями, которая стала бы рассматривать отражение своего лица в зеркале или чаша, наполненной чистой, ясной, прозрачной водой. Она бы смотрела на него с цеплянием, а не без цепляния. Точно так же, благодаря цеплянию к форме, происходит идея «я есть», а не без цепляния к ней. Благодаря чувству, восприятию, формациям, сознанию происходит идея «я есть», а не без цепляния к нему. Как ты думаешь, друг Ананда, постоянно ли форма или непостоянна? Непостоянна, друг. А то, что непостоянна, то является страданием или счастьем? Страданием, друг. А то, что непостоянна и страдательно, подвержено изменению, может ли считаться таковым «это мое, я таков, это мое я»? Нет, друг. Чувство постоянно или непостоянно. Восприятие постоянно или непостоянно. Формации постоянно или непостоянны. Сознание постоянно или непостоянно? Непостоянно, друг. Поэтому, друг Ананда, любой вид формы, прошлой, настоящей, будущей, внутренней или внешней, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, всякую форму следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Любой вид чувства, любой вид восприятия, любой вид формации, любой вид сознания, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, всякое сознание следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Видя так, друг Ананда, обученный ученик благородных испытывает разочарование в отношении формы, чувства, восприятия, формации, сознания. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобожден. Когда он освобожден, приходит знание, освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Друзья, достопочтенный Пуннамантанипута был очень полезен нам, когда мы только получили посвящение. Он наставлял нас этим наставлением. И когда я услышал это его учение по Дхамме, я осуществил постижение Дхаммы, один. Один, Пуннамантанипута был признан лучшим проповедником Дхаммы среди всех монахов. Ананда в конце этого наставления постиг Дхамму, то есть стал вступившим в поток. ТИССА СУТТА, ТИССА. СН 22.84. В САВАТХЕ. И тогда достопочтенный ТИССА, двоюродный брат благословенного по отцовской линии, поведал группе монахов, «Друзья, мое тело как будто заторможено, я потерялся, учения боли мне не ясны. Лень и апатия одолевают мой ум. Я веду святую жизнь без удовольствия, и у меня есть сомнения в отношении учений». И тогда группа монахов подошла к благословенному, они поклонились ему, сели рядом и сообщили ему об этом. Тогда благословенный обратился к одному монаху так, «Ну же, монах, скажи монаху ТИССА от моего имени, что учитель зовет его? Да, учитель, ответил монах, отправился к достопочтенному ТИССЕ и сказал ему, «Учитель зовет тебя, друг ТИССА». «Да, друг», ответил достопочтенный ТИССА и отправился к благословенному, поклонился ему и сел рядом. Благословенный затем сказал ему, «Правда ли, ТИССА, что ты поведал группе монахов так, друзья, мое тело как будто заторможено, я потерялся, учения боли мне не ясны. Лень и апатия одолевают мой ум. Я веду святую жизнь без удовольствия, и у меня есть сомнения в отношении учений? Да, Учитель. Как ты думаешь, ТИССА, если человек не лишен жажды к форме, не лишен желания, любви, страсти, тяги к ней, то с переменами и изменением той формы, разве не возникли бы в нем печаль, стянание, боль, горе и отчаяние? Так оно, Учитель. Хорошо, хорошо, ТИССА. Так оно, ТИССА, с тем, кто не лишен жажды к форме. Если человек не лишен жажды к чувству, восприятию, формациям, сознанию, не лишен желания, любви, страсти, тяги к нему, то с переменами и изменением того сознания, разве не возникли бы в нем печаль, стянание, боль, горе и отчаяние? Хорошо, хорошо, ТИССА. Так оно, ТИССА, с тем, кто не лишен жажды к сознанию. Если человек лишен жажды к форме, лишен желания, любви, страсти, тяги к ней, то с переменами и изменением той формы, разве возникли бы в нем печаль, стянание, боль, горе и отчаяние? Нет, учитель. Хорошо, хорошо, Тиса. Так оно, Тиса, с тем, кто лишён жажды к форме. Если человек лишён жажды к чувству, восприятию, формациям, сознанию, лишён желания, любви, страсти, тяги к нему, то с переменами и изменением того сознания, разве возникли бы в нём печаль, стенание, боль, горе и отчаяние? Хорошо, хорошо, Тиса. Так оно, Тиса, с тем, кто лишён жажды к сознанию. Как ты думаешь, Тиса, постоянно ли форма или непостоянна? Непостоянна, учитель. А то, что непостоянна, то является страданием или счастьем? Страданием, учитель. А то, что непостоянна и страдательно, подвержено изменению, может ли считаться таковым, это моё, я таков, это моё я? Чувство постоянно или непостоянно? Восприятие постоянно или непостоянно? Формации постоянно или непостоянны? Сознание постоянно или непостоянно? Не постоянно, учитель. Поэтому, тиса, любой вид формы, прошлой, настоящей, будущей, внутренней или внешней, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, всякую форму следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью, это не мое, я не таков, это не мое я. Любой вид чувства, любой вид восприятия, любой вид формации, любой вид сознания, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, всякое сознание следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью, это не мое, я не таков, это не мое я. Видя так, тиса, обученный ученик благородных испытывает разочарование в отношении формы, чувства, восприятия, формации, сознания. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобожден. Когда он освобожден, приходит знание, освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Представь, тиса, двух человек, один не обучен в пути, а другой обучен. Не обученный в пути человек задал бы обученному вопрос о пути, а последний бы ответил, ну же, дорогой мой, путь таков. Пройди по нему немного, пока не увидишь развилку. Не ходи налево, а иди направо. Пройди еще немного и увидишь чащу. Пройди еще немного и увидишь большую болотную топь. Пройди еще немного и увидишь крутой обрыв. Пройди еще немного и увидишь большую восхитительную равнину. Я привел этот пример, тиса, чтобы донести смысл. А смысл таков, не обученный в пути человек, это обозначение обычного заурядного человека. Обученный в пути человек, это обозначение татхагаты, Араханта, полностью просветленного. Развилка на дороге – это обозначение сомнения. Дорога налево – это обозначение неправильного восьмеричного пути, то есть, неправильных воззрений, неправильного устремления, неправильной речи, неправильных действий, неправильных средств к жизни, неправильного усилия, неправильной осознанности, неправильного сосредоточения. Дорога направо – это обозначение благородного восьмеричного пути, правильных воззрений, правильного сосредоточения. Чаще – это обозначение невежества. Большая болотная топь – это обозначение чувственных наслаждений. Крутой обрыв – это обозначение отчаяния из-за злости. Большая восхитительная равнина – это обозначение неббаны. Возрадуйся же, Тиса. Возрадуйся, Тиса. Я здесь, чтобы советовать, я здесь, чтобы помогать, я здесь, чтобы наставлять. Так сказал благословенный. Восхищенный, достопочтенный Тиса возрадовался словам благословенного. Ямака сутта, Ямака. СН 22.85. Содержание, пагубное воззрение Ямаки, непостоянство пяти совокупностей, поиск сущности Татхагаты, пример с убийцей. Однажды достопочтенный Сарипутта пребывал в Савадхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда такое пагубное воззрение возникло у монаха по имени Ямака, как я понимаю Дхамму, который научил благословенный, монах, чьи пятна загрязнения ума уничтожены, разрушается и исчезает после распада тела и не существует после смерти. Один. Группа монахов услышала, что такое пагубное воззрение возникло у монаха Ямаки. И тогда они подошли к достопочтенному Ямаке, обменялись с ним вежливыми приветствиями и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями сели рядом и сказали ему, Правда ли, друг Ямака, что такое пагубное воззрение возникло у тебя, как я понимаю Дхамму, который научил благословенный, монах, чьи пятна загрязнения ума уничтожены, разрушается и исчезает после распада тела и не существует после смерти? Именно так, друзья. Как я понимаю Дхамму, который научил благословенный, монах, чьи пятна загрязнения ума уничтожены, разрушается и исчезает после распада тела и не существует после смерти. Друг Ямака, не говори так. Не искажай смысла сказанного благословенным, поскольку это неблагостно, искажать смысл сказанного им. Благословенный не мог так сказать, монах, чьи пятна загрязнения ума уничтожены, разрушаются и исчезают после распада тела и не существуют после смерти. И, все же, хотя монахи наставляли его так, достопочтенный Ямака из-за упрямства и привязанности к этому самому пагубному воззрению, продолжал утверждать, как я понимаю Дхамму, который научил благословенный, монах, чьи пятна загрязнения ума уничтожены, разрушаются и исчезают после распада тела и не существуют после смерти. И поскольку те монахи не смогли отстранить достопочтенного Ямаку от этого пагубного воззрения, они поднялись со своих сидений, отправились к достопочтенному Сарепутте и рассказали ему обо всем, что произошло, добавив, было бы хорошо, если бы достопочтенный Сарепутта отправился бы к монаху Ямаке из сострадания к нему. Достопочтенный Сарепутта молча согласился. И тогда, вечером, достопочтенный Сарепутта вышел из затворничества. Он подошел к достопочтенному Ямаке и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После этого он сел рядом и сказал, «Правда ли, друг Ямака, что такое пагубное воззрение возникло у тебя, как я понимаю Тхамму, который научил благословенный, монах, чьи пятна загрязнения ума уничтожены, разрушаются и исчезают после распада тела и не существуют после смерти? Именно так, друг. Как ты думаешь, друг Ямака, форма постоянно или непостоянно? Непостоянно, друг. А то, что непостоянно, то является страданием или счастьем? Страданием, друг. А то, что непостоянно и страдательно, подвержено изменению, может ли считаться таковым, это мое, я таков, это мое я? Нет, друг. Чувство постоянно или непостоянно? Восприятие постоянно или непостоянно? Формации постоянно или непостоянны? Сознание постоянно или непостоянно? Непостоянно, друг. Поэтому, друг Ямака, любой вид формы, прошлый, настоящий, будущий, внутренний или внешний, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой. Всякую форму следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Любой вид чувства, любой вид восприятия, любой вид формации, любой вид сознания, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, всякое сознание следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью. «Это не мое, я не таков, это не мое я». Видя так, друг Ямака, обученный ученик благородных испытывает разочарование в отношении формы, чувства, восприятия, формации, сознания. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобожден. Когда он освобожден, приходит знание, освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли возвращения в какое-либо состояние существования. Как ты думаешь, друг Ямака, считаешь ли ты форму Татхагатой? Считаешь ли ты чувства Татхагатой? Считаешь ли ты восприятие Татхагатой? Считаешь ли ты формации ума Татхагатой? Считаешь ли ты сознание Татхагатой? Как ты думаешь, друг Ямака, считаешь ли ты Татхагату находящимся внутри формы? Считаешь ли ты Татхагату находящимся вне формы? Считаешь ли ты Татхагату находящимся внутри чувства, вне чувства, в восприятии? Вне восприятия? В формациях? Вне формации? В сознании? Вне сознания? Как ты думаешь, друг Ямака, считаешь ли ты Татхагатой форму чувства восприятия и формации сознания вместе взятой? Как ты думаешь, друг Ямака, считаешь ли ты Татхагатой не имеющим формы, чувства, восприятия, формации, сознания? 2. Но, друг, если ты не можешь указать на Татхагату как на реально существующего и действительного уже сейчас в этой самой жизни, 3. Будет ли правильным заявлять, как я понимаю Дхамму, который научил благословенный, монах, чьи пятна загрязнения ума уничтожены, разрушаются и исчезают после распада тела и не существуют после смерти? 3. Прежде, друг Сарипута, когда я был невежественен, я держался за это пагубное воззрение, но теперь, когда я услышал это учение по Тхамме от достопочтенного Сарипуты, я отбросил это пагубное воззрение и осуществил постижение Тхаммы. 4. Друг Ямака, если бы тебя спросили, друг Ямака, когда монах, арахант, чьи пятна загрязнения ума уничтожены, что происходит с ним после распада тела, после смерти то, будучи спрошенным так, как бы ты ответил? 5. Если бы меня так спросили, друг, я бы ответил, друзья, форма непостоянна. То, что непостоянна, является страданием. То, что является страданием, прекратилось и исчезло. Чувство непостоянно, восприятие непостоянно, формации непостоянны, сознание непостоянно. То, что непостоянно, является страданием. То, что является страданием, прекратилось и исчезло. Будучи спрошенным так, друг, я бы ответил таким образом, 5. Хорошо, хорошо, друг Ямака. Теперь, друг Ямака, я приведу тебе пример, чтобы показать этот же смысл еще более четко. Представь, друг Ямака, домохозяина или его сына, богатого, с большим богатством и имуществом, охраняемого телохранителем. И появился бы некий человек, который желал бы причинить ему вред, упадок, опасность, забрать его жизнь. И этот человек подумал бы, этот домохозяин или его сын, богатый человек, с большим богатством и имуществом, охраняем телохранителем. Не просто будет забрать его жизнь силой. Мне нужно подобраться поближе к нему, а уже затем забрать его жизнь. И тогда он бы подошел к этому домохозяину или его сыну и сказал бы ему, я бы устроился к вам на службу, почтенный. И тогда домохозяин или его сын назначил бы его слугой. Человек служил бы ему, вставая рано утром раньше него, ложась спать после, делая все, что тот пожелает, будучи прилежным в поведении, приятным в речах. Домохозяин или его сын посчитали бы его другом, сердечным другом, и доверились бы ему. А когда-то человек увидел бы, что домохозяин или его сын доверился ему, то тогда, подловив момент, пока тот находится один, он забрал бы его жизнь с помощью острого ножа. Как ты думаешь, друг Ямака, когда-то человек подошел к домохозяину или его сыну и сказал ему, я бы устроился к вам на службу, почтенный, не был он разве убийцей еще тогда, хотя другой не знал его как моего убийцу? И когда-то человек служил ему, вставая рано утром раньше него, ложась спать после, делая все, что тот пожелает, будучи прилежным в поведении, приятным в речах, не был он разве убийцей еще и тогда, хотя другой не знал его как моего убийцу? И когда-то человек подошел к нему, пока тот был один, забрав его жизнь с помощью острого ножа, не был он разве убийцей еще и тогда, хотя другой не знал его как моего убийцу? 6. Да, друг. Точно так же, друг Ямака, не обученный заурядный человек, не навещающий благородных, не обученный в их дисциплине Ихдхаме, не навещающий чистых умом людей, не обученный в их дисциплине Ихдхаме, считает, что форма – это я, или что я владеет формой, или что форма находится внутри я, или что я находится внутри формы. Он считает, что чувство, восприятие, формации, сознание – это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри я, или что я находится внутри сознания. Он не понимает в соответствии с действительностью непостоянную форму как непостоянную форму, непостоянное чувство как непостоянное чувство, непостоянное восприятие как непостоянное восприятие, непостоянные формации как непостоянные формации, непостоянное сознание как непостоянное сознание. Он не понимает в соответствии с действительностью болезненную форму как болезненную форму, болезненное чувство, болезненное восприятие, болезненные формации, болезненное сознание как болезненное сознание. Он не понимает в соответствии с действительностью безличностную форму, как безличностную форму, безличностное чувство, безличностные восприятия, безличностные информации, безличностные сознания, как безличностные сознания. Он не понимает в соответствии с действительностью обусловленную форму, как обусловленную форму, обусловленное чувство, обусловленные восприятия, обусловленные формации, обусловленные сознания, как обусловленные сознания. Он не понимает в соответствии с действительностью убийственную форму, как убийственную форму. Убийственное чувство, убийственное восприятие, убийственные формации, убийственное сознание как убийственное сознание. Он становится вовлеченным в форму, цепляется к ней, имеет твердое убеждение, что это мое Я. Он становится вовлеченным в чувство, восприятие, формации, сознание, цепляется к нему, имеет твердое убеждение, что это мое Я. Эти самые пять совокупностей, подверженные цеплянию, в которые он вовлекается, к которым цепляется, ведут к его страданию в течение длительного времени. Но, друг, обученный ученик благородных, навещающий благородных, обученный в их дисциплине и их Дхаме, навещающий чистых умом людей, обученный в их дисциплине и их Дхаме, не считает, что форма – это Я, или что Я владеет формой, или что форма находится внутри Я, или что Я находится внутри формы. Он не считает, что чувство, восприятие, формации, сознание – это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри я, или что я находится внутри сознания. Он понимает в соответствии с действительностью непостоянную форму. Он понимает в соответствии с действительностью болезненную форму. Он понимает в соответствии с действительностью безличесную форму. Он понимает в соответствии с действительностью обусловленную форму. Он понимает в соответствии с действительностью убийственную форму. Он не становится вовлеченным в форму, не цепляется к ней, не имеет твердого убеждения, что это мое Я. Он не становится вовлеченным в чувства, в восприятии, в формации, в сознание, не цепляется к нему, не имеет твердого убеждения, что это мое Я. Эти самые пять совокупностей, подверженные цеплянию, в которые он не вовлекается, к которым не цепляется, ведут к его благополучию и счастью в течение длительного времени. Так оно, друг Сарепута, с теми достопочтенными, которые имеют таких сострадательных и великодушных товарищей по святой жизни, которые советуют и наставляют их. И теперь, когда я услышал это учение под хами от достопочтенного Сарепуты, мой ум освободился от пятен загрязнения ума посредством отсутствия цепляния. 7. Так сказал достопочтенный Сарепута. Вдохновленный, достопочтенный мага возрадовался словам достопочтенного Сарепуты. 1. Позиция этого монаха не совпадает с негилицианистической, поскольку он не считает, что все существа уничтожаются после смерти. Похоже, у него было этерналистическое воззрение в отношении непросветленных существ, поскольку у них есть вечное Я, которое перерождается, и они гилицианистическое воззрение в отношении Араханта, поскольку Яраханта полностью уничтожается в момент смерти. Комментарий. Если бы у него была идея формации возникают и исчезают, и просто прекращается процесс формации, то это не было бы воззрением, диптхигата, но знанием, в соответствии с учением. Но поскольку он думал, существо уничтожается и разрушается, то это становится воззрением. 2. Имеется в виду полностью трансцендентный Татхагата, не имеющий сущностной связи с пятью совокупностями. 3. Примечание переводчика СВ. Здесь, и в диалоге выше, идет речь о некой вечной и постоянной сущности Татхагаты, Атмани, который, как считал Ямака, якобы реально существует и уничтожается после смерти, в момент пренибанной. Все эти вопросы, которые задает достопочтенный Сарипута, направлены на то, чтобы показать ошибочность этой идеи, которой придерживается Ямака. Аналогичный анализ идет в следующей сути, СН 22.86, где подобного неправильного воззрения придерживается монах Ануратха и считает, что, якобы, вечная сущность Татхагаты реально существует, но ее очень трудно описать, и потому это якобы нужно делать вне рамок четырех стандартных категоричных ответов. Будда аналогичным образом, проводя анализ, указывает на ошибочность его идеи. 4. То есть достиг вступления в поток. 5. Примечание переводчика СВ, то есть, иными словами, после смерти Араханта уничтожается не его, якобы существующая, вечная сущность, Атман, а всего лишь набор безличностных элементов, пять совокупностей, которые составляют живое существо. 6. Согласно комментарию, беспечный домохозяин в этом примере, это необученный заурядный человек. А убийца, это пять совокупностей. 7. То есть он достиг Араханства. Ануратха сутта, Ануратха. СН 22.86. Сутта идентична СН 44.2. В Аккале сутта, В Аккале. СН 22.87. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. И тогда достопочтенный В Аккале пребывал в Гончарском сарае, он был нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. И вот достопочтенный В Аккале обратился к своим монахам-прислужникам, «Ну же, друзья, пойдите к Благословенному, поклонитесь ему в ноги от моего имени и скажите, «Господин, монах В Аккале нездоров, поражен болезнью, серьезно болен». Он выражает почтение Благословенному, кланяясь ему в ноги. И далее скажите, «Было бы хорошо, господин, если бы Благословенный навестил бы монаха В Аккале из сострадания к нему». «Да, друг», — ответили те монахи и отправились к Благословенному. Подойдя, они поклонились ему, сели рядом и донесли послание. Благословенный молча согласился. И затем Благословенный оделся, взял чашу и верхнее одеяние и отправился к монаху В Аккале. Достопочтенный В Аккале увидел Благословенного издали и начал шевелиться, лежа на кровати. 1. Благословенный обратился к нему, довольна, В Аккале, не двигайся, лежа на своей кровати. Здесь подготовлено сиденье, я присяду вот здесь. Благословенный сел на подготовленное сиденье и сказал Достопочтенному В Аккале, «Я надеюсь, ты поправляешься, В Аккале, я надеюсь, тебе становится лучше. Я надеюсь, твои болезненные ощущения спадают, они возрастают, и что можно увидеть их спад, а не увеличение. Достопочтенный, я не поправляюсь, мне не становится лучше. Сильные болезненные ощущения возрастают во мне, они спадают, и можно увидеть их увеличение, а не спад. В таком случае, я надеюсь, В Аккале, что тебя не тревожит угрозение совести и сожаление. В самом деле, учитель, меня переполняют угрозение совести и сожаление. Я надеюсь, В Аккале, что в твоем случае нет ничего, за что можно было бы порицать себя в отношении нравственности. В моем случае, учитель, нет ничего, за что можно было бы порицать себя в отношении нравственности. Тогда, В Аккале, если в твоем случае нет ничего, за что можно было бы порицать себя в отношении нравственности, почему же ты обеспокоен угрозением совести и сожалением? Долгое время, учитель, я хотел прийти и увидеть благословенного, но я не мог сделать этого. Довольно, В Аккале. Зачем тебе видеть это отвратительное тело? Тот, кто видит Хамму, видит меня. Тот, кто видит меня, видит Дхамму. Поскольку в видении Дхаммы, в Аккале, можно увидеть меня, и в видении меня можно увидеть Дхамму. Как ты думаешь, в Аккале, постоянно ли форма или не постоянно? Непостоянно, учитель. А то, что непостоянно, то является страданием или счастьем? Страданием, учитель. А то, что непостоянно и страдательно, подвержено изменению, может ли считаться таковым, это мое, я таков, это мое я? Нет, учитель. Чувство постоянно или непостоянно. Восприятие постоянно или непостоянно. Формации постоянно или непостоянны. Сознание постоянно или непостоянно. Непостоянно, учитель. Поэтому, в Аккале, любой вид формы, прошлой, настоящей, будущей, внутренней или внешней, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, всякую форму следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Любой вид чувства, любой вид восприятия, любой вид формации, любой вид сознания, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, всякое сознание следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Видя так, в Акалии, обученный ученик благородных испытывает разочарование в отношении формы, чувства, восприятия, формации, сознания. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобожден. Когда он освобожден, приходит знание, освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какой-то либо состоянии существования. И тогда благословенный, дав это наставление достопочтенному Вакали, встал со своего сиденья и отправился к горе «Утес ястребов». И вскоре после того, как благословенный ушел, достопочтенный Вакали обратился к своим прислужникам, «Ну же, друзья, поднимите меня на этой кровати и отнесите к черной скале, что на склоне горы Исигиля. Как может такой человек как я думать о том, чтобы умереть посреди жилых домов?» «Друг, — ответили те монахи, — подняли достопочтенного Вакали и отнесли его к черной скале, что на склоне горы Исигиля. Благословенный провел остаток дня и ночь на горе «Утес ястребов». И затем, когда наступила глубокая ночь, двое дэвов ослепительной красоты подошли к благословенному, освещая своим сиянием всю гору «Утес ястребов». Встав рядом, один из дэвов обратился к благословенному, «Господин, монах Вакали настроен на освобождение». Другой дэва сказал, «Вне сомнений, господин, он освободится как тот, кто хорошо освобожден». Так сказали эти дэвы. Сказав так, они поклонились благословенному, обойдя его с правой стороны, исчезли. И затем, когда ночь подошла к концу, благословенный обратился к монахам так, «Ну же, монахи, отправляйтесь к монаху Вакали и скажите ему, друг Вакали, послушай слова благословенного и двух дэвов». Прошлой ночью, друг, когда наступила глубокая ночь, двое дэвов ослепительной красоты подошли к благословенному, освещая своим сиянием всю гору «Утес ястребов». Встав рядом, один из дэвов обратился к благословенному, «Господин, монах Вакали настроен на освобождение». Другой дэва сказал, «Вне сомнений, господин, он освободится как тот, кто хорошо освобожден». И благословенный говорит тебе, друг Вакали, не бойся, Вакали, не бойся. Твоя смерть не будет плохой, твоя кончина не будет печальной. «Да, учитель», ответили те монахи, отправились к достопочтенному Вакали и сказали ему, друг Вакали, послушай слова благословенного и двух дэвов. И тогда достопочтенный Вакали сказал своим прислужникам, «Ну же, друзья, снимите меня с кровати». «Как может такой человек, как я, намереваться слушать учения благословенного, сидя на высоком сиденье?» «Да, друг», ответили те монахи, сняли достопочтенного Вакали с кровати и донесли послание. Прошлой ночью, друг, когда наступила глубокая ночь, двое дэвов ослепительной красоты подошли к благословенному, освещая своим сиянием всю гору «Утес ястребов». Встав рядом, один из дэвов обратился к благословенному, «Господин, монах Вакали настроен на освобождение». Другой дэвов сказал, «Вне сомнений, господин, он освободится как тот, кто хорошо освобожден». И благословенный говорит тебе, «Друг Вакали, не бойся, Вакали, не бойся. Твоя смерть не будет плохой, твоя кончина не будет печальной». Ну что же, друзья, поклонитесь благословенному в ноги от моего имени и скажите, «Господин, монах Вакали нездоров, поражен болезнью, серьезно болен». Он выражает почтение благословенному, кланяясь ему в ноги. Затем скажите так, «Форма непостоянна. У меня нет спутанности в отношении этого, учитель. У меня нет сомнений в том, что все, что непостоянно, то страдательно. У меня нет сомнений в том, что у меня нет боли и желания, жажды или влечения в отношении того, что непостоянно, страдательно и подвержено изменению. Чувства непостоянно, восприятия непостоянно, формации непостоянны, сознание непостоянно. У меня нет спутанности в отношении этого, учитель. У меня нет сомнений в том, что все, что непостоянно, то страдательно. У меня нет сомнений в том, что у меня нет боли и желания, жажды или влечения в отношении того, что непостоянно, страдательно и подвержено изменению. Да, друг, ответили те монахи и ушли. И вскоре после того, как те монахи ушли, достопочтенный вокалий использовал нож. 2. Те монахи подошли к Благословенному, поклонились ему, сели рядом и донесли послание. Благословенный обратился к монахам, ну же, монахи, пойдемте к черной скале, что на склоне горы Исигиля, где представитель клана вокалий использовал нож. Да, учитель, ответили монахи. И тогда Благословенный вместе с группой монахов отправился к черной скале, что на склоне горы Исигиля. Благословенный издали увидел достопочтенного вокалий, лежащего на кровати с повернутым плечом. И тут облако дыма, водоворот тьмы направился к востоку, затем к западу, затем к северу, затем к югу, вверх, вниз и в иных направлениях. Благословенный тогда сказал монахам, видите, монахи, это облако дыма, водоворот тьмы, что двигается на восток, затем на запад, на север, на юг, вверх, вниз и в иных направлениях. Да, учитель. Это, монахи, злой мара ищет сознание почтенного вокалий, недоумевая, где же утвердилось в сознании почтенного вокалий? Однако, монахи, с неутвержденным сознанием почтенный вокалий достиг окончательной небыбаны. Один, согласно комментарию, даже больной должен выражать почтение более старшему монаху таким жестом, что намеревается встать. Два, послание достопочтенного вокалий Будды недовусмысленно говорит о том, что тот уже считал себя арахантом. Однако, комментарий поясняет, Тхера, как сказано, переоценил себя. Поскольку он подавил загрязнение прозрением и успокоением, он не видел того, что подверженным, и считал себя арахантом. Испытывая отвращение к ничтожности жизни, он перерезал себя шею острым ножом. После этого в нем возникло болезненное чувство. Поняв, что он все еще заурядный человек, он настроил свой ум на свой основной объект медитации, изучил его знаниям и достиг арахантства в момент смерти. На основании одной только сутты невозможно сказать, правильно ли объясняет ситуацию комментарий. Есть еще один случай с монахом, который лишил себя жизни, думая, что он арахант, СН 3587. У этого монаха Чаны не было такой уверенности, как у монаха Варкали, и он лишил себя жизни из-за своей болезни. Однако, он также достиг арахантства в момент смерти. Ассаджи сутта, Ассаджа. СН 2288. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в Бамбуковой роще в Беличьем свертилище. И тогда и достопочтенный Ассаджи пребывал в парке Крсапаки, он был нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. И вот достопочтенный Ассаджи обратился к своим монахам-прислужникам, ну же, друзья, пойдите к Благословенному, поклонитесь ему в ноги от моего имени и скажите, господин, монах Ассаджи нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. Он выражает почтение Благословенному, кланяясь ему в ноги. И далее скажите, было бы хорошо, господин, если бы Благословенный навестил бы монаха Ассаджи из сострадания к нему. Да, друг, ответили те монахи и отправились к Благословенному. Подойдя, они поклонились ему, сели рядом и донесли послание. Благословенный молча согласился. И затем Благословенный оделся, взял чашу и верхнее одеяние и отправился к монаху Ассаджи. Достопочтенный Ассаджи увидел Благословенного издали и начал шевелиться, лежа на кровати. Один Благословенный обратился к нему, довольно, Ассаджи, не двигайся, лежа на своей кровати. Здесь подготовлено сиденье, я присяду вот здесь. Благословенный сел на подготовленное сиденье и сказал Достопочтенному Ассаджи, я надеюсь, ты поправляешься, Ассаджи, я надеюсь, тебе становится лучше. Я надеюсь, твои болезненные ощущения спадают, они возрастают, и что можно увидеть их спад, а не увеличение. Достопочтенный, я не поправляюсь, мне не становится лучше. Сильные болезненные ощущения возрастают во мне, они спадают, и можно увидеть их увеличение, а не спад. В таком случае я надеюсь, Ассаджи, что тебя не тревожит угрызение совести и сожаление. В самом деле, учитель, меня переполняют угрызение совести и сожаление. Я надеюсь, Ассаджи, что в твоем случае нет ничего, за что можно было бы порицать себя в отношении нравственности. В моем случае, учитель, нет ничего, за что можно было бы порицать себя в отношении нравственности. Тогда, Асаджи, если в твоем случае нет ничего, за что можно было бы порицать себя в отношении нравственности, почему же ты обеспокоен угрозением совести и сожалением? Прежде, учитель, когда я был болен, я поддерживал успокоение телесных формаций, но теперь я не обретаю сосредоточения. 2. Поскольку я не обретаю сосредоточения, мысль приходит ко мне, только бы мне не пасть. Те жрецы и отшельники, асаджи, которые считают сосредоточеннее сути святой жизни и соотносят сосредоточеннее с отшельничеством, когда они могут обрести сосредоточение, могут подумать, только бы мне не пасть. 3. Как ты думаешь, асаджи, постоянно ли форма или непостоянно? Не постоянно, Учитель А то, что не постоянно, то является страданием или счастьем? Страданием, Учитель А то, что не постоянно и страдательно, подвержено изменению, может ли считаться таковым, это мое, я таков, это мое я? Нет, Учитель Чувства постоянно или не постоянно Восприятия постоянно или не постоянно Формации постоянно или не постоянно Сознание постоянно или не постоянно Не постоянно, Учитель Поэтому, асаджи, любой вид формы, прошлой, настоящей, будущей, внутренней или внешней, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, всякую форму следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Любой вид чувства, любой вид восприятия, любой вид формации, любой вид сознания, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, всякое сознание следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Видя так, асаджи, обученный ученик благородных испытывает разочарование в отношении формы, чувства, восприятия, формации, сознания. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобожден. Когда он освобожден, приходит знание, освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. 4. Если он чувствует приятное чувство, он понимает, оно не постоянно. Он понимает, за него не стоит цепляться. Он понимает, им не стоит наслаждаться. 5. Если он чувствует болезненное чувство, он понимает, оно не постоянно. Он понимает, за него не стоит цепляться. Он понимает, им не стоит наслаждаться. 6. Если он чувствует неприятное и неболезненное чувство, он понимает, оно не постоянно. Он понимает, за него не стоит цепляться. Он понимает, им не стоит наслаждаться. Если он чувствует приятное чувство, он чувствует его будучи отсоединенным от него. Если он чувствует болезненное чувство, он чувствует его будучи отсоединенным от него. Если он чувствует неприятное и неболезненное чувство, он чувствует его будучи отсоединенным от него. Когда он чувствует чувство, прекращающееся вместе с телом, он понимает, я чувствую чувство, прекращающееся вместе с телом. Когда он чувствует чувство, прекращающееся вместе с жизнью, он понимает, я чувствую чувство, прекращающееся вместе с жизнью. Он понимает, после распада тела, после истощения жизни, все, что чувствуется, при отсутствии наслаждения в этом, прямо здесь угаснет. Подобно тому, асаджи, как масляная лампа горит в зависимости от масла и фитиля, и с истощением масла и фитиля, она гаснет из-за недостатка топлива, то точно так же, асаджи, когда монах чувствует чувство, прекращающееся вместе с телом, прекращающееся вместе с жизнью, он понимает, после распада тела, после истощения жизни, все, что чувствуется, при отсутствии наслаждения в этом, прямо здесь угаснет. 1. Согласно комментарию, даже больной должен выражать почтение более старшему монаху таким жестом, что намеревается встать. 2. Телесные формации, это вдох и выдох, ассаса пассаса. Согласно комментарию, он поддерживал успокоение телесных формаций, пребывая в четвертой джхане, где дыхание прекращается, СН 3611, поскольку он выпал из медитативных уровней, которых прежде достиг, он подумал, только бы мне не отпасть от учения. 3. Согласно комментарию, Будда сказал эту фразу, имея в виду, что в его учении главным является Нюсамадхи, сосредоточение, опрозрение, путь и плод. 4. Согласно комментарию, в конце этого объяснения трех характеристик, ассаджи достиг араханства. Кхимака сутта, Кхимака. СН 2289. Однажды группа старших монахов пребывала в Касамбю в парке Кхаситы. И в то время достопочтенный Кхимака проживал в парке деревьев Ююбы. Он был нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. И тогда, вечером, те старшие монахи вышли из затворничества и обратились к достопочтенному Досаке, «Ну же, друг Досака, отправляйся к монаху Кхимаки и скажи ему, старшие монахи передают тебе, друг Кхимака, мы надеемся, ты поправляешься, друг, мы надеемся, тебе становится лучше. Мы надеемся, твои болезненные ощущения спадают, они возрастают, и что можно увидеть их спад, а не увеличение». «Хорошо, друзья», — ответил достопочтенный Досака, отправился к достопочтенному Кхимаке и передал послание. Достопочтенный Кхимака ответил, «Я не поправляюсь, мне не становится лучше. Сильные болезненные ощущения возрастают во мне, они спадают, и можно увидеть их увеличение, а не спад». Достопочтенный Досака отправился к старшим монахам и сообщил о том, что сказал достопочтенный Кхимака. Они сказали ему, «Ну же, друг Досака, отправляйся к монаху Кхимаки и скажи ему, старшие монахи говорят тебе, друг Кхимака, таковы пять совокупностей, подверженных цеплянию, друг, о которых рассказал благословенный, то есть, форма, как совокупность, подверженная цеплянию, чувства, как совокупность, подверженная цеплянию, восприятие, как совокупность, подверженная цеплянию, формации ума, как совокупность, подверженная цеплянию, сознание, как совокупность, подверженная цеплянию». Считает ли Достопочтенный Кхимака что-либо своим я или принадлежащим своему я в отношении этих пяти совокупностей, подверженных цеплянью? Таковы пять совокупностей, подверженных цеплянью, о которых рассказал Благословенный. Я ничего не считаю своим я или принадлежащим своему я в отношении этих пяти совокупностей, подверженных цеплянью. Достопочтенный Досака отправился к старшим монахам и сообщил о том, что сказал достопочтенный Кхимака Они сказали ему, ну же, друг Досака, отправляйся к монаху Кхимаки и скажи ему, старшие монахи говорят тебе, друг Кхимака, таковы пять совокупностей, подверженных цеплянию, друг, о которых рассказал благословенный Если достопочтенный Кхимака ничего не считает своим я или принадлежащим своему я в отношении этих пяти совокупностей, подверженных цеплянию, то тогда он арахант, чьи пять на загрязнении ума уничтожены Таковы пять совокупностей, подверженных цеплянию, о которых рассказал благословенный Я ничего не считаю своим я или принадлежащим своему я в отношении этих пяти совокупностей, подверженных цеплянию Но, все же, я не арахант, чьи пять на загрязнении ума уничтожены Друзья, идея «я» есть еще не исчезла во мне в отношении этих пяти совокупностей, подверженных цеплянию, но я не отношусь ни к чему из них так, это – мое «я». 1. Достопочтенный Досака отправился к старшим монахам и сообщил о том, что сказал достопочтенный Кхимака. Они сказали ему, ну же, друг Досака, отправляйся к монаху Кхимаки и скажи ему, старшие монахи говорят тебе, друг Кхимака, когда ты говоришь об этом «я», то что ты имеешь в виду, когда говоришь об этом «я», Ты говоришь о форме, это – мое «я», или ты говоришь о явне формы? Ты говоришь о чувстве, восприятии, формациях, сознании, это – мое «я», или ты говоришь о явне сознании? Когда ты говоришь об этом «я», то что ты имеешь в виду, когда говоришь об этом «я». Довольно, друг Досака. Зачем бегать туда-сюда? Принеси ко мне мой посох, друг. Я пойду к старшим монахам сам. И тогда достопочтенный Кхимака, опираясь на посох, отправился к старшим монахам, обменялся с ними вежливыми приветствиями и сел рядом. Старшие монахи обратились к нему, когда ты говоришь об этом «я». Что ты имеешь в виду, когда говоришь об этом «я»? Друзья, я не говорю, что форма – это «я». И я также не говорю, что я находится вне формы. Я не говорю, что чувство, восприятие, формации, сознании – это «я», или что я находится вне сознания. Друзья, хотя идея «я» есть еще не исчезла во мне в отношении этих пяти совокупностей, подверженных цеплянию, все же, я не считаю что-либо из них таковым – это – мое «я». Представьте, друзья, аромат голубого, красного, или белого лотоса. Разве было бы правильным сказать, аромат принадлежит лепесткам или аромат принадлежит стеблю или аромат принадлежит пестикам? Нет, друг. И как же, друзья, нужно ответить, чтобы ответить правильно? Чтобы ответить правильно, друг, нужно ответить так – аромат принадлежит цветку. Точно так же, друзья, я не говорю, что форма – это «я». И я также не говорю, что я находится вне формы. Я не говорю, что чувство, восприятие, формации, сознании – это «я», или что я находится вне сознания. Друзья, хотя идея «я» есть, еще не исчезла во мне в отношении этих пяти совокупностей, подверженных цеплянию, все же, я не считаю что-либо из них таковым – это – мое «я». Друзья, хоть даже ученик благородных отбросил пять нижних оков, тем не менее, в отношении этих пяти совокупностей, подверженных цеплянию, в нем сохраняется остаточное самомнение – «я» есть, желание – «я» есть, скрытая склонность – «я» есть, которая еще не была искоренена. Через какое-то время он пребывает в созерцании происхождения и исчезновения пяти совокупностей, подверженных цеплянию, такова форма, таково ее происхождение, таково ее исчезновение, таково чувство, восприятие, формации, сознании, таково его происхождение, таково его исчезновение. По мере того, как он пребывает в созерцании происхождения и исчезновении пяти совокупностей, подверженных цеплянию, остаточное самомнение – «я» есть, желание – «я» есть, скрытая склонность – «я» есть, которая еще не была искоренена, все это искореняется. Представьте, друзья, как если бы ткань запачкалась и запятналась, и хозяева отдали бы ее прачке. Прачка тщательно промыла бы ее чистощей солью, щелоком, или коровьим навозом, и прополоскала бы в чистой воде. Даже хотя эта ткань стала бы чистой и не запятнанной, она все же удержала бы в себе пока еще не исчезнувший остаточный запах чистощей соли, щелока, или коровьего навоза. И затем прачка вернула бы ткань хозяевам. Хозяева положили бы ее в благоухающую шкатулку, и не исчезнувший остаточный запах чистощей соли, щелока, или коровьего навоза бы исчез. Точно так же, друзья, хоть даже ученик благородных отбросил пять нижних оков, тем не менее, в отношении этих пяти совокупностей, подверженных цеплянию, в нем сохраняется остаточное самомнение «я есть», желание «я есть», скрытая склонность «я есть», которая еще не была искоренена. Через какое-то время он пребывает в созерцании происхождения и исчезновении пяти совокупностей, подверженных цеплянию, такова форма, таково ее происхождение, таково ее исчезновение, таково чувство, восприятие, формации, сознание, таково его происхождение, таково его исчезновение. По мере того, как он пребывает в созерцании происхождения и исчезновении пяти совокупностей, подверженных цеплянию, остаточное самомнение «я есть», желание «я есть», скрытая склонность «я есть», которая еще не была искоренена, все это искореняется. Когда так было сказано, старшие монахи обратились к достопочтенному Кхимаке, мы задавали наши вопросы не ради того, чтобы побеспокоить достопочтенного Кхимаку, но мы думали, что достопочтенный Кхимака сможет объяснить, научить, провозгласить, утвердить, раскрыть, рассмотреть, прояснить учение благословенного в подробностях. И достопочтенный Кхимака объяснил, научил, провозгласил, утвердил, раскрыл, рассмотрел и прояснил учение благословенного в подробностях. Так сказал достопочтенный Кхимака. Водушевленные, старшие монахи восхитились словами достопочтенного Кхимаки. И во время этой беседы умы шестидесяти старших монахов освободились от загрязнений посредством отсутствия цепляния, как и ум достопочтенного Кхимаки. Один, согласно Пхикху Бодхе, этот отрывок показывает существенную разницу между учеником и неучеником, то есть Арахантом. Ученик, Секха, уничтожил воззрение Я, и не считает ни одной из пяти совокупностей своим Я, однако, он не уничтожил невежество, которое подпитывает остаточное самомнение и желание, Я есть, в отношении пяти совокупностей. У Араханта же полностью уничтожено невежество, и потому у него больше не возникают идеи, Я, или Майон. Чханна сутта, Чханна. СН 2290. Однажды группа монахов пребывала в Варанайсе валением парки в Исипатане. И тогда, вечером, достопочтенный Чханна вышел из затворничества и, взяв свой ключ, стал ходить от хижины к хижине, говоря старшим монахам, «Пусть достопочтенные старцы посоветуют мне, пусть они наставят меня, пусть они дадут мне беседу по Дхамме так, чтобы я смог увидеть Дхамму». Один. Когда так было сказано, старшие монахи сказали достопочтенному Чхане, друг Чханна, форма непостоянна, чувство непостоянно, восприятие непостоянно, форма безличностна, чувство безличностна, восприятие безличностна, форма безличностна, сознание безличностна. Все формации непостоянны. Все феномены безличностны. 2. Тогда Достопочтенный Чханна подумал, я тоже так думаю, форма непостоянна, чувство, восприятие, формации, сознание непостоянно. Форма безличностна, чувство, восприятие, формации, сознание безличностна. Все формации непостоянны. Все феномены безличностны. Но мой ум никак не разразится успокоением всех формаций, оставлением всех обретений, уничтожением жажды, бесстрастием, прекращением, неббаной. И он не обретает уверенности, не успокаивается, не настраивается на это. Вместо этого возникает возбуждение и цепляние, и ум отвращается, думая, так кто же такое это мое я? Три. Но такое не происходит с тем, кто видит Дхамму. Так кто бы научил меня Дхамме так, чтобы я смог увидеть Дхамму? И тогда Достопочтенный Чханна подумал, это Достопочтенный Ананда пребывает в Касамбе, в парке Кхаситы. Его восхваляет учитель, и он уважаем его мудрыми братьями по святой жизни. Достопочтенный Ананда может научить меня Дхамме так, чтобы я смог увидеть Дхамму. Поскольку у меня так много доверия к Достопочтенному Ананде, что если я пойду к нему. И тогда Достопочтенный Чханна привел свое жилище в порядок, взял чашу и верхнюю одеяние и отправился в Касамбе в парк Кхаситы. Там он подошел к Достопочтенному Ананде и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и рассказал Достопочтенному Ананде обо всем, что случилось, добавив, пусть Достопочтенный Ананда посоветует мне, пусть он наставит меня, пусть он даст мне беседу по Дхамме, так чтобы я смог увидеть Дхамму. Достопочтенный Ананда ответил Уже только этим я доволен достопочтенным Чханной Должно быть, достопочтенный Чханна открылся и преодолел свое бесплодие 4. Склони ухо, друг Чханна, ты способен понять Дхаму И тут же великий восторг и радость возникли в достопочтенном Чханне Как только он подумал, похоже, я способен понять Дхаму Достопочтенный Ананда сказал Из уст самого благословенного я слышал это, друг Чханна В его присутствии я получил наставление, которое он произнес монаху Качанагате 5. В целом, Качана, этот мир зиждется на противоположных воззрениях о существовании и несуществовании 6. Таково прекращение всей этой груды горя и страдания Достопочтенный Чханна ответил Так оно, друг Ананда, с теми достопочтенными, которые имеют таких сострадательных и великодушных товарищей по святой жизни Которые советуют и наставляют их И теперь, когда я услышал это учение по Дхамме от Достопочтенного Ананды Я осуществил постижение Дхаммы 7. 1. Комментарии утверждают, что Чханна Это не кто иной, как конюх принца Сиддхатхи, который сопровождал его при уходе из дворца Впоследствии Чханна тоже стал монахом Но, поскольку в свое время служил принцу и хорошо знал его То загордился этим и относился к другим монахам с пренебрежением Незадолго до Парнибббаны, Будда указал Сангхи наложить на Чханну наказание в виде полного игнорирования Чханна сильно обеспокоился, узнав об этом И с этого момента и начинается данная сутта 2. Комментарий, формации, все составные вещи, во всех трех уровнях непостоянны Все феномены всех четырех уровней то есть, включая Нибббану безличностны Почему не упоминается характеристика страдательности? Потому что монахи подумали, этот монах – спорщик Если мы скажем, что форма страдательна и так далее, то он будет спорить с нами Если так, то и пути плод тоже страдательны, и вы, монахи, ничего не достигли 3. Согласно комментарию, Чханна начал практиковать медитацию прозрения без предварительного понимания причинности Его слабая сила прозрения не смогла преодолеть охваченностью самостью, от тагаха И когда он увидел формации пустыми, в нем возникло тревога и аннигилиционистическое воззрение Я буду уничтожен, я разрушусь Он увидел себя падающим в бездну 4. Кхиламбабхинди В Маджхи Маникая 1, 101, 9-27 упоминаются пять видов умственного бесплодия, читэкхила У Чханны, вероятно, была проблема с пятым видом – злобой и презрительностью по отношению к его товарищу монахам 5. Ананда специально выбрал Качанагата-суту, поскольку она объясняет взаимозависимое возникновение как срединный путь между двумя крайностями тернализма и аннигилиционизма И устраняет воззрение Я пониманием, что только лишь одно страдание, а не Я, возникает и прекращается 6. Здесь идет весь текст сутты СН 12-15 целиком 7. То есть Стал вступившим в поток Патхама Рахула сутта Рахула 1 СН 22-91 Сутта идентична СН 22-71 Но здесь вместо Радхи действующим лицом является Рахула Дутия Рахула сутта Рахула 2 СН 22-92 Сутта идентична СН 22-72 Но здесь вместо Сурадхи действующим лицом является Рахула Нади сутта Река СН 22-93 В Савадхе Благословенный сказал Монахи, представьте текущую вниз горную реку, уносящуюся вдаль быстрым потоком Если бы на берегу реки росла трава куса или касса, то она нависала бы над ней Если бы росли кусты, тростник или деревья, то они нависали бы над ней Если бы течение несло человека, а он ухватился бы за траву касса, то она бы поломалась, и он повстречал бы беду и несчастье Если бы он ухватился за кусты, тростник или деревья, то они поломались бы, и он повстречал бы беду и несчастье Точно так же, монахи, не обученный заурядный человек, не навещающий благородных, не обученный в их дисциплине Ихдхами, не навещающий чистых умом людей, не обученный в их дисциплине Ихдхами, считает, что форма – это я, или что я владеет формой, или что форма находится внутри я, или что я находится в форме. Это его форма распадается, и, таким образом, он встречает беду и несчастье. Он считает, что чувство – это я. Он считает, что восприятие – это я. Он считает, что формация ума – это я. Он считает, что сознание – это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри я, или что я находится в сознании. Это его сознание распадается, и, таким образом, он встречает беду и несчастье. Как вы думаете, монахи, постоянно ли форма или непостоянна? Непостоянна, учитель. А то, что непостоянна, то является страданием или счастьем? Страданием, учитель. А то, что непостоянна и страдательна, подвержена изменению, может ли считаться таковым, это мое, я таков, это мое я? Нет, учитель. Чувство постоянно или непостоянно? Восприятие постоянно или непостоянно? Формации постоянно или непостоянны? Сознание постоянно или непостоянно? Непостоянно – учитель. Поэтому, монахи, любой вид формы – прошлой, настоящей, будущей, внутренней или внешней, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой – всякую форму следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Любой вид чувства, любой вид восприятия, любой вид формации, любой вид сознания – прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого – всякое сознание следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Видя так, монахи, обученный ученик благородных испытывает разочарование в отношении формы, чувства, восприятия, формации, сознания. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобожден. Когда он освобожден, приходит знание – освобожден. Он понимает – рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Пупха сутта, цветы. СН 22.94. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я не спорю с миром. Напротив, это мир спорит со мной. Приверженец Дхамы не спорит ни с кем в мире. В отношении того, что мудрец в этом мире счел бы несуществующим, я тоже говорю, что оно не существует. А в отношении того, что мудрец в этом мире счел бы существующим, я тоже говорю, что оно существует, один. И что же это, монахи, что мудрец в этом мире счел бы несуществующим, и о чем я бы тоже сказал как о несуществующем? Форму, которая постоянно, устойчива, вечно, не подвержена изменениям, мудрец в этом мире счел бы несуществующий, и я тоже говорю, что такового не существует. Чувство, восприятие, формации, сознание, которое постоянно, устойчиво, вечно, не подвержено изменениям, мудрец в этом мире счел бы несуществующим, и я тоже говорю, что такового не существует. Это, монахи, то, что мудрец в этом мире счел бы несуществующим, и о чем я бы тоже сказал как о несуществующем. И что же это, монахи, что мудрец в этом мире счел бы существующим, и о чем я бы тоже сказал как о существующем? Форму, которая непостоянно, страдательно, подвержена изменениям, мудрец в этом мире счел бы существующий, и я тоже говорю, что таковая существует. Чувство, восприятие, формации, сознание, которое непостоянно, страдательно, подвержено изменениям, мудрец в этом мире счел бы существующим, И я тоже говорю, что таковое существует. Это, монахи, то, что мудрец в этом мире счел бы существующим, и о чем я бы тоже сказал как о существующем. Монахи, есть в мире мирской феномен, два, в который пробудился и который постиг Татхагата. Сделав так, он объясняет, учит, провозглашает, утверждает, раскрывает, рассматривает и проясняет это. И что это за мирской феномен в мире, в который пробудился и который постиг Татхагата? Это, форма, монахи, это мирской феномен в мире, в который пробудился и который постиг Татхагата. Сделав так, он объясняет, учит, провозглашает, утверждает, раскрывает, рассматривает и проясняет это. Когда таким образом было объяснено, прояснено Татхагатой, то если кто-то после всего этого не знает и не видит, то что я могу сделать с этим глупым заурядным человеком, слепым, незрячим, который не знает и не видит? Чувство, восприятие, формации, сознание, это мирской феномен в мире, в который пробудился и который постиг Татхагата. Сделав так, он объясняет, учит, провозглашает, утверждает, раскрывает, рассматривает и проясняет это. Когда таким образом было объяснено, прояснено Татхагатой, то если кто-то после всего этого не знает и не видит, то что я могу сделать с этим глупым заурядным человеком, слепым, незрячим, который не знает и не видит? Монахи, подобно тому, как голубой, красный или белый лотос родился в воде, вырос в воде, но, поднявшись над поверхностью воды, он более незапятнан водой, то точно так же Татхагата родился в мире, вырос в мире, но, преодолев мир, пребывает незапятнанным миром. Один, этот фрагмент является важным противовесом утверждению Будды в Качанагата-суте, СН 12.15. Здесь Будда подчеркивает, что он не отрицает все онтологические утверждения, но отрицает только те, которые выходят за рамки возможного переживания. Тогда как в Качанагата-суте показывается срединное учение, которое исключает статические, субстанционалистические концепции существования и несуществования, данный же отрывок показывает, что то же самое срединное учение может согласиться с четко высказанными утверждениями на онтологические темы. Подтверждение существования пяти совокупностей как непостоянных процессов является аргументом против иллюзионистских теорий, которые считают, будто в мире нет ничего реального вообще. 2. Лэкадхама Согласно комментарию, пять совокупностей именуются таким образом, поскольку их природа распадаться, луджина сабхавата. Лока происходит от слова луджати в СН 3582. С данной этимологией нельзя согласиться в буквальном смысле, однако, можно с педагогической точки зрения. Тхена Пендапама Сутта, комок пены. СН 2295. Однажды благословенный пребывал в Айоджхе на берегу реки Ганг, один. Там благословенный обратился к монахам, монахи, представьте, как если бы эта река Ганг несла бы с собой комок пены. И человек с хорошим зрением стал бы изучать его, размышлять над ним, тщательно исследовать его, и он представился бы ему пустым, полым, неосновательным, так как может ли разве внутри комка пены быть какая-то сущность? Точно так же, монахи, с любым видом формы, прошлой, будущей, настоящей, внутренней или внешней, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, монах изучает ее, размышляет над ней, тщательно исследует ее, и она представляется ему пустой, полой, неосновательной, так как может ли разве внутри формы быть какая-то сущность? Два, представьте, монахи, как осенью, когда идет дождь, и падают большие капли, возникает водяной пузырь и лопается на поверхности воды. И человек с хорошим зрением стал бы изучать его, размышлять над ним, тщательно исследовать его, и он представился бы ему пустым, полым, неосновательным, так как может ли разве внутри водяного пузыря быть какая-то сущность? Точно так же, монахи, с любым видом чувства, прошлым, будущим, настоящим, внутренним или внешним, грубым или утонченным, низшим или возвышенным, далеким или близким, монах изучает его, размышляет над ним, тщательно исследует его, и оно представляется ему пустым, полым, неосновательным, так как может ли разве внутри чувства быть какая-то сущность? Три, представьте, монахи, как в последний месяц жаркого сезона, ровно в полдень, появился бы дрожащий мираж, и человек с хорошим зрением стал бы изучать его, размышлять над ним, тщательно исследовать его, и он представился бы ему пустым. Полым, неосновательным, так как может ли разве внутри миража быть какая-то сущность? Точно так же, монахи, с любым видом восприятия, прошлым, будущим, настоящим, внутренним или внешним, грубым или утонченным, низшим или возвышенным, далеким или близким, монах изучает его, размышляет над ним, тщательно исследует его, и оно представляется ему пустым, полым, неосновательным, так как может ли разве внутри восприятие быть какая-то сущность? 4. Представьте, монахи, как если бы человеку понадобилась сердцевина дерева, он бы искал сердцевину дерева, бродил в поисках сердцевины дерева, взял бы острый топор и вошел в лес. Там бы он увидел ствол большой банановой пальмы, прямой, свежей, без рыхлой коры. Он бы срубил ее основание, отрезал бы ветви, содрал бы внешние слои ствола. И когда он содрал бы внешние слои, то не обнаружил бы даже заболонья, не говоря уже о сердцевине. И человек с хорошим зрением стал бы изучать его, размышлять над ним, тщательно исследовать его, и он представился бы ему пустым, полым, неосновательным, так как может ли разве внутри ствола банановой пальмы быть какая-то сущность? Точно так же, монахи, с любым видом формации ума, прошлых, будущих, настоящих, внутренних или внешних, грубых или утонченных, низших или возвышенных, далеких или близких, монах изучает их, размышляет над ними, тщательно исследует их, и они представляются ему пустыми, полыми, неосновательными, так как может ли разве внутри формации быть какая-то сущность? 5. Представьте, монахи, волшебника или его ученика, который бы показывал на перекрестке дорог магическую иллюзию. И человек с хорошим зрением стал бы изучать ее, размышлять над ней, тщательно исследовать ее, и она представилась бы ему пустой, полой, неосновательной, так как может ли разве внутри магической иллюзии быть какая-то сущность? Точно так же, монахи, с любым видом сознания, прошлым, будущим, настоящим, внутренним или внешним, грубым или утонченным, низшим или возвышенным, далеким или близким, монах изучает его, размышляет над ним, тщательно исследует его, и оно представляется ему пустым, полым, неосновательным, так как может ли разве внутри сознания быть какая-то сущность? 6. Видя так, монахи, обученный ученик благородных испытывает разочарование в форме, разочарование в чувстве, разочарование в восприятии, разочарование в формациях, разочарование в сознании. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобождается. Когда он освободился, то возникает знание, он освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Так сказал благословенный. И, сказав так, счастливейший, учитель далее добавил, форма как пена, чувство, пузырь, восприятие и точный мираж. Формации, словно банановый ствол, ум подобен иллюзии мага, вот так объяснял нам Сын Солнца. Но можно осмыслить, исследовать можно. Предстанут пустыми они, коль рассмотришь внимательных. И в отношении этого тела великий мудрец научил, что с избавлением от этих трех ты увидишь и форму отброшенной. Как живучесть, тепло и сознание испарятся из этого тела, его выбросят прочь, без воления, будет пища и оно. Без остановки идет череда, как иллюзия, для дураков. Говорится, что это, убийца, не имеющий внутренней сути. Именно так усердный монах совокупности созерцает, делая это и ночью и днем, постигающий это осознанно. Он должен отбросить все путы, прибежищем стать для себя, и рьяно стараться он должен, тоской, стремясь к нерушимому. Один, согласно комментарию, однажды, пребывая в этом месте, благословенный вышел из своей благоухающей хижины и сел на берегу реки Ганг. Он увидел большой комок пены, плывущего вниз по течению, и подумал, я дам беседу под хаме о пяти совокупностях. И затем он обратился к монахам, сидящим вокруг него. Это сутта, одна из наиболее радикальных проповедей, касающихся пустотной природы обусловленных феноменов. Эти метафоры, особенно примеры с миражом и магической иллюзией, использовались более поздними буддийскими философами, в основном, мадхимаками. В контексте ранней буддийской мысли с этими примерами нужно быть осторожным. Они не означают, что мир – это иллюзия, но показывают, что наши концепции в отношении мира и собственного существования сильно искажены процессом познавания. Подобно тому, как мираж или магическая иллюзия основываются на реальных компонентах, песке пустыни или магических приспособлениях, то точно так же эти ложные концепции возникают на основании объективно существующих вещей, то есть, пяти совокупностей. Однако, ум, подверженный искажением концепций, видит их не такими, какие они есть на самом деле. Вместо текучих и безличностных они видятся субстанциональными и самсными. Два, комментарий. Подобно тому, как в пении нет никакой внутренней сущности, Сара, которая была бы неизменной, постоянной и самсной, то так же ее нет и в форме. Так же, как в пении много дыр и изломов, точно так же и в теле. Так же, как в пении живут разные существа, так оно и с телом. Как пена распадается, точно так же распадается тело в момент смерти. Три, комментарий. Подобно тому, как невозможно ухватить хрупкий пузырь, который лопнет сразу, как его ухватишь, то точно так же оно и с чувством. Подобно тому, как водяной пузырь длится лишь небольшой миг на поверхности воды, то точно так же и с чувством. За щелчок пальцев проходит один триллион моментов чувств. Точно так же, как пузырь зависит от условий, так же чувства возникают в зависимости от чувственного органа, объекта, загрязнений, контакта. Четыре, комментарий. Восприятие подобно миражу, морячика, в том смысле, что оно несубстанционально, нельзя ухватить мираж и напиться или искупаться в нем. Точно так же, как мираж обманывает многих людей, точно так же это делает и восприятие, когда люди видят цветные объекты красивыми, приятными, постоянными. Пять, комментарий. Точно так же, как ствол банановой пальмы состоит из множества оболочек, каждая из которых имеет свою характеристику, точно так же и с формациями ума, группой множества ментальных феноменов, у каждого из которых есть своя уникальная характеристика. Шесть, комментарий. Сознание подобно магической иллюзии, мая, в том смысле, что его нельзя ухватить. Сознание даже еще более мимолетное приходящее, чем магическая иллюзия, так как создает ощущение, что у человека постоянно есть один и тот же ум, тогда как на самом деле он является постоянной чередой меняющихся моментов осознания. Сознание обманывает людей так же, как магический фокус. Гамая Пинда Сутта, Комок Навоза. СН 22.96. В Саваттхе. И тогда один монах отправился к благословенному, поклонился ему, и сел рядом. И сидя рядом, тот монах сказал благословенному, Учитель, есть ли какая-либо форма, которая постоянно, устойчива, вечно, не подвержена изменениям и будет пребывать такой вечно? Учитель, есть ли какое-либо чувство, восприятие, формации ума, сознание, которое постоянно, устойчиво, вечно, не подвержено изменениям и будет пребывать таким вечно? Монах, нет такой формы, которая постоянно, устойчива, вечно, не подвержена изменениям и будет пребывать такой вечно. Нет такого чувства, нет такого восприятия, нет таких формаций, нет такого сознания, которое постоянно, устойчиво, вечно, не подвержено изменениям и будет пребывать таким вечно. И затем благословенный взял в свою руку небольшой комок коровьего навоза и сказал монаху, монах, нет даже такого количества личностного существования, которое было бы постоянным, устойчивым, вечным, неподверженным изменением, и которое стало пребывать бы таким вечно. Если бы было хотя бы вот столько личностного существования, которое было бы постоянным, устойчивым, вечным, неподверженным изменением и пребывало бы таким вечно, то житие святой жизни ради полного уничтожения страданий нельзя было бы узреть, один. В прошлом, монах, Я был кхатийским царем, помазанным на царство. У меня было 84 тысячи городов, столицей которых был Кусавати. У меня было 84 тысячи дворцов, главным из которых был дворец Дхаммы. У меня было 84 тысячи остроконечных павильонов, главным из которых был павильон Великий Собор. У меня было 84 тысячи диванов, сделанных из слоновой кости, ядровой древесины, золота и серебра, что были усланы покрывалами с длинным ворсом, украшены цветами, лучшими шкурами антилоп, с красными навесами и красными подушками по обеим сторонам. У меня было 84 тысячи крупных слонов с золотыми украшениями и золотыми знаменами, покрытых сетями из золотых нитей, главным из которых был царский слон Упасадха. У меня было 84 тысячи коней с золотыми украшениями и золотыми знаменами, покрытых сетями из золотых нитей, главным из которых был царский конь Валахака. У меня было восемьдесят четыре тысячи колесниц с золотыми украшениями и золотыми знаменами, покрытых сетями из золотых нитей, главной из которых была вид джайанта. У меня было восемьдесят четыре тысячи драгоценных камней, главным из которых был самоцвет сокровища. У меня было восемьдесят четыре тысячи женщин, главной из которых была царица Субхадда. У меня было восемьдесят четыре тысячи кхатти и фассалов, главным из которых был советник сокровища. У меня было 84 тысячи коров с привязями из лучшего джута и ведрами для молока из бронзы. У меня было 84 тысячи коти одежд из лучшего льна, лучшего шелка, лучшей шерсти, лучшего хлопка. У меня было 84 тысячи тарелок, на которых мне подавали кушанье утром и вечером. Из тех 84 тысяч городов, монах, был только один город, в котором я проживал в то время, столица Кусавати. Из тех 84 тысяч дворцов был только один дворец, в котором я проживал в то время, дворец Тхаммы. Из тех 84 тысяч остроконечных павильонов был только один павильон, в котором я проживал в то время, павильон Великий Собор. Из тех 84 тысяч диванов был только один диван, который я использовал в то время, сделанный либо из слоновой кости. либо из ядровой древесины, либо из золота, либо из серебра. Из тех 84 тысяч слонов был только один слон, на котором я ездил в то время, царский слон Упасадха. Из тех 84 тысяч коней был только один конь, на котором я ездил в то время, царский конь Валахака. Из тех 84 тысяч колесниц была только одна колесница, на которой я ездил в то время, колесница Виджаянта. Из тех 84 тысяч женщин была только одна женщина, которая прислуживала мне в то время, либо дева из рода Кхатиев, либо дева Веламика. 2. Из тех 84 тысяч коти одежд была только одна пара одежд, которую я носил в то время, сделанная либо из лучшего льна, либо из лучшего шелка, либо из лучшей шерсти, либо из лучшего хлопка. Из тех 84 тысяч тарелок была только одна тарелка, из которой я ел должное количество риса с подходящим карри. Так, монах, все эти формации минули, исчезли, изменились. Столь непостоянны все формации, монах, столь неустойчивы, столь ненадежны. Этого достаточно, монах, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастным по отношению к ним, достаточно, чтобы освободиться от них. 1. Согласно комментарию, путь ведет к успокоению всех формаций, поэтому если хотя бы какая-то часть личностного существования была бы вечной, то не было бы возможности успокоить формации, и потому не было бы святой жизни, которая ведется ради успокоения всех формаций. 2. Веламика означает, что один ее родитель был брахманом, другой – пхаттием. Набхасикха сутта, ноготь. СН 22.97. В Саваттхе. Сидя рядом, монах сказал благословенному, «Учитель, есть ли какая-либо форма, которая постоянно, устойчива, вечно, не подвержена изменениям и будет пребывать такой вечно?» Учитель, есть ли какое-либо чувство, восприятие, формации ума? Сознание, которое постоянно, устойчиво, вечно, не подвержено изменениям и будет пребывать таким вечно? Монах, нет такой формы, которая постоянно, устойчиво, вечно, не подвержена изменениям и будет пребывать такой вечно. Нет такого чувства, нет такого восприятия, нет таких формаций, нет такого сознания, которое постоянно, устойчиво, вечно, не подвержено изменениям и будет пребывать таким вечно. Затем благословенный зачерпнул своим ногтем немного земли и сказал этому монаху, монах, нет даже такого количества формы, которое было бы постоянным, устойчивым, вечным, не подверженным изменениям и пребывало бы таким вечно. Если бы было хотя бы вот столько количества формы, которое было бы постоянным, устойчивым, вечным, не подверженным изменениям и пребывало бы таким вечно, то житие святой жизни ради полного уничтожения страданий нельзя было бы узреть. Но поскольку нет даже такого количества формы, которое было бы постоянным, устойчивым, вечным, неподверженным изменением, то можно узреть святую жизнь ради полного уничтожения страданий. Нет даже такого количества чувства, восприятия, формации, сознания, которое было бы постоянным, устойчивым, вечным, неподверженным изменением и пребывало бы таким вечно. Если бы было хотя бы вот столько количества сознания, которое было бы постоянным, устойчивым, вечным, неподверженным изменением и пребывало бы таким вечно, то житие святой жизни ради полного уничтожения страданий нельзя было бы узреть. Но поскольку нет даже такого количества сознания, которое было бы постоянным, устойчивым, вечным, неподверженным изменением, то можно узреть святую жизнь ради полного уничтожения страданий. Как ты думаешь, монах, постоянно ли форма или непостоянно? Непостоянно, учитель. А то, что непостоянно, то является страданием или счастьем? Страданием, учитель. А то, что непостоянно и страдательно, подвержено изменению, может ли считаться таковым, это мое, я таков, это мое я? Нет, учитель. Чувство постоянно или непостоянно? Восприятие постоянно или непостоянно? Формации постоянно или непостоянны? Сознание постоянно или непостоянно? Непостоянно, учитель. Поэтому, монах, любой вид формы, прошлой, настоящей, будущей, внутренней или внешней, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, всякую форму следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Любой вид чувства, любой вид восприятия, любой вид формации, любой вид сознания, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, всякое сознание следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Видя так, монах, обученный ученик благородных испытывает разочарование в отношении формы, чувства, восприятия, формации, сознания. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобожден. Когда он освобожден, приходит знание, освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Судхика сутта, простое. СН 22.98. В Саваттхе. Сидя рядом, монах сказал благословенному, Учитель, есть ли какая-либо форма, которая постоянно, устойчива, вечно, не подвержена изменениям и будет пребывать такой вечно? Учитель, есть ли какое-либо чувство, восприятие, формации ума, сознание, которое постоянно, устойчиво, вечно, не подвержено изменениям и будет пребывать таким вечно? Нет такого чувства, нет такого восприятия, нет таких формаций, нет такого сознания, которое постоянно, устойчиво, вечно, не подвержено изменениям и будет пребывать таким вечно. Патха Магадулла Батха Сутта, Привись 1. СН 22.99. В Саваттхе. Благословенный сказал, «Монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Монахи, приходит время, когда Великий океан высыхает и испаряется и боли не существует, но, все же, я говорю вам, не наступает конца страданий тех существ, которые блуждают и скитаются в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Монахи, приходит время, когда Синеру, царь всех гор, сгорает и рушится и боли не существует, но, все же, я говорю вам, не наступает конца страданий тех существ, которые блуждают и скитаются в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Монахи, приходит время, когда Великая Земля сгорает и рушится и боли не существует, но, все же, я говорю вам, не наступает конца страданий тех существ, которые блуждают и склетаются в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой, один. Представьте, монахи, собаку на привязи, что была бы привязана к прочному столбу или колонне. Она бы просто так бы бегала и крутилась вокруг этого самого столба или колонны. Точно так же, монахи, не обученный заурядный человек, не навещающий благородных, не обученный в их дисциплине Ихдхамме, не навещающий чистых умом людей, не обученный в их дисциплине Ихдхамме, считает, что форма – это я, или что я владеет формой, или что форма находится внутри я, или что я находится в форме. Он считает, что чувства – это я. Он считает, что восприятие – это я. Он считает, что формация ума – это я. Он считает, что сознание – это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри Я, или что Я находится в сознании. Так он просто бегает и крутится вокруг формы, вокруг чувства, вокруг восприятия, вокруг формации, вокруг сознания. По мере того, как он продолжает бегать и крутиться вокруг них, он не освобождается от формы, не освобождается от чувства, не освобождается от восприятия, не освобождается от формации, не освобождается от сознания. Он не освобождается от рождения, старения и смерти. Он не освобождается от печали, стенания, боли, горя и отчаяния. Он не освобождается от страдания, я говорю вам. Но обученный ученик благородных, навещающий благородных, обученный в их дисциплине их Дхаме, навещающий чистых умом людей, обученный в их дисциплине их Дхаме, не считает, что, он не считает, что чувство, восприятие, формация ума. Сознание – это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри «я», или что «я» находится в сознании. Он более не бегает и не крутится вокруг формы, вокруг чувства, вокруг восприятия, вокруг формации, вокруг сознания. Поскольку он более не бегает и не крутится вокруг них, он освобождается от формы, освобождается от чувства, освобождается от восприятия, освобождается от формации, освобождается от сознания. Он освобождается от рождения, старения и смерти. Он освобождается от печали, стинания, боли, горя и отчаяния. Он освобождается от страдания, я говорю вам. 1. Смотри. Ан-7.66, где Будда описывает конец света более детально. Дутье Гадулабадха-сутта, Привезь 2. СН-22.100. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Монахи, приходит время, когда Великий океан высыхает и испаряется и боли не существует, но, все же, я говорю вам, не наступает конца страданий тех существ, которые блуждают и скитаются в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Монахи, приходит время, когда Синеру, царь всех гор, сгорает и рушится и боли не существует, но, все же, я говорю вам, не наступает конца страданий тех существ, которые блуждают и склетаются в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Монахи, приходит время, когда Великая Земля сгорает и рушится и болей не существует, но, все же, я говорю вам, не наступает конца страданий тех существ, которые блуждают и склетаются в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Представьте, монахи, собаку на привязи, что была бы привязана к прочному столбу или колонне. Если бы она бродила, то бродила бы рядом с этим самым столбом или колонной. Если бы она стояла, то стояла бы рядом с этим самым столбом или колонной. Если бы она сидела, то сидела бы рядом с этим самым столбом или колонной. Если бы она лежала, то лежала бы рядом с этим самым столбом или колонной. Точно так же, монахи, необученный заурядный человек считает форму таковой, это мое, я таков, это мое я. Он считает чувства, восприятие, формации, сознании таковым, это мое, я таков, это мое я. Если он ходит, то ходит рядом с этими пятью совокупностями, подверженными цеплянью. Если он стоит, то стоит рядом с этими пятью совокупностями, подверженными цеплянью. Если он сидит, то сидит рядом с этими пятью совокупностями, подверженными цеплянью. Если он лежит, то лежит рядом с этими пятью совокупностями, подверженными цеплянью. Поэтому, монахи, следует часто рассматривать свой собственный ум так, долгое время этот ум был омрачен жаждой, злобой, заблуждением. Посредством загрязнения ума существа загрязняются. Посредством вычищения ума существа очищаются. Монахи, видели ли вы картину, которая называется скитанием? 1. Да, учитель. Даже эта картина, которая называется скитанием, была продумана в плане своего разнообразия умом, и все же ум еще более разнообразный, чем эта картина, которая называется скитанием. 2. Монахи, я не вижу каких-либо иных живых существ, которые были бы настолько разнообразны, как те, что живут в мире животных. И даже эти существа в мире животных стали столь разнообразными из-за ума. 3. И, все же, ум еще более разнообразный, чем эти существа в мире животных. Представьте, монахи, как художник, используя краску, или лак, или куркуму, или индига, или кармазин, нарисовал бы фигуру мужчины или женщины, законченную во всех ее чертах, на тщательно отполированной доске, или стене, или холсте. Точно так же, когда необученный заурядный человек что-либо создает, то он создает лишь только форму, он создает лишь только чувства, он создает лишь только восприятие, он создает лишь только формации, он создает лишь только сознание. Как вы думаете, монахи, постоянно ли форма или не постоянно? Не постоянно, учитель. А то, что непостоянно, то является страданием или счастьем? Страданием, учитель. А то, что непостоянно и страдательно, подвержено изменению, может ли считаться таковым? Это мое, я таков, это мое я? Нет, учитель. Чувство постоянно или непостоянно? Восприятие постоянно или непостоянно? Формации постоянно или непостоянны? Сознание постоянно или непостоянно? Непостоянно, учитель. Поэтому, монахи, любой вид формы, прошлой, настоящей, будущей, внутренней или внешней, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, всякую форму следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Любой вид чувства, любой вид восприятия, любой вид формации, любой вид сознания, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, всякое сознание следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Видя так, монахи, обученный ученик благородных испытывает разочарование в отношении формы, чувства, восприятия, формации, сознания. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобожден. Когда он освобожден, приходит знание, освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Один, чиранам нам читам. Чита здесь, это эквивалент санскритского читра, картина. Точный смысл названия картины не ясен. Комментарий поясняет, что это так называемая странствующая картина, а под комментарий поясняет, что она называется так потому, что ее убрали с собой во время странствий. Однако, слово чирана может здесь означать поведение, как в других контекстах. Комментарий. Сангха, это секта элитических брахманов. Взяв холст, они рисовали на нем различные благие и плохие уделы, чтобы проиллюстрировать успех и неудачу, а затем брали ее с собой во время путешествий. Они показывали ее людям и объясняли, если человек так сделает, то получит этот результат. Если сделает иначе, получит такой результат. 2. Здесь идет очень тонкая игра слов на пале, которую не перевести даже на сэнскрит. Чита, ум, здесь означает и сознание и картину. Читтито означает выдумано, относится к сознанию, и оформлено разнообразиями, относится к читре, картине. Я перевел как продумано в плане своего многообразия, чтобы ухватить оба нюанса. 3. Здесь опять идет игра слов на пале. 4. Суть в том, что разнообразие существ мира животных определяется прошлой каммой этих существ, которая привела их к рождению в мире животных. 5. Разнообразие камм проистекает из-за разнообразия волевых действий. По пояснению комментария, перепелки и куропатки не создают различные каммы, думая так, мы проявимся в таком и таком виде, но камма приводит к определенным видам и разнообразие возникает внутри вида. Существа становятся разными внутри вида так, как это может произойти внутри одного вида. Так разнообразие достигается посредством видов, а виды отражают камму. Васиджата сутта, рукоятка Тесла. СН 22.101. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я говорю, что уничтожение пятен загрязнений ума возможно только у того, кто знает и видит, а не у того, кто не знает и не видит. И что же он знает, что же он видит, благодаря чему происходит уничтожение пятен? Такова форма, таково ее происхождение, таково ее исчезновение, таково чувство, таково восприятие, таковы формации, таково сознание, таково его происхождение, таково его исчезновение. У того, кто знает так, у того, кто видит так, происходит уничтожение пятен. Пример с цыплятами. Монахи, когда монах не живет, посвящая себя развитию, то даже если такое желание возникло бы в нем, ох, хоть бы мой ум освободился от пятен из-за отсутствия цепляния. Все равно его ум не освобождается от пятен из-за отсутствия цепляния. И почему? Следует ответить так, из-за отсутствия развития. Из-за отсутствия развития чего? Из-за отсутствия развития четырех основ осознанности, четырех правильных стараний, четырех основ сверхъестественных сил, пяти качеств, пяти сил, семи факторов просветления. благородного восьмеричного пути. Представьте, монахи, курицу с восемью, десяти или двенадцатью яйцами, которые она бы не укрыла, не высидела, не взрастила правильным образом. Даже если такое желание и возникло бы в ней, ох, пусть мои цыплята пробьют скорлупки остриями своих когтей и клювов и благополучно вылупятся. Все равно цыплята не способны пробить скорлупки остриями своих когтей и клювов и благополучно вылупятся. И почему? Почему? Потому что эта курица с восемью, десяти или двенадцатью яйцами не укрыла, не высидела, не взрастила их правильным образом. Точно так же, монахи, когда монах не живет, посвящая себя развитию, то даже если такое желание возникло бы в нем, ох, хоть бы мой ум освободился от пятен из-за отсутствия цепляния. Все равно его ум не освобождается от пятен из-за отсутствия цепляния. И почему? Следует ответить так, из-за отсутствия развития. Из-за отсутствия развития чего? Из-за отсутствия развития четырех основ осознанности, четырех правильных стараний, четырех основ сверхъестественных сил, пяти качеств, пяти сил, семи факторов просветления благородного восьмеричного пути. Монахи, когда монах живет, посвящая себя развитию, то даже если такого желания в нем не возникло бы, ох, хоть бы мой ум освободился от пятен из-за отсутствия цепляния. Все равно его ум освободится от пятен из-за отсутствия цепляния. И почему? Благодаря развитию четырех основ осознанности, четырех правильных стараний, четырех основ сверхъестественных сил, пяти духовных качеств, пяти сил, семи факторов просветления. Благородного восьмеричного пути. Представьте, монахи, курицу с восемью, десяти или двенадцатью яйцами, которые она бы укрыла, высидела, взрастила правильным образом. Даже если бы такого желания не возникло бы в ней, ох, пусть мои цыплята пробьют скорлупки остриями своих когтей и клювов и благополучно вылупятся. Все равно цыплята способны пробить скорлупки остриями своих когтей и клювов и благополучно вылупятся. И почему? Потому что эта курица с восемью, десяти или двенадцатью яйцами укрыла, высидела, взрастила их правильным образом. Точно так же, монахи, когда монах живет, посвящая себя развитию, то даже если такого желания в нем не возникло бы, ох, хоть бы мой ум освободился от пятен из-за отсутствия цепляния. Все равно его ум освободится от пятен из-за отсутствия цепляния. И почему? Благодаря развитию четырех основ осознанности, четырех правильных стараний, четырех основ сверхъестественных сил, пяти качеств, пяти сил, семи факторов просветления. Благородного восьмеричного пути. Пример с износившейся рукояткой. Когда, монахи, плотник или его ученик смотрит на рукоятку своего Тесла, он видит на ней следы углубления от своих пальцев и большого пальца, но он не знает, вот настолько-то рукоятка Тесла износилась сегодня, вот настолько-то вчера, вот настолько-то ранее. Но когда она износилась, в нем возникает знание, что она износилась. Точно так же, монахи, когда монах живет, посвящая себя развитию, то хотя у него нет такого знания, вот настолько-то мои пятна загрязнения ума износились сегодня, вот настолько-то вчера, вот настолько-то ранее, все же, когда они износились, в нем возникает знание, что они износились. Представьте, монахи, как если бы морской корабль был бы оснащен такелажем, который бы изнашивался в воде в течение шести месяцев. Его бы вытащили на сушу во время холодного сезона, и его такелаж далее подвергался бы атакам ветра и солнца. Затопленный дождем из дождевого облака такелаж легко бы обвалился и прогнил. Точно так же, монахи, когда монах живет, посвящая себя развитию, его оковы с легкостью разваливаются и прогнивают. Аничасание сутта, восприятие непостоянства. СН 22.102. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, когда восприятие непостоянства развито и возвращено, оно уничтожает всякую чувственную жажду, оно уничтожает всякую жажду существования, оно уничтожает всякое невежество, оно вырывает с корнем всякое самомнение, я есть. Подобно тому, монахи, как осенью пахарь пашет землю большим плужным лемехом, прорубая все корешки по мере пахоты, то точно так же, когда восприятие непостоянства развито и возвращено, оно уничтожает всякую чувственную жажду, оно уничтожает всякую жажду существования, оно уничтожает всякое невежество, оно вырывает с корнем всякое самомнение, я есть. Подобно тому, монахи, как сборщик тростника срезает тростник, хватает его за верхушку, стряхивает его и вытрясает, выбивает его, то точно так же, когда восприятие непостоянства развито, оно вырывает с корнем всякое самомнение «Я есть». Подобно тому, монахи, как если отрезать стебель с гроздью манго, то все манго, растущее на этом стебле, последует вслед за ним, то точно так же, когда восприятие непостоянства развито, оно вырывает с корнем всякое самомнение «Я есть». Подобно тому, монахи, как все стропилы в доме с остроконечной крышей ведут к острию крыши, склоняются к острию крыши, сходятся в острие крыши, и острие крыши считается наивысшим, то точно так же, когда восприятие непостоянства развито, оно вырывает с корнем всякое самомнение «я есть». Подобно тому, монахи, как среди всех ароматных коренев черный корень фиалки считается наилучшим, то точно так же, когда восприятие непостоянства развито, оно вырывает с корнем всякое самомнение «я есть». Подобно тому, монахи, как среди всех ароматных сердцевин дерева сердцевина красного сандалового дерева считается наилучшей, то точно так же, когда восприятие непостоянства развито, оно вырывает с корнем всякое самомнение, я есть. Подобно тому, монахи, как среди всех ароматных цветов жасмин считается наилучшим, то точно так же, когда восприятие непостоянства развито, оно вырывает с корнем всякое самомнение, я есть. Подобно тому, монахи, как все князья являются вассалами царя Миродержца, и царь Миродержец считается их главой, то точно так же, когда восприятие непостоянства развито, оно вырывает с корнем всякое самомнение, я есть. Подобно тому, монахи, как сияние всех звезд не сравнится и с одной шестнадцатой частью сияния Луны, и сияние Луны считается наивысшим среди них, то точно так же, когда восприятие непостоянства развито, оно вырывает с корнем всякое самомнение, я есть. Подобно тому, монахи, как осенью, когда небо чистое и безоблачное, восходящее солнце рассеивает всю темноту и пространство по мере того, как оно сияет, лучится, сверкает, то точно так же, когда восприятие непостоянства развито, оно вырывает с корнем всякое самомнение «я есть». И как, монахи, восприятие непостоянства развито и возвращено, так что оно уничтожает всякую чувственную жажду, уничтожает всякую жажду существования, уничтожает всякое невежество, вырывает с корнем всякое самомнение «я есть». Такова форма, таково ее происхождение, таково ее исчезновение, таково чувство, таково восприятие, таковы формации, таково сознание, таково его происхождение, таково его исчезновение, вот как восприятие непостоянства развито и возвращено, так что оно уничтожает всякую чувственную жажду, уничтожает всякую жажду существования, уничтожает всякое невежество, вырывает с корнем всякое самомнение, я есть. 1.1. Примечание переводчика С.В. Объяснение наблюдения происхождения и исчезновения феноменов описано в СН 22.5. Антасутта, доля. СН 22.103. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре доля. Какие четыре? Доля самоопределения, доля возникновения самоопределения, доля прекращения самоопределения, доля пути, ведущего к прекращению самоопределения. И что такое, монахи, доля самоопределения? На это следует ответить так, пять совокупностей, подверженных цепляню. Какие пять? Форма как совокупность, подверженная цепляню, чувство, восприятие, формации, сознание как совокупность, подверженная цепляню. Это называется доля самоопределения. И что такое, монахи, доля возникновения самоопределения? Это самая жажда, что ведет к новому существованию, сопровождаемая наслаждением и страстью, ищущая наслаждение тут и там, то есть, жажда к чувственным удовольствиям, жажда к существованию, жажда к несуществованию. Это называется доля возникновения самоопределения. И что такое, монахи, доля прекращения самоопределения? Безостаточное угасание и прекращение этой самой жажды, оставления и покидания ее, освобождения от нее, отсутствии зависимости от нее. Вот что называется долей прекращения самоопределения. И что такое доля пути, ведущего к прекращению самоопределения? Этот самый благородный восьмеричный путь, то есть, правильное воззрение, правильное сосредоточение. Это называется долей пути, ведущего к прекращению самоопределения. Таковы, монахи, эти четыре доли. ДУКХА СУТТА – СТРАДАНИИ СН-22-104 В САВАТТХЕ Благословенный сказал, монахи, я научу вас страданию, возникновению страдания, прекращению страдания, и пути, ведущему к прекращению страдания. Один, и что такое, монахи, страдание? На это следует ответить так, пять совокупностей, подверженные цеплянью. Какие пять? Форма как совокупность, подверженная цеплянью, чувство, восприятие, формации, сознание как совокупность, подверженная цеплянью. Это называется страданием. Два, и что такое, монахи, возникновение страдания? Это самая жажда, что ведет к новому существованию, сопровождаемая наслаждением и страстью, ищущая наслаждение тут и там, то есть, жажда к чувственным удовольствиям, жажда к существованию, жажда к несуществованию. Это называется возникновением страдания. Три, и что такое, монахи, прекращение страдания? Безостаточное угасание и прекращение этой самой жажды, оставление и покидание ее, освобождение от нее, отсутствие зависимости от нее. Вот что называется прекращением страдания. 4. И что такое путь, ведущий к прекращению страдания? Этот самый благородный восьмеричный путь, то есть, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Это называется путем, ведущим к прекращению страдания. Сарккая сутта, самоопределение. СН-22-105. Сутта в точности идентична СН-22-104, но здесь вместо страдания идет слово самоопределение. Париньер сутта, следует полностью понять. СН-22-106. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я научу вас вещам, которые следует полностью понять, полному пониманию. И человеку, который полностью понял. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, и что же это за вещи, монахи, которые следует полностью понять? Форма, монахи, это то, что следует полностью понять. Чувство, восприятие, формации, сознание, монахи, это то, что следует полностью понять. Это называется вещами, которые следует полностью понять. И что такое, монахи, полное понимание? Уничтожение жажды, уничтожение злобы, уничтожение заблуждения, это называется полным пониманием. И что это за человек, который полностью понял? На это следует ответить так, Арахант, достопочтенный с таким-то именем и с такого-то клана. Такой человек зовется человеком, который полностью понял. Патхама Самана Сутта, Отшельники 1. СН 22.107. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять совокупностей, подверженных цеплянью. Какие пять? Форма как совокупность, подверженная цеплянью, чувство, восприятие, формации, сознание как совокупность, подверженная цеплянью. Монахи, те жрецы и отшельники, которые не понимают в соответствии с действительностью привлекательности, опасности, и спасения в отношении этих пяти совокупностей, таких я не считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, и эти почтенные не входят, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, и не пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Но, монахи, те жрецы и отшельники, которые понимают эти вещи, тех я считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, и эти почтенные, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, входят и пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Дутия Самана Сутта, Отшельники 2. СН 22.108. Сутта в точности идентична СН 22.107, только вместо фразы «привлекательность, опасность и спасение» идет фраза «происхождение и прекращение», «привлекательность, опасность и спасение». Сатапанна Сутта, вступивший в поток. СН 22.109. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять совокупностей, подверженных цеплянью. Какие пять? Форма как совокупность, подверженная цеплянью, чувство, восприятие, формации, сознание как совокупность, подверженная цеплянью. Когда, монахи, ученик благородных понимает в соответствии с действительностью происхождения и исчезновения, привлекательность, опасность и спасение в отношении этих пяти совокупностей, подверженных цеплянью, то тогда он зовется учеником благородных, вступившим в поток, освобожденным от нижних миров, непоколебимым в своей участи, направляющимся к просветлению. Араханта Сутта, Арахант. СН 22.1010. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять совокупностей, подверженных цеплянью. Какие пять? Форма как совокупность, подверженная цеплянью, чувство, восприятие, формации, сознание как совокупность, подверженная цеплянью. Когда, монахи, поняв в соответствии с действительностью происхождения и исчезновения, привлекательность, опасность и спасение в отношении этих пяти совокупностей, подверженных цеплянью, монах освободился за счет отсутствия цепляния, то тогда он зовется монахом, который Арахант, чьи пятна загрязнения ума уничтожены, который прожил святую жизнь, сделал то, что следовало сделать, достиг своей конечной цели, полностью уничтожил оковосуществование, освободился посредством окончательного знания. Патхама Чиндапахана Сутта, Оставление желания 1. СН 22.111. В Саваттхе Благословенный сказал, монахи, любое желание, какое только существует по отношению к форме, отбросьте его. Так будет отброшена эта форма, срублена под корень, сделана подобная обрубка пальмы, уничтожена, не способная возникнуть в будущем. И то же самое следует сделать в отношении чувства, восприятия, формации ума, и сознания. Дутия Чиндапахана Сутта, Оставление желания 2. СН 22.112. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, любое желание, какое только существует по отношению к форме, любую жажду, наслаждение, вовлеченность и цепляние, умственные позиции, приверженности, скрытые склонности, отбросьте это. Так будет отброшена эта форма, срублена под корень, сделана подобная обрубка пальмы, уничтожена, не способная возникнуть в будущем. И то же самое следует сделать в отношении чувства, восприятия, формации ума, и сознания. Авиджи Сутта, Невежество. СН 22.113. В Саваттхе. И тогда один монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, учитель, невежество, невежество, так говорят. Что такое, учитель, невежество и каким образом человек погружен в невежество? Монах, вот необученный заурядный человек не понимает формы, ее происхождения, ее исчезновения и пути, ведущего к ее исчезновению. Он не понимает чувства, восприятия, формации ума, сознания, его происхождения, его исчезновения и пути, ведущего к его исчезновению. Это называется невежеством и таким образом человек погружен в невежество. Виджи Сутта, Истинные Знания. СН 22.114. В Саваттхе. И тогда один монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, учитель, истинные знания, истинные знания, так говорят. Что такое, учитель, истинные знания, и каким образом человек пришел к истинному знанию? Монах, вот обученный ученик благородных понимает форму, ее происхождение, ее исчезновение и путь, ведущий к ее исчезновению. Он понимает чувства, восприятие, формации ума, сознание, его происхождение, его исчезновение и путь, ведущий к его исчезновению. Это называется истинным знанием, и таким образом человек пришел к истинному знанию. Подхамы Дхамма Кадхика Сутта, Проповедник Дхаммы 1. СН 22.115. В Саваттхе. И тогда один монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, учитель, проповедник Дхаммы, проповедник Дхаммы, так говорят. Кто такой, учитель, проповедник Дхаммы? Монах, если кто-либо учит Дхамме ради разочарования в форме, ради ее угасания и прекращения, то его можно назвать монахом, который является проповедником Дхаммы. Если кто-либо практикует ради разочарования в форме, ради ее угасания и прекращения, то его можно назвать монахом, который практикуют в соответствии с Дхаммой. Если, посредством разочарования в форме, посредством ее угасания и прекращения, он освобождается из-за отсутствия цепляния, то его можно назвать монахом, который достиг Нигбаны в этой самой жизни. Монахи, если кто-либо учит Дхами ради разочарования в чувстве. Монахи, если кто-либо учит Дхами ради разочарования в восприятии. Монахи, если кто-либо учит Дхами ради разочарования в формациях. Монахи, если кто-либо учит Дхамме ради разочарования в сознании, ради его угасания и прекращения, то его можно назвать монахом, который является проповедником Дхаммы. Если кто-либо практикует ради разочарования в сознании, ради его угасания и прекращения, то его можно назвать монахом, который практикует в соответствии с Дхаммой. Если, посредством разочарования в сознании, посредством его угасания и прекращения, он освобождается из-за отсутствия цепляния, то его можно назвать монахом, который достиг Нигбаны в этой самой жизни. Дутия Дхама Кадхика Сутта, Проповедник Дхаммы 2. СН 22.116. Сутта идентична СН 22.115, но только здесь в начале идёт расширенный вопрос, как то такой, учитель, проповедник Дхаммы? Каким образом человек практикует в соответствии с Дхаммой? Каким образом человек достиг Нигбаны в этой самой жизни? Бандхана Сутта, Аковы. СН 22.117. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, не обученный заурядный человек, не навещающий благородных, не обученный в их дисциплине и их Дхамме, не навещающий чистых умом людей, не обученный в их дисциплине и их Дхамме, считает, что форма – это я, или что я владеет формой, или что форма находится внутри я, или что я находится в форме. Такой, монахи, зовётся не обученным заурядным человеком, который привязан оковами к форме, который привязан внутренними и внешними оковами, который не видит ближнего берега и берега дальнего, который стареет в оковах, который умирает в оковах, который переходит в оковах из этого мира в другой мир. Он считает, что чувство – это я. Восприятие, формации, сознание – это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри я, или что я находится в сознании. Такой, монахи, зовется не обученным заурядным человеком, который привязан аковами к сознанию, который переходит в аковых из этого мира в другой мир. Но, монахи, обученный ученик благородных, навещающий благородных, обученный в их дисциплине и их Дхамме, навещающий чистых умом людей, обученный в их дисциплине и их Дхамме, не считает, что форма – это я, или что я владеет формой, или что форма находится внутри я, или что я находится в форме. Такой, монахи, монахе, зовется обученным учеником благородных, который не привязан оковами к форме, который не привязан внутренними и внешними оковами, который видит ближний берег и берег дальний. Он свободен от страданий, я говорю вам. Он не считает, что чувство, восприятие, формации, сознание, это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри я, или что я находится в сознании. Такой, монахе, зовется обученным учеником благородных, который не привязан оковами к сознанию, который не привязан внутренними и внешними оковами, который видит ближний берег и берег дальний. Он свободен от страданий, я говорю вам. Патхама Препучихита Сутта, Вопросы 1. СН-22-118. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, как вы думаете, считаете ли форму таковой, это, мое, я таков, это мое я? Нет, учитель. Хорошо, монахи. Форму следует видеть в соответствии с действительностью посредством правильной мудрости, это не мое, я не таков, это не мое я. Считаете ли вы чувства? Считаете ли вы восприятие? Считаете ли вы формации? Считаете ли вы сознание таковым, это, мое, я таков, это мое я? Хорошо, монахи. Сознание следует видеть в соответствии с действительностью посредством правильной мудрости, это не мое, я не таков, это не мое я. Видя так, монахи, обученный ученик благородных испытывает разочарование в отношении формы, чувства, восприятия, формации, сознания. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобожден. Когда он освобожден, приходит знание, освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Дутия Парипучхита Сутта, Вопросы 2. СН 22, 119. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, как вы думаете, считаете ли форму таковой, это не мое, я не таков, это не мое я? Да, учитель. Хорошо, монахи. Форму следует видеть в соответствии с действительностью посредством правильной мудрости, это не мое, я не таков, это не мое я. Считаете ли вы чувства? Считаете ли вы восприятие? Считаете ли вы формации? Считаете ли вы сознание таковым, это не мое, я не таков, это не мое я? Хорошо, монахи. Сознание следует видеть в соответствии с действительностью посредством правильной мудрости, это не мое, я не таков, это не мое я. Видя так, монахи, обученный ученик благородных испытывает разочарование в отношении формы, чувства, восприятия, формаций, сознания. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобожден. Когда он освобожден, приходит знание, освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Саниджания сутта, сковывающая СН-22-120 В Саваттхе Благословенный сказал, монахи, я научу вас тому, что сковывает, и оковым. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, и что такое, монахи, является тем, что сковывает, и что такое оковы? Форма, монахи, является тем, что сковывает. Желание и жажда к ней, это оковы. Чувства. Восприятие. Формации. Сознание, монахи, является тем, что сковывает. Желание и жажда к нему, это оковы. Это называется тем, что сковывает, и таковы оковы. Упадание сутта, к чему можно прицепиться. СН-22-1 В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я научу вас тому, к чему можно прицепиться, и цеплянью. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, и что, монахи, является тем, к чему можно прицепиться, и что такое цепляние? Форма, монахи, является тем, к чему можно прицепиться. Желание и жажда к ней, это цепляние. Чувство. Восприятие. Формации. Сознание, монахи, является тем, к чему можно прицепиться. Желание и жажда к нему, это цепляние. Это называется тем, к чему можно прицепиться, и таково цепляние. Силаванта сутта, нравственный. СН 22-122. Однажды Достопочтенный Сарепута и Достопочтенный Махакоттхита пребывали в Варанасе в Оленьем парке в Осипатане. И тогда, вечером, Достопочтенный Махакоттхита вышел из затворничества, подошел к Достопочтенному Сарепуте, обменялся с ним приветствиями и сказал ему, Друг Сарепута, что нравственный монах должен тщательно рассматривать. Друг Катхита, нравственный монах должен тщательно рассматривать пять совокупностей, подверженных цеплянию, как непостоянные, как страдания, как болезнь, как опухоль, как отравленный дротик, как невзгоду, как бедствие, как чужое, как распадающееся, как пустое, как безличностное. Какие пять? Форму как совокупность, подверженную цеплянию, чувство, восприятие, формации, сознание как совокупность, подверженную цеплянью. Нравственный монах должен тщательно рассматривать пять совокупностей, подверженных цеплянью, как непостоянные, безличностные. Когда, друг, нравственный монах тщательно рассматривает эти пять совокупностей, подверженные цеплянью, то может статься, что он достигнет плода вступления в поток. Но, друг Сарипутта, что монах, являющийся вступившим в поток, должен тщательно рассматривать? Друг Катхита, монах, являющийся вступившим в поток, должен тщательно рассматривать пять совокупностей, подверженных цеплянию, как непостоянные, безличностные. Когда, друг, монах, являющийся вступившим в поток, тщательно рассматривает эти пять совокупностей, подверженные цеплянию, то может статься, что он достигнет плода однажды возвращения. Но, друг Сарипутта, что монах, являющийся однажды возвращающимся, должен тщательно рассматривать? Друг Катхита, монах, являющийся однажды возвращающимся, должен тщательно рассматривать пять совокупностей, подверженных цеплянию, как непостоянные, безличностные. Когда, друг, монах, являющийся однажды возвращающимся, тщательно рассматривает эти пять совокупностей, подверженные цеплянию, то может статься, что он достигнет плода невозвращения. Но, друг Сарипутта, что монах, являющийся невозвращающимся, должен тщательно рассматривать? Друг Катхита, монах, являющийся невозвращающимся, должен тщательно рассматривать пять совокупностей, подверженных цеплянию, как непостоянные, безличностные. Когда, друг, монах, являющийся невозвращающимся, тщательно рассматривает эти пять совокупностей, подверженные цеплянию, то может статься, что он достигнет плода араханства. Но, друг Сарипутта, что монах, являющийся арахантом, должен тщательно рассматривать? Друг Катхита, монах, являющийся арахантом, должен тщательно рассматривать пять совокупностей, подверженных цеплянию, как непостоянные, как страдания, как болезнь, как опухоль, как отравленный дротик, как невзгоду, как бедствие, как чужое, как распадающееся, как пустое, как безличностное. У Араханта, друг, более нет ничего, что следовало бы осуществить, и нет повторения, один, того, что он уже осуществил. Однако, когда эти вещи развиты и возвращены, они ведут к приятному пребыванию в этой самой жизни, а также к осознанности и бдительности. Один, комментарий ничего не поясняет к данной суте, однако комментарий на похожую сутту в Ангутаре говорит так, нет повторения, в том смысле, что развитый путь боли не нужно развивать опять, а отброшенные загрязнения ума не нужно отбрасывать вновь. Сутаванта сутта, получивший наставление. СН 22-123. Сутта идентична СН 22-122, но только вначале вместо нравственной монах идет фраза «монах», получивший наставление. Патхама каппа сутта, каппа 1. СН 22-124. Сутта аналогична СН 22-71, только здесь вместо радхи действующим лицом является каппа. Дутия каппа сутта, каппа 2. СН 22-125. Сутта аналогична СН 22-72, только здесь вместо сурадхи действующим лицом является каппа. Патхама Самудая Тхамма Сутта, подверженная возникновению 1. СН 22.126. В Саваттхе. И тогда один монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, «Учитель, невежество, невежество, так говорят. Что такое, учитель, невежество и каким образом человек погружен в невежество? Монах, вот не обученный заурядный человек не понимает в соответствии с действительностью происхождения формы, форма подвержена происхождению». Он не понимает в соответствии с действительностью исчезновения формы, форма подвержена исчезновению. Он не понимает в соответствии с действительностью происхождения и исчезновения формы, форма подвержена происхождению исчезновению. Он не понимает в соответствии с действительностью происхождения чувства. Он не понимает в соответствии с действительностью происхождения восприятия. Он не понимает в соответствии с действительностью происхождения формации. Он не понимает в соответствии с действительностью происхождения сознания, исчезновения сознания, происхождение и исчезновение сознания, сознание подвержено происхождению и исчезновению. Это, монах, называется невежеством, и таким образом человек погружен в невежество. Когда так было сказано, тот монах сказал благословенному, учитель, истинные знания, истинные знания, так говорят. Что такое, учитель, истинные знания, и каким образом человек пришел к истинному знанию? Монах, вот обученный ученик благородных понимает в соответствии с действительностью происхождения формы, форма подвержена происхождению. Он понимает в соответствии с действительностью происхождения формы, форма подвержена исчезновению. Он понимает в соответствии с действительностью происхождения и исчезновения формы, форма подвержена происхождению исчезновению. Он понимает в соответствии с действительностью происхождения чувства. Он понимает в соответствии с действительностью происхождения и восприятия. Он понимает в соответствии с действительностью происхождения информации. Он понимает в соответствии с действительностью происхождения сознания, исчезновения сознания, происхождения и исчезновения сознания. Сознание подвержено происхождению и исчезновению. Это, монах, называется истинным знанием, и таким образом человек пришел к истинному знанию. Дутия Самудая Дхамма Сутта, подверженная возникновению 2. СН 22-127. Сутта в точности идентична СН 22-126, за исключением действующих лиц и места действия, однажды Достопочтенный Сарипутта и Достопочтенный Махакоттхита пребывали в Варанасе, в Оленьем парке в Весипатане. И тогда, вечером, Достопочтенный Махакоттхита вышел из затворничества, подошел к Достопочтенному Сарипутте и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сказал ему. Татья Самудая Дхамма Сутта, подверженная возникновению 3. СН 22-128. Сутта в точности идентична СН 22-127, за исключением небольшой вариации вводной части о перемене в последовательности вопросов, в Варанасе, в Оленьем парке в Весипатане. Сидя рядом, Достопочтенный Махакоттхита сказал Достопочтенному Сарипутте, друг Сарипутта, истинное знание, истинное знание, так говорят. Патхама Ассада Сутта, привлекательность 1. СН 22-129. Варанаса в Оленьем парке в Весипатане. Сидя рядом, Достопочтенный Махакоттхита сказал Достопочтенному Сарипутте, друг Сарипутта, невежество, невежество, так говорят. Что такое, друг, невежество и каким образом человек погружен в невежество? Друг, вот необученный заурядный человек не понимает в соответствии с действительностью привлекательности, опасности, и спасения в отношении формы, чувства, восприятия, формации, сознания. Это, друг, называется невежеством и таким образом человек погружен в невежество. Дутия Ассада Сутта, привлекательность 2. СН 22-130. Варанаса в Оленьем парке в Весипатане. Сидя рядом, Достопочтенный Махакоттхита сказал Достопочтенному Сарипутте, друг Сарипутта, истинное знание, истинное знание, так говорят. Что такое, друг, истинное знание, и каким образом человек пришел к истинному знанию? Друг, вот обученный ученик благородных понимает в соответствии с действительностью привлекательность, опасность, и спасение в отношении формы, чувства, восприятия, формации, сознания. Это, друг, называется истинным знанием, и таким образом человек пришел к истинному знанию. Патхама Самудая Сутта, возникновение 1. СН 22-131. Сутта в точности идентична СН 22-129, но к фразе привлекательность, опасность и спасение добавляется происхождение и исчезновение. Дутия Самудая Сутта, возникновение 2. СН 22-132. Сутта в точности идентична СН 22-130, но к фразе привлекательность, опасность и спасение добавляется происхождение и исчезновение. ПАТХАМА КАТХИТА СУТТА, КАТХИТА 1. СН-22-133. Сутта состоит из двух сутт, СН-22-129 плюс СН-22-130, и кроме того, здесь Сарипутта задает вопросы, а Махакоттхита отвечает. ДУТЬЯ КАТХИТА СУТТА, КАТХИТА 2. СН-22-134. Сутта состоит из двух сутт, СН-22-131 плюс СН-22-132, и кроме того, здесь Сарипутта задает вопросы, а Махакоттхита отвечает. ТАТЬЯ КАТХИТА СУТТА, КАТХИТА 3. СН-22-135. Варанасы валением парки в Сипатане. Сидя рядом, Достопочтенный Сарипутта сказал Достопочтенному Махакоттхите, друг Катхита, невежество, невежество, так говорят. Что такое, друг, невежество, и каким образом человек погружен в невежество? Друг, вот необученный заурядный человек не понимает в соответствии с действительностью формы, ее происхождения, ее исчезновения, и пути, ведущего к ее исчезновению. Он не понимает в соответствии с действительностью чувства, восприятия, формации, сознания, его происхождения, его исчезновения, и пути, ведущего к его исчезновению. Это, друг, называется невежеством, и таким образом человек погружен в невежество. Когда так было сказано, Достопочтенный Сарипутта сказал Достопочтенному Махакоттхите, друг Катхита, истинное знание, истинное знание, так говорят. Что такое, друг, истинное знание, и каким образом человек пришел к истинному знанию? Друг, вот обученный ученик благородных понимает в соответствии с действительностью форму, ее происхождение, ее исчезновение, и путь, ведущий к ее исчезновению. Он понимает чувства, восприятие, формации, сознание, его происхождение, его исчезновение, и путь, ведущий к его исчезновению. Это, «друг» называется истинным знанием, и таким образом человек пришел к истинному знанию. Куткула сутта «Раскаленные угли» СН 22.136 В Саваттхе Благословенный сказал, «Монахи, форма – это раскаленные угли, чувство, восприятие, формации, сознание – это раскаленные угли». Видя так, монахи, обученный ученик благородных испытывает разочарование в отношении формы, чувства, восприятия, формации, сознания. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобожден. Когда он освобожден, приходит знание – освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Аничья сутта «Непостоянно» СН 22.137 В Саваттхе Благословенный сказал, «Монахи, вам следует отбросить желание ко всему, что непостоянно. И что непостоянно? Форма непостоянна. Вам следует отбросить желание к ней. Чувство, восприятие, формации ума. Сознание непостоянно. Вам следует отбросить желание к нему. Монахи, вам следует отбросить желание ко всему, что непостоянно». Сутты СН-22-138-145. Все эти сутты идентичны СН-22-137 за исключением небольшой вариации, вам следует отбросить жажду ко всему, что не постоянно. СН-22-138, вам следует отбросить желание и жажду ко всему, что не постоянно. СН-22-139, вам следует отбросить желание ко всему, что страдательно. СН-22-140, вам следует отбросить жажду ко всему, что страдательно. СН-22-141, вам следует отбросить желание и жажду ко всему, что страдательно. СН-22-142, вам следует отбросить желание ко всему, что безличностно. СН-22-143, вам следует отбросить жажду ко всему, что безличностно. СН-22-144, вам следует отбросить желание и жажду ко всему, что безличностно. СН-22-145 Нибабидабахула сутта, поглощенный в разочаровании СН-22-146 В Саваттхе Благословенный сказал, монахе, для молодого человека, который отправился жить бездомной жизнью благодаря своему качеству верой, вот что будет соответствовать Дхаме, ему следует пребывать поглощенным в разочаровании в отношении формы, чувства, восприятия, формации ума, сознания. Тот, кто пребывает поглощенным в разочаровании в отношении формы, чувства, восприятия, формации ума, сознания, полностью понимает форму, чувства, восприятия, формации, сознания. Тот, кто полностью понимает форму, сознания, тот освобожден от формы, чувства, восприятия, формации, сознания. Он освобожден от рождения, старения и смерти. Освобожден от печали, стенания, боли, горя и отчаяния. Он освобожден от страданий, я говорю вам. Сутты СН-22-147-149 Сутты в точности идентичны СН-22-146, за исключением небольшой фразы, ему следует пребывать в созерцании непостоянства формы. СН-22-147, ему следует пребывать в созерцании страдательности формы. СН-22-148, ему следует пребывать в созерцании безличности формы. СН-22-149 Аджхатта-сутта, внутренне. СН-22-150 В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, из-за чего существующего, из-за цепляния к чему, внутренне возникают удовольствие и боль? Учитель, наши учения укоренены в благословенном, направляемы благословенным, находит пристанище в благословенном. Было бы хорошо, если бы благословенный сам прояснил значение этого утверждения. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Тогда слушайте внимательно, монахи. Я буду говорить. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, когда есть форма, монахи, когда есть цепляние к форме, то тогда внутренне возникают удовольствие и боль. Когда есть чувство, восприятие, формации, сознании, когда есть цепляние к сознанию, то тогда внутренне возникают удовольствие и боль. Как вы думаете, монахи, форма постоянно или непостоянно? Непостоянно – учитель. А то, что непостоянно, то страдательно или приятно? Страдательно – учитель. Но без цепляния к тому, что непостоянно, страдательно и подвержено изменению, могли бы внутренне возникнуть удовольствие и боль? Нет, учитель. Чувство, восприятие, формации, сознание постоянно или непостоянно? Непостоянно, учитель. Видя так, монахи, обученный ученик благородных испытывает разочарование в отношении формы, чувства, восприятия, формации, сознания. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобожден. Когда он освобожден, приходит знание, освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Етам Мама Сутта, это мое. СН 22.151. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, из-за чего существующего, из-за цепляния к чему, прилипая к чему, человек считает вещи таковыми, это мое, я таков, это мое я. Учитель, наши учения укоренены в благословенном, направляемы благословенным, находит пристанище в благословенном. Было бы хорошо, если бы благословенный сам прояснил значение этого утверждения. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Тогда слушайте внимательно, монахи. Я буду говорить. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, когда есть форма, монахи, когда есть цепляние к форме, прилипая к форме, человек считает вещи таковыми, это мое, я таков, это мое я. Когда есть чувство, восприятие, формации, сознании, когда есть цепляние к сознанию, прилипая к сознанию, человек считает вещи таковыми, это мое, я таков, это мое я. Как вы думаете, монахи, форма постоянно или непостоянно? Непостоянно, учитель. А то, что непостоянно, то страдательно или приятно? Страдательно, учитель. Но без сцепляния к тому, что непостоянно, страдательно и подвержено изменению, мог бы человек считать что-либо таковым, это мое, я таков, это мое я? Нет, учитель. Чувство, восприятие, формации, сознание постоянно или непостоянно? Непостоянно, учитель. Видя так, монахи, обученный ученик благородных испытывает разочарование в отношении формы, чувства, восприятия, формации, сознания. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобожден. Когда он освобожден, приходит знание, освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Саятта сутта, я. СН 22.152. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, из-за чего существующего, из-за цепляния к чему, из-за прилипания к чему, возникает такое воззрение, этот мир, это я. После смерти я буду постоянным, устойчивым, вечным, неподверженным изменением. Учитель, наши учения укоренены в благословенном, направляемы благословенным, находит пристанище в благословенном. Было бы хорошо, если бы благословенный сам прояснил значение этого утверждения. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Тогда слушайте внимательно, монахи. Я буду говорить. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, когда есть форма, монахи, когда есть цепляние к форме, когда есть прилипание к форме, возникает такое воззрение, этот мир, это я. После смерти я буду постоянным, устойчивым, вечным, неподверженным изменением. Когда есть чувство, восприятие, формации, сознание, когда есть цепляние к сознанию, когда есть прилипание к сознанию, возникает такое воззрение, этот мир, это я. После смерти я буду постоянным, устойчивым, вечным, неподверженным изменением. Как вы думаете, монахи, форма постоянно или непостоянно? Непостоянно, учитель. А то, что непостоянно, то страдательно или приятно? Страдательно, учитель. Но без цепляния к тому, что непостоянно, страдательно и подвержено изменению, может ли возникнуть такое воззрение, этот мир, это я. После смерти я буду постоянным, устойчивым, вечным, неподверженным изменением? Нет, учитель. Чувство, восприятие, формации, сознание постоянно или непостоянно? Непостоянно, учитель. Видя так, монахи, обученный ученик благородных испытывает разочарование в отношении формы, чувства, восприятия, формации, сознания. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобожден. Когда он освобожден, приходит знание, освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращение в какое-либо состояние существования. Сутты СН-22-153-158 Все эти сутты идентичны СН-22-152, за исключением небольшой фразы. Могло бы возникнуть такое воззрение, я мог бы не быть, этого могло бы не быть у меня. Меня не будет, и этого не будет у меня. СН-22-153 Могло бы возникнуть неправильное воззрение. СН-22-154 Могло бы возникнуть воззрение о самоопределении. СН-22-155 Могло бы возникнуть воззрение я, СН-22-156 Возникли бы путы, цепляния и кандалы, СН-22-157 Возникли бы путы, цепляния, кандалы и удержания, СН-22-158 Ананда сутта, Ананда СН-22-159 В Саваттхе. И тогда достопочтенный Ананда подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, Учитель, было бы хорошо, если бы благословенный вкратце научил бы меня Дхаме так, чтобы я пребывал бы один, в уединении, будучи прилежным, старательным, решительным. Как ты думаешь, Ананда, форма постоянно или непостоянно? Непостоянно, Учитель. А то, что непостоянно, то страдательно или приятно? Страдательно, Учитель. Можно ли считать непостоянной, страдательной и подверженной изменению таковым, это мое, я таков, это мое я? Нет, Учитель. Чувство, восприятие, формации, сознание постоянно или непостоянно? Непостоянно, Учитель. Поэтому, Ананда, любой вид формы, прошлой, настоящей, будущей, внутренней или внешней, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, всякую форму следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью, это не мое, я не таков, это не мое я. Любой вид чувства, любой вид восприятия, любой вид формации, любой вид сознания, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, всякое сознание следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью, это не мое, я не таков, это не мое я. Видя так, Ананда, обученный Ученик Благородных испытывает разочарование в отношении формы, чувства, восприятия, формации, сознания. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобожден. Когда он освобожден, приходит знание, освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Один. Один, согласно комментарию, Ананда, видя, как другие монахи, получив наставление от Будды и уйдя в затворничество, через некоторое время заявляли о достижении араханства, тоже решил подойти к Будде, чтобы тот дал ему схожие инструкции по практике. Будда видел, что Ананда не мог достичь более высоких плодов, включая араханство, в течение этой жизни, но, все же, дал ему такое наставление, чтобы удовлетворить его. Ананда пробовал усердно медитировать два или три раза, но, не получив результата, позже вызвался быть личным помощником Будды, что стало одним из факторов, ускоривших его достижение полного просветления.